Давайте посмотрим, поскольку у нас время доклада через одну минуту, я небольшое приветственное слово скажу, потому что я искренне рада увидеть всех в зале, тех, кто пережил вчерашний тяжелый день и пришел снова посмотреть. Спасибо большое. Спасибо тем, кто слушает нас с другой стороны экрана. Вчера у нас рекорд был 92 человека. Онлайн присоединялось, так что докладчики, когда вы стоите здесь, вы помните, что у вас почти 100 человек еще с той стороны. Вас внимательно слушают. И я открываю второй день нашей замечательной и очень интересной конференции и с удовольствием предоставляю слово с докладом дочери Михаила Яковлевича Марва и Ирины Михайловны. И она нам тоже расскажет так, как она помнит изнутри всю ту огромную научно-человеческую деятельность, которую Михаил Яковлевич вел. Прошу вас, пожалуйста. Спасибо. Прежде всего я хочу поблагодарить комитет конференции и председателя этого совещания за то, что она посвящена памяти Папы и за предоставленную мне возможность выступить здесь. Передо мной была поставлена задача рассказать о Папе. тема была сформулирована как время и идеи в жизни Михаила Яковлевича Марова. И я постараюсь рассказать об этом, рассказать о том, как происходило становление Папы как ученого. Вообще передо мной трудная задача, потому что Папа прожил очень долгую жизнь, и эта жизнь была наполнена огромным количеством событий и идей. Но он немного облегчил мне задачу, потому что Папа любил структурировать вещи, и он не раз в полушутку, в полусерьез говорил о том, что в его жизни он выделяет в своей жизни несколько таких очень важных блоков. Это мечты о космосе, это приобщение к космосу, обретенный космос и, наконец, поход от Солнечной системы вглубь Вселенной. И об этом я постараюсь рассказать. Как формировался интерес Папы к космосу и, впоследствии, интерес к происхождению Вселенной и происхождению жизни, и какие люди и идеи этому способствовали? Папа из-за эвакуации пошел в школу довольно поздно и закончил ее только в 18 лет. Как он рассказывал, когда он еще учился в 10 классе, его стал терзать районный военкомат, его бесконечно вызывали туда и грозили тем, что он пойдет сразу после окончания школы на строевую службу. И одновременно увещевали пойти в военное училище или военную академию. И вот в этот период Папа совершил, наверное, первый серьезный в своей жизни поступок. Он подал документы, решил, что он совершенно не хотел становиться военным на всю жизнь. И он решил, что ничто не мешает ему подать документы в гражданский вуз, где есть военная кафедра. Он подал документы в МВТУ имени Баумана. И поскольку он был золотым медалистом, ему нужно было пройти только собеседование, которое он успешно прошел и был зачислен, уже в июле был зачислен на механический факультет Баумановского института. Это была инженерная специальность, и уже на первом курсе Папа понял, что это не совсем то, чем он хотел бы заниматься в течение всей последующей своей деятельности. И поступил в студенческий кружок, которым руководил Александр Николаевич Обморшев. Этого человека Папа не раз из огромной благодарности вспоминал. И Обморшев руководил кафедрой точной механики факультета приборостроения, А3 он тогда назывался, МВТУ. И под его руководством Папа, несмотря на то, что был на другом факультете, сделал диплом о нелинейных колебаниях и их приложению к технологическим процессам. Как впоследствии оказалось, это имело очень большое значение для его последующей судьбы. Александр Николаевич приглашал его в аспирантуру, и Папа собирался туда поступать, но, к сожалению, буквально накануне экзаменов Александр Николаевич скончался. И Папа вместо аспирантуры был распределен в почтовый ящик 764 в подмосковных Подлибках, ныне это город Королев, в конструкторское предприятие Василия Гавриловича Грабина. И здесь ему предстояло заниматься артиллерийскими системами, но он попытался перейти в другое подразделение. Это ему удалось не без труда. Ссылаясь на свои знания в нелинейных колебаниях, он попросился в подразделение, которое занималось контрольно-измерительными приборами для ядерных реакторов. И был туда принят, в этом подразделении он работал вместе с Николаем Николаевичем Рукавишниковым, будущим космонавтом, с которым он очень подружился и дружил всю жизнь. Папа начал ездить в Огнинск для испытания приборов. И вскоре вот эта лаборатория, где папа работал, ей была придана новая тема. И лаборатория стала заниматься в том числе испытанием бортовых реакторов для межпланетных космических аппаратов. Эту тему придал лаборатории Сергей Павлович Королёв. Всё шло очень хорошо, но в конце 1959 года папа при испытании одного из приборов не сработала страховка, и папа получил очень сильную дозу облучения. Он долго болел, и врачи очень настойчиво рекомендовали ему больше не заниматься экспериментальной ядерной физикой, о чём он очень сожалел. И пока он раздумывал о том, что делать дальше, он как раз вышел с больничного. Предприятие Грабина неожиданно было присоединено к ОКБ-1. Это нынче Ракетно-космическая корпорация энергии имени Королёва. И лаборатория полностью была освобождена от атомной тематики и переключена на создание систем ориентации для лунно-планетных космических аппаратов. Вот этот период папа назвал вхождение в космос. Так неожиданно повернулась судьба. И здесь уже папа стал заниматься действительно созданием систем ориентации для первых летательных аппаратов к Марсу и Венере. Этим подразделением руководил Борис Викторович Раушенбах, с которым папа дружил всю последующую жизнь и который оказал тоже очень большое влияние, как он говорил, на формирование его как учёного и как личности. И опять же случился неожиданный новый поворот в его судьбе. В 1960 году, вскоре после этих замечательных работ с Раушенбахом, его неожиданно отозвали в подразделение, в Государственный комитет оборонной техники при Совете Министров Советского Союза. И отказываться в то очень суровое время было невозможно. И таким образом папа попал на чиновничью работу в это отделение. Но вскоре его пригласил работать с помощником Георгий Александрович Тюлин, который был заместителем комитета. И папе было предложено быть помощником, заниматься анализом и выяснением причин аварийных пусков, оценкой технических заданий и так далее. Это был очень насыщенный период в жизни. Папа, это я даже помню уже, папа ездил, чуть-чуть помню, папа ездил на полигоны, очень мало бывал дома. И там, как он рассказывал, он совершенно вплотную познакомился с жизнью на ракетных полигонах. Работая с Тюлином, папа познакомился с очень многими конструкторами и с руководителями больших институтов, которые занимались этой тематикой. А Георгий Александрович Тюлин тоже оказал на папу очень большое влияние. Папа тоже считал его одним из своих учителей. Он был не только генералом, но и выпускником Мехмата, прекрасным специалистом в своей области. Одним из очень важных итогов работы с Тюлиным было знакомство с Мастиславом Всеволодчим Келдышем. Это произошло довольно случайно на одном из совещаний в Куйбышеве, где обсуждались бортовые двигатели для космических приборов. И Келдыш, папа, выступил на этом совещании с небольшим замечанием. Как он говорил, его грубо оборвали начальники. Но Келдыш обратил на него внимание и вскоре пригласил его на работу в Институт прикладной математики, которым руководил. Папа не раз говорил, и он написал об этом в своей книге о Келдыше, что этот период он считает кульминацией своей жизни, самым счастливым периодом в жизни. С Келдышем он проработал 17 лет до самой смерти Келдыша, которую он глубоко очень переживал. Это тоже всё происходило уже на моих глазах. И когда папа поступил на работу в Институт прикладной математики, ему было всего 27 лет. Теперь я хочу чуть-чуть оглянуться назад и сказать несколько слов о папиной семье. Папины родители и никто из папиной семьи не занимался наукой. Его мама Мария Ивановна Марова, урождённая Днатова, происходила из семьи железнодорожного служащего. Они жили в Подмосковье, в Софрино. Отец, Яков Соломонович Маров, был родом из маленького местечка в городе Нежине. И мы там побывали вот некоторое время назад. И он учился там в гимназии, а затем переехал в Харьков, где и познакомился с папиной мамой. Но папа вырос фактически без отца, потому что отец руководил, был порторгом крупной организации электролампового завода. И в 1939 году, опасаясь арестов, он добровольцем ушёл на Халкингол, затем на Финскую войну, и вскоре, немного пробыв дома, ушёл на Великую Отечественную войну. На войне отец был тяжело ранен и не вернулся в семью и довольно рано умер. Папа окончил, вернувшись... Да, ну вот жизнь папина с мамой и с бабушкой была довольно трудной, они жили очень бедно, очень сильно бедствовали в эвакуации. Они были в Удмуртии, в селе Бимыш, где папа закончил первый класс. Вернувшись в Москву, папа поступил в 330-ю школу. Это знаменитая московская школа, бывшая Елизаветинская гимназия, в которой каким-то чудом сохранились ещё старые традиции. В частности, там, как говорила Ольга Борисовна, преподавали латынь. И эту школу папа закончил золотой медалью, и там у него образовался очень интересный круг друзей, интеллектуальный круг друзей. Я их тоже всех хорошо помню, никого из них уже нет в живых. И с этими своими одноклассниками папа дружил всю жизнь. В 1955 году папа женился на моей маме Наталье Абрамовне Маровой, урождённую Ринсон, с которой он познакомился ещё в девятом классе. Это была параллельная женская школа. И вот прожили они вместе почти 46 лет до маминой смерти в 2001 году. Я хотела бы сказать, что мама сыграла огромную роль в формировании, в становлении папы как учёного. Мама была сама научным работником, кандидатом географических наук, но вся наша жизнь была подчинена работе папы. Я очень хорошо помню это с детства. Работа папы, его наука была самым главным в нашей семье. Для этого мама пожертвовала очень многими своими интересами. И ещё об одном периоде в жизни папы я хотела бы сказать. В 1965 году папа получил первую в своей жизни роднокомнатную отдельную квартиру в Хрущёвке, так называемой, в конце Ленинского проспекта. Тогда это было очень далёкое место. И мы из центра, из казарменного переулка переехали в этот дом. И, как я сейчас понимаю, жизнь наших двух-трёх домов – это была жизнь в таком мини-академгородке, потому что, по крайней мере, наши два дома были заселены почти исключительно сотрудниками институтов ИПМ, Института прикладной математики, и ФИАНа, физического института. И вот эти люди, которые окружали… Я здесь привела фотографии тех людей, которые жили в моём подъезде, и тех, которые жили по соседству. Все они впоследствии стали известными учёными. А вот Сергей Павлович Курдюмов, который жил через стенку с нами, впоследствии стал директором института прикладной математики. И атмосфера, которая царила в этом нашем мини-академгородке, была очень романтической, я бы сказала, очень приподнятой. Все эти люди занимались наукой, они были абсолютно преданы науке. Они вместе, многие дружили, вместе играли в футбол на самодельном нашем поле в лесу, обсуждали научные проблемы. И это была такая романтика научных исследований, такая вот жизнь вот этих вот людей, которых, наверное, сейчас называют шестидесятниками. Всех этих людей я очень хорошо помню. Работая в ЭПМ, в Институте прикладной математики, Папа практически был тем, что американцы называют project scientist, то есть он руководил очень многими задачами. Он был в центре запуска всех наших первых спутников, и он оценивает это время, как я уже говорила, как самое счастливое в своей жизни. Это время было наполнено очень тяжелой работой, в то же время очень интересными и очень динамичными свершениями. Папа участвовал и в тех аппаратах, которые ставились, научно-исследовательских аппаратах, которые ставились на спутники, их стыковки с конструкцией этих вот спутников и в самых-самых разных задачах, в дизайне экспериментов и так далее. Вскоре, да, на папиных глазах папа знал всех наших главных конструкторов, и вот в 1966 году был создан Институт космических исследований ИКИ, директором которого стал Георгий Иванович Петров, а почти одновременно... Да, Петрова папа тоже очень хорошо знал, посещал его семинар в МГУ, а вот в Институте прикладной математики был создан отдел астрофизики, которым руководил Яков Борис Джузельдович, с которым папа тоже очень много сотрудничал, а вскоре был создан отдел планетных исследований под руководством папы. И вот одновременно с этим папа работал секретарем научно-технического совета по космическим исследованиям. В этот момент он много общался с коллективом Института Геохи имени Вернадского, поскольку понял, что для руководства таким отделом необходимо также знание в области геохимии. Он очень хорошо знал Александра Павловича Виноградова. И вот последняя часть папиной жизни, которую он назвал «Поход от Солнечной системы вглубь Вселенной». Вообще папу очень давно интересовали проблемы хаоса и упорядоченности, проблемы турбулентности. Этим он занимался со своим другом и сотрудником Александром Владимировичем Колесниченко еще в 70-е годы. И позже на основе этих работ была написана книга «Турбулентность и самоорганизация», которая уже касается природных и, в частности, космических средств. И вот увлечение хаотическими процессами, как писал папа, способствовало и его увлечению астробиологией в этот период. Может быть, это произошло и раньше, по крайней мере, он давно говорил об этих проблемах, много и интересно про это рассказывал. И одним из его соратников в изучении хаотических процессов и очень большим и любимым его другом был Алексей Максимович Фридман, с которым он много сотрудничал и работал. Отлично, я укладываюсь. И вот один из очень важных этапов в формировании папиного интереса к астробиологии или биоастрономии, как она называлась, 70-е годы, была конференция, которая была организована совместно Карлом Саганом, американским ученым, и Виктором Амазаповичем Амбарцумяном. Эта конференция прошла в Армении, и я помню, с каким восторгом папа рассказывал о тех проблемах, которые там поднимались. Он подарил мне тогда книжку, сборник докладов, которые там делались. Это было очень большим этапом в его жизни. И с тех пор он более углубленно занимался этими проблемами, чему содействовало его сотрудничество и большая дружба с двумя американскими учеными. Тобиасом или Тоби Оуэном, как его называли, и Карлом Саганом. С обоими папа дружил, они бывали у нас дома, познакомился он с ними на конференциях в Америке и тесно сотрудничал в период своей работы в Америке и в период своей работы в Международном космическом университете. И Саган подарил, я тоже его хорошо помню, он подарил, узнав, что я была в старших классах школы, узнав, что я интересуюсь биологией, он мне подарил замечательную книжку Отсона, знаменитого Отсона «Молекулярная биология гена» с надписью дарственной. И папа тоже эту книгу читал, он вообще очень интересовался биологией, особенно когда стал заниматься проблемами астробиологии. Папа с большим энтузиазмом переводил книгу Оуэна с автором Голлсмитом «Поиски жизни во Вселенной». Эта книжка вышла в издательстве «Мир» в 1983 году, и папа на обложке этой книги написал такое замечательное посвящение моему старшему сыну, своему старшему внуку о том, как, как он считает, нужно хорошо прожить жизнь. И вообще папа очень любил передавать такие послания своим внукам, и вот, кстати, вот этому внуку старшему в период этого послания было всего три года, он был ещё в детском саду, но, тем не менее, это был такой вклад в будущее. А уже следующему своему внуку, вот он, я привела здесь записочку, его попросили прочитать, я попросила его прочитать лекцию в школе, и вот он при мне на клочке бумаги моментально написал, за несколько минут написал темы лекций, которые он может прочитать в школе. «Я это сохранила». Ну, папа вообще очень следил за жизнью и развитию своих внуков, несмотря на занятость, вкладывал в них очень много сил. Ну, и, к сожалению, вот он... Да, вот это ещё одно послание, это фотография кометы Галлея, которую он тоже подарил своему старшему внуку с пожеланием в 2061 году, в день рождения деда Миши, 120 лет тому назад, увидеть это явление, замечательное явление. К сожалению, папа почти не успел пообщаться со своим правнуком, которого тоже очень любил. И я хотела бы ещё последнюю минуту у меня есть, да, сказать, что папа прожил огромную жизнь, очень насыщенную жизнь. И он совершенно не терпел безделия, бездействия, презирал игру в карты. Он всегда что-то делал, он никогда не сидел без дела. И вот мне кажется, что две цитаты, которые он... Два таких полушуточных высказывания – это из такого плаката, который был подарен ему студентами, когда он работал в одном из космических университетов. Такие правила Петерса, так называемые. И вот мне кажется, что папа следовал этим правилам. Он очень быстро двигался вперёд, и поэтому очень долго прожил. Хотя, к сожалению, буквально последние уже месяцы перед смертью он говорил мне, что хотел бы ещё очень много сделать. В частности, он мечтал переиздать свою последнюю книгу «Космос в глубь вселенной», которую Физматлит заказал ему ещё одно издание. И большое спасибо за внимание. Спасибо, Ирина Михайловна. Очень содержательный доклад. Я думаю, что многие здесь сидящие открыли академика Марвел с совершенно неожиданной для себя стороны. А теперь мы продолжаем нашу программу. Следующий доклад совершенно удивительный, потому что это доклад, который будет точно от Астра в Био. Давайте его, да, правильно. Родна, пока мы переписываем, давайте немножко продолжим. Потому что у нас есть доклад, название космической церкви – это судьба тяжёлых металлов. А металлы звёзд – металлопротеинов. Это, на мой взгляд, совершенно удивительный рассказ о том, как мы действительно доходим из звёзд в первую очередь, наверное, к параметрам крови, или вы гораздо шире расскажете? То есть я говорю, в первую очередь мы придём от звёзд к параметрам крови, или же гораздо шире тема у нас будет? Крови, наверное? Да. Нет, а крови, наверное, не будет. А крови не будет. Хорошо. В основном о металлах. Нет, о металлах понятно, но они же входят. И в кровь тоже, да. И в кровь тоже, конечно. Пожалуйста. Дорогие коллеги, поскольку слово «жизнь» так или иначе будет звучать в докладе, я приведу в качестве примера одно из сотен, наверное, определений жизни, которое звучит так. Жизнь – это несуществительное, это глагол. Это шутка, конечно, да, но речь пойдёт именно об этом, потому что больше всего идёт обсуждение проблем происхождения жизни в части формирования, допустим, РНК, ну, скажем, полимеров каких-то, молекул в основном. И реже идёт разговор о энергетической составляющей жизни. И вот сегодня всё-таки это пойдёт, речь, наверное, об этом. Сейчас я найду кнопки здесь, кажется так. Ну вот, мы вчера слышали хорошие доклады о том, как формировалось вещество Вселенной и в какой последовательности. Это сначала водород гелий, потом формирование звёзд и в недрах звёзд тяжёлые элементы. Вот. И, значит, конечно же, вот большую часть составляла Вселенной водород с гелием. Ну и интересно, что этот газ, он и ныне в живых молекулах представляет огромнейшую долю не только в составе воды, но и в составе мягких водородных связей. А вот тяжёлые элементы, которые составляли всего 2%, конечно, здесь это все остальные, но мне сегодня хотелось бы поговорить в основном о тяжёлых металлах и металлопереходная группа. И я бы хотел сначала проиллюстрировать эту историю вещества во Вселенной данными геологическими, прежде всего в области минералогии. Вот досолнечных минералов их немного, около десятка. Вы видите их сейчас на список. Вот. Ну, а кроме того, конечно, там присутствуют алмазы, наночастицы, графиты. Есть, конечно, карбиды. Вот. И силикаты. И некоторые металлы здесь присутствуют в виде магния, титана, железа и так далее. То есть, ну, очень немного. Это очень бедное, так сказать, такое разнообразие. Ну, один из важных минералов, важнейших для происхождения жизни, это вода. Вот. И недавнее открытие вот такого протопланетного диска, где вот эти тёмные такие полосы, это зародыши планет, уже они собирают вещество из этого диска. А другими способами было определён огромные запасы воды в этом диске, которых хватило бы на три мировых океана или больше на Земле. И вот первичные минералы хандритов, их тоже, в общем-то, немного. Они образовались всего 4,5-4,56 миллиардов лет назад. И это минералы 60 видов всего. На Земле сейчас известно, вот официально там где-то 4,5 тысячи, которые Неждународная комиссия по минералогии утверждает официально. А разновидностей их существует уже больше тысячи. Ой, извините. Разновидностей существует больше 6 тысяч. И вот сейчас мы увидим просто, что по мере формирования протопланетного диска, потом, значит, аккреции Земли, это разнообразие начинает расти. Уже в пределах самого диска начинаются различные процессы, где действует и вода, и некоторые столкновения. Вот. И там уже, скажем, в этих дисках уже мы видим количество определенных минералов. Это достигает уже 250. Вот из них там многие тугоплавки. И они составляют, собственно, видимо, вот эти вот главную массу хондритов. И надо сказать, что в этих каменных хондритах уже видно довольно высокое содержание металла, в частности и в особенности железа и никеля. По мере аккреции, скажем, росла температура нашей планеты. И, конечно, здесь шли процессы частичные или полные переплавки. И вот этот процесс уже, конечно, давал совершенно новое соединение. И среди них, скорее всего, в этот период, который где-то был уже начался от 4,5 миллиарда лет назад до 4 миллиардов в этом интервале. В этот период уже образовались 4 сотни минералов по подсчетам. Я ссылаюсь здесь на работы большой группы ученых под руководством Роберта Хайзена. Это институт Карнеги в лес Вашингтона. И там участвовали на протяжении 15 лет различные группы минералогов, включая российских ученых во главе с Кривовичем, академиком. И, значит, мы видим, что здесь уже формируется гораздо большее разнообразие. И вот эти минералы, которые формировались на этой стадии Земли, они уже были, конечно, и в период, когда начались проблемы, не начались движения происхождения жизни. Теперь в районе, скажем, чуть больше 3,5 миллиарда лет начались процессы вторичной многократной переплавки горных пород, темноцветных пород, богатых металлами. И здесь металлообразование шло очень стремительно. На этом этапе был сформирован, наверное, вот уже до тысячи новых минеральных видов. И, наконец, пятый этап, когда заработал тектоника плит и конвекция мантийного вещества. Здесь эти процессы спроводзались очень крупными гидротермальной переработкой земной коры. И к этому времени, к завершению этого пятого этапа, здесь уже количество минеральных фильтров на Земле достигло 1500. Все эти минералы описаны и по свойствам сейчас, и по тому, в какой генезис, в каких условиях они формировались. Здесь любопытно есть такие цифровые характеристики. Они все-таки дают некоторое представление об этом процессе длительном. То есть около 90% из 4700 известных минералов не присутствовали на Земле до возникновения жизни. То есть это огромные, это большие, огромные, большие доли. Больше того, поскольку будем вести речь о металлах, на ранней Земле не присутствовало, не формировались. Вот 256 видов минералов меди из 320, или там железо возьмем, тоже большая часть не формировалось. Ну это понятно, почему отчасти это было связано на ранней Земле в отсутствии воды, и отчасти было связано в отсутствии кислорода, свободно. Вот это все постепенно развивалось. И вот, так завершая эту характеристику, здесь можно сказать, что эти почти 300 минералов появились раньше самой Земли. 97 известные только из метеоритов. Самый древний циркон, 7 миллиардов лет насчитывают, наверное, до, это допланетные наши, до Земли. И интересно в отношении процессов, которые формируют минералы. Вот один из минералов, который, может быть, сыграл определенную роль в формировании жизни, это перит. Это, значит, ферром С2. Существует 21 способ формирования этого минерала. Очень разные. И такое впечатление, что природа сфокусировалась на соединениях серы и железа. И мы увидим действительно в составе железо-серных кластеров многих ферментов эти молекулярные кубаны, они присутствуют. Как, впрочем, некоторые другие тоже металлосерные соединения. Ну и, конечно, 80% минералов обязаны своим созданием в воде. То есть, появление воды резко усилило геохимическое разнообразие. И 1900 минералов обязаны происхождением жизни. Это не только биоминералы, которые формируются во многих организмах, но это, прежде всего, кислород, который надышали цианобактериями. И главное в этой истории то, что этот процесс минералообразования на Земле, он, во-первых, способствует концентрации элементов, рассеянных в космосе очень далеко, росту многообразия условий и процессов минералообразования, рост структурного и химического разнообразия. Это очень важно. И, конечно, да, отмечается рост сложности молекул, которые, которые, кристаллических решеток, которые формируют минералы. Здесь я приведу снимок таблицы работы Александра Павловича Виноградова, которую упоминали. И хотел бы отметить вот эти металлы, о которых сейчас пойдет речь. Прежде всего, их много. Количество металлов, таких как железо, никель, коболь, хром, ланадий и так далее, оно очень велико в ультраосновных породах, темноцветных. Это, начиная от базальтов, там передатиты и так далее. И мы видим, что во времени от ультраосновных пород к гранитоидным, которые появились в все многократной переплавке подчас, это количество убывает. Я здесь хотел еще тоже напомнить, что магний, может, он не относится к тяжелым металлам, но он играет колоссальную роль тоже в ферментативном катализе. Он участвует в формировании аденозин-трифосфата, это молекулярной батарейки жизни. Он, конечно, необходим совершенно для формирования РНТ, который приписывается первичной роль в истории жизни. И входит вообще в состав более 300 ферментов. И вот как раз о том, с чего я начал, что интересно исследовать вот такую функциональную часть жизни. Жизнь не как химические молекулы, а жизнь как процесс. И вот здесь внимание, конечно, следовало уделять, прежде всего, генерированию энергии, которая инициировала все другие вещи, включая синтез сложных биомолекул. Мне приходит здесь на память выражение, или даже, я бы сказал, метафора, которую Жешки Ви в свое время привел как аналог живых организмов. Он сказал, вот, взгляните на смерч. Он имеет все признаки живого. Форма определенная растет, движется, вбирает себя и выбрасывает вещество. Но существует он только потому, что дует ветер. Есть энергия. То есть энергия и держит структуру. Не наоборот. То есть и мы не должны забывать вот в рассуждениях о веществе, о том, что, должны забывать о том, что молекулы имеют кинетическую стабильность. Это все время процессы, о которых говорили. Это синтез и обратный. Это обратимая реакция. Немного о биологически важных металлах. Это взято из современного анализа. Что касается энергетики, то прежде всего металлы – это доноры электронов и акцепторы из доноров иногда. Они осуществляют перенос электронов внутри молекул. Участвуют в конверсии солнечной энергии. Вот магний в хаврофилле, марганец в фотосистеме тоже, да. Это антенны. Железо, феридоксини – это окислительно-восстановительные реакции. В анаде тоже играет эти функции. И медь. И, конечно, обмен электрическими импульсами в организмах. И ферментативный катализ, который сопровождается процессами формированием ингредиентов, перемещением протонов и, конечно, переносом заряда электронов. Вот эти металлы, по столбикам показаны, наиболее такие ярко и участвующие в процессе жизнедеятельности. И вы обратите внимание, что наряду с железом, там, цинком, марганцем и фланадем есть тяжелые металлы, которые очень, которые недавно, не так давно были открыты. Это... Лампочка, что у нас, какой металл? Вольфрам. А? Вольфрам. Вольфрам, да. Вольфрам. Вот он, да. Вольфрам. Может быть, это будет еще более тяжелый металл. Вот. Но здесь есть и такие, которые, в общем, представляют опасности. Это кадмий, например. И даже были сообщения о мышьяке, который использует некоторые бактерии. И мы об этом тоже, может быть, скажем. Это тоже интересный такой... Факт. И вот как и где расположены... Как работают и где расположены металлы вот в живой клетке? Как правило, это огромные молекулы белков, внутри которых есть активные центры. Вот. И внутри этих центров находятся ионы этих металлов. Они часто координируются серой. Вот. Могут углеродом, азотом могут быть, координироваться. И вот эти металлы, вообще-то говоря, на вес золота. Потому что, если мы извлекаем эти атомы из этих огромных молекул, то ферменты резко ослабляют или перестают осуществлять свою катетическую функцию. И это приводит к мысли о том, что изначально, вот в процессе происхождения жизни, начиналось все-таки это с простых соединений металлов или с их ионов, их каталитической силой. И вот это то, что эти сложные молекулы белков, которые сейчас тонко настраивают эти металлы, во время реакций, это позднее приобретение. И организмы крайне нуждаются в этих микроэлементах. Вот на этой табличке видно соотношение концентрации металлов в морской воде и в клетке планктона. Вы посмотрите, что по сравнению с морской водой в клетках 8-7 тысяч раз больше железа. В десятки тысяч раз больше, скажем, цинка, медь там 17 тысяч. То есть организмы выбирают из океана и океан явно недонасыщен этими металлами, потому что они нужны организмам для осуществления биологических функций. Поэтому внимание, конечно, к металлам необходимо обязательно при обсуждении проблем о происхождении жизни. Вот на этой таблице видны те самые главные металлы, которые начинаются от вольфрама, дальше вверх молебден пошел, пошло влево, значит, марганец, железо, метцинк. А вот те элементы, которые обычно обсуждаются в сфере происхождения жизни, это углерод, азот, кислород, фосфор и сера, галогены, окислители. Но знаете, что интересно? Вот эти все-таки элементы, из которых состоит в основном жизнь, имеют малоионный радиус. И в настоящее время организм требуется ферменты, которые синтезируют молекулы из этих вот элементов и расщепляют их. И на ранней стадии таких инструментов не могло быть, они сложны. И поэтому вот то, что вместо серы частенько входит селен, а вместо, допустим, фосфора иногда входит мышьяк, эти очень неполезные может быть вещи, это в общем все-таки может быть отголоски ранних этапов. Не исключено, что жизнь двигалась вот к тому, что мы видим сейчас, и это началось вообще-то в общем эти линии начались много раньше, но все-таки может быть жизнь начиналась и с других элементов. более тяжелых, у которых легче отдают электроны, и которым для соединения и диссоциации не нужны ферменты. Вот это путь, который в общем имел бы смысл обдумать. и в связи с тем, что все-таки мы говорим о вот этой функциональной стороне жизни и больше всего наверное об ее энергетической жизни, я хотел сказать, что компаньоном металлов является водород. Это простая вещь, простой элемент протон и электрон и грубо говоря протон для тела, электрон для души. есть ну здесь насколько он сейчас важен, он по сути дела вот часто мы думаем бактерии используют дышит водородом допустим, да, вот но это реально не нишевый такой вот элемент, что где есть водород, там бактерии дышат, а это все-таки какая-то очень серьезная ну такая видимо фундаментальная изначальная тема жизни с которой она началась. Во-первых вот масса бактерий здесь предназначена малая часть бактерий аркеи осуществляют водородный обмен. Больше того те бактерии которые живут на других субстратах при отсутствии охотно переходят на водород. В двухмалентном водород вообще это энергетическая валюта. Второй момент. Водородный обмен присутствует во всех мыслимых местах обитаниях на Земле. Это современные исследования от глубины океана, там в осадке океана и так далее, в болотах где угодно и внутри многих организмов. Вот некоторые из этих реакций которые осуществляются гидрогеном. А это вот скажем реакции тоже водорода с углекислым газом и она осуществляется в так называемой глубинной биосфере. Это на первые километры ниже поверхности Земли. Где сейчас расположена биомасса в несколько раз превышающая та, что существует в океане и на суше. Но она исследуется очень быстро, стремительно сейчас и явно водород там играет очень важную роль. Он важен как первичный источник электронов и протонов. водород используется как донор в этом смысле. Градиент водорода используется для синтеза протонных насосов для синтеза АТФ. Я сейчас не буду здесь эти важности, а восстановлюсь на этом слайде, демонстрированы разные типы водородного обмена. И я бы хотел обратить внимание на то, что катализаторы, которые используются ферментами в водородном обмене, как правило, содержат железо, никель и марганец. Здесь табличка, которая сейчас собрана, по-моему, Хейзеном по поводу разных гипотез о происхождении жизни, начиная от теплого бульона, которым еще дед Дарвин написал даже стиха. И Дарвин тоже об этом естественно говорил. Кончая горячими источниками на дне океана, черными курильщиками и так далее. Вот сейчас конечно здесь все больше внимания остается уделяется идее первичной среды жизни все-таки горячие источники, богатые растворенными соединениями металлов и богатые растворенным кислоролем. Сейчас мы видим их в большом количестве на дне океана, в зонах рифтовых долин, и где на наших глазах образуется и органическое вещество, но это за счет бактерий в основном, и рудные тела. Эти идеи активно развивает Майкл Рассел уже наверное более трех десятилетий и потихоньку эта тема обрастает некоторыми деталями деталями. потом минералы способны вести некоторую сортировку молекул хотя бы по симметрии. Одновременно они служат в общем молекулярным таким фильтром, концентратором некоторых ионов и молекул. Они обладают каталитическими свойствами, применяют и слоистые минералы например используют, они часто служат таким хранилищем, сохраняют синтезированные органические молекулы от разрушения или окисления, хотя в то время окислителем было серо. Еще хотел бы указать на то, что имея в виду спиральный рост кристаллов, здесь не исключено, что эти процессы способствовали становлению хиральности. Многие кристаллы демонстрируют такой спиральный рост, хотя тут надо иметь в виду, что эти спирали одновременно являются трактором для молекулы или даже атомы при постройке. Немного ранней Земли, в которых происходили все эти процессы, становления жизни, они, конечно, отличались радикально от нынешней жизни. Радиогенное тепло в 10 раз было больше современного, наверное. Близкая Луна массировала Землю за счет приливов и так далее. Была активнее. Вулканизм был, конечно, практически глобальный. земная кора перерабатывалась, океан не имел и рельеф вообще не имел таких контрастов, как нынче, значит, эрозия была совершенно ядно. И, скорее всего, единый океан был. О низкой свистимости Солнца вчера говорили, да, высокая температура, да, плод, парниковый эффект. И вот быстрое формирование ядра и геомагнитного поля нам, говорит, и дает такой сигнал о том, что тяжелые металлы все-таки уходили, уходили вниз. И, знаете, в некоторых случаях расплав металлов и силикатов не смешивается, и металлы уходят. То есть это определенное объединение внешних геосфер в отношении металлов происходило. И, конечно, восстановительная среда, она достаточно долго существовала до появления кислорода, и она способствовала тому, чтобы многие из металлов были свободными в неокисленном виде, доступными. Первые сигналы о воде, такие видимые, это вот район там, во-первых, вулканиты, подушечные лавы, которые имеют возраст, излияние в воду морскую, это 3 миллиарда 700 миллионов лет, и, конечно, волны, волновые знаки на песчаник и древних, там старше 3,5 миллионов лет, миллиардов лет, и транспорт воды вот не только из протопланетного диска, но, видимо, и с потоком малых комет, вот по оценке Михаила Яковлевича Марова, это могло быть наставлено на Землю более полутора объемов мирового океана за историю Земли. Источники водорода на ранней Земле были естественные процессы, они были достаточно многообразны, это и радиолиз, да, расщепление воды под влиянием радиоактивных сил, это некоторые вот значит влияние и солнечного света, ультрафиолета в данном случае. Дальше. Вот, катались ряды силикатов при высоком давлении, но, может быть, знаете, самая там бомбардировка частиц, довольно много таких процессов, но, видимо, самый такой мощный процесс это серпентинизация, это реакции воды с минералами, обогащенными железом. Вот, при температуре, там, да, начиная с от 50 градусов, там, до 300-400, идут, эти реакции идут с образованием водорода, вот, есть эти уравнения, нижний из них, вот, формирует магнетит, воду и водород. И сейчас они широко распространены не только в океане, в зонах, там, рифтовых долин, но даже на континентах, где погребены эти ультраморфические породы, древние, очень древние, если там есть вода, и если там приличная температура, оттуда идёт эмиссия водорода. И это служит основой всей, всего фундамента жизни в виде бактерий и архей. И поэтому водород, конечно, был в изобилии. Вначале он мог не составлять значительной доли в атмосфере, поскольку уходит, покидает землю довольно быстро, но в недрах, в осадках, в воде, при донных слоях. Он был всегда, он всегда существовал на ранней земле. И вот здесь я бы хотел упомянуть те ферменты, которые сейчас работают с водородом, это гидрогеназы, вот они осуществляют очень простую, может быть, даже первичную реакцию. Это, по сути дела, обратимое восстановление водорода из протонов и электрон. Это суть энергетики жизни в начале, по-видимому. Вот. Ну, вот есть другие реакции, например, это окис углерода с водой, обратимая реакция. Здесь тоже осуществляется дегидрогеназм. И, как я говорил, и дегидрогеназы, и гидрогеназы имеют железо, либо железо вот в этих ядрах, активаторах, либо железо и никель. И вот здесь показаны процессы работы гидрогеназы, вот ее молекулы огромные, и пути переноса электронов, вот, и прохождение ионов водорода, и выход молекулярного водорода. то есть это электричество. Ну, здесь просто один из примеров это железо-никелевого центра в большой молекуле гидрогеназа. Вот. Большая часть гидрогеназ обнаружена у архиерей и бактерий. по естественной причине, да. И, наверное, строение этих ферментов, металлы, которые они используют, и как они это используют, допускает историческую или эволюционную такую интерпретацию. Здесь показано, как, в каких условиях. Это опять Рассел 2006 года. Каким образом, по его мнению, формировались первичные вот такие уже, может быть, даже сферы из каких-то вот липидов и используют изначально как катаклав користую поверхность вот скорее всего, скорее всего, гриегита или перита на дне океана. И, то есть, вот эти железо-серные пластеры, которые входят в состав гидрогеназ, зарождались здесь. Грубо говоря, тут был момент бифуркации. Либо молекула становится минералом, кристаллом, либо она уходит под эту защиту некую. и сохраняет свои катартические свойства и судьбу уже биологическую. На свойства этих минеральных решеток кубанов бактерий указывали многократно. Я, наверное, уже заканчиваю свое время. Наверное, да? все все уже пора. Вот. Я, может быть, закончу тем, что в истории биологической истории металлов вероятно, шли вот такие процессы, когда по мере оксигенизации атмосферы, по мере, скажем, охлаждения внешней геосферы, здесь по мере истощения, может быть, даже вулканизмов в отношении некоторых металлов, шла некоторая замена тяжелых металлов, таких, допустим, как вольфрамникель, даже железо, который является главным металлом, самомобильным на Земле. Но вот кислородный в в аэробных условиях, скажем, сейчас в океане, никель преобладает над железом, просто потому, что он менее чувствителен к кислороду. Но вот эта история не исключено, что она допускает и предтещу в пользу более тяжелых металлов. И я думаю, что это некоторые сигналы об этом есть. Просто вот этот ну что ли, потихонечку убывание вот этой геохимической базы для жизни, оно вынуждало, это касается прежде всего появления кислорода и резкое уменьшение доступности многих металлов в биосфере. Оно вынуждало организмы на самом деле прибегать к симбиозам. Вот формирование сложных организмов, эхариотной клетки, а затем мы в конце пути, оно началось с того, что одна бактерия, которая выделяет водород, соединилась той, которая употребляет. Они фактически обменывались продуктами жизнедеятельности друг друга, и потом эти симбиозы стали устойчивыми, и они таким образом выполняли свои функции в симбиозе успешно, и становились органеллами друг друга. Завершая доклад, я хочу вспомнить один из последних разговоров с Михаилом Яковлевичем, и он говорил о том, что он мне рассказывал просто о том, что мировые константы вещь, казалось бы, так далекая от жизни, но они при малейшем изменении их числовых характеристик, это какие-то там тысячные и так далее, сделали бы невозможной жизнь вообще, не только на Земле, но вообще. И вот сейчас, когда все больше и больше физиков из области квантовой физики начинают начинают исследовать жизнь, понимая особую роль квантовых феноменов в явлении процесса жизнедеятельности, мне кажется, вот изучение металлов и вот этой энергетической стороны чрезвычайно важно. закончу еще одним. Те миллионы или миллиарды нанокристаллов магнетита, которые находятся в человеческом мозге, открыты были они вообще в животном мире довольно давно, в прошлом веке уже, наверное, уже в 70-х годах, но сейчас установлено то, что скорее всего именно эти кристаллы, находящиеся в магнитосомах, в тканях человеческого мозга, скорее всего делают нас чувствительными к волновым электромагнитным явлениям, показывая нашу встроенность в волновые процессы Вселенной. Спасибо. Неожиданный доклад. В отличие для меня была совершенно неожиданная мысль, что начинали-то из тяжелых металлов, которые потом заменялись на боделегкие, потому что с точки зрения астрономии тяжело это произвести дольше, казалось бы, вот поэтому очень неожиданный вывод. Спасибо. Вопросы в зале у нас есть? Посмотрите. А, пожалуйста. Подойдите. Придельный короткий. Придельный короткий. Насколько я понял, смысл вашего доклада, что понятие биохимии от обычного для неспециалистов известного соединения углерода, кислорода и азота надо расширить на всю таблицу Менделеева. Ничего лишнего таблицы Менделеева для биологии нет, все принимает свое участие, пусть не до конца еще и ясно. Правильно? Я не знаю насчет всего, но то, что расширять круг вовлеченных в процессы биологические металлов или других элементов придется. То есть, нет ничего лишнего таблицы Менделеева для биохимии. Что может все? Был такой микробиолог известный Виноградский. Он полагал, что скорее всего каждый элемент имеет некую свою потребность потребителя в биоте. Но их надо открывать. Но список действительно огромный. Он вырастает. Медленно растет, да. Спасибо большое. Так, скажите, есть вопрос? Пожалуйста. Михаил Александрович, очень интересно то, что вы рассказали. И в некотором смысле это немножко требует от меня смены моего подхода. Мой подход в том, что самый обильный металл железо и он меня поначалу удовлетворяет ну скажем так я могу там что-то рассматривать на его основе. Правильно. Вы говорите очень интересную вещь о том, что вообще-то говоря, поскольку на стадии опять же предпланетного диска доступны все металлы, ну поскольку они все практически находятся на поверхности вот этих наночастиц, поэтому к ним доступность всех этих реакций. Поэтому в первую очередь включаются самые активные металлы, а потом уже включается железо. И поэтому вот нужно вот наоборот рассмотреть другую последовательность включения катализаторов. Ну, там пробовать, понятно. Ой, какой надо пробовать. Опять меня посылали в эксперимент. В эксперимент, конечно, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Михаил Александрович. Коллеги, с той стороны экрана, онлайн, кто-то есть с вопросами? Спасибо за доклад. Очень интересный доклад. Два вопроса. Это вот вы говорили о генерации водорода на глубинах, на ранних стадиях образования Земли. Что можно сказать о современном этапе по поводу возможной генерации водорода? Те же процессы, которые действовали тогда, действовали сейчас. И этот процесс идет, если говорить о во-первых, сейчас биогенные процессы добавились, некоторые бактерии не только поглощают, но и выделяют водород, но вот таким абиотический такой водород больше всего идет из процессов серпентинизации. А с точки зрения практического применения можно рассматривать эти процессы и ставить такие задачи соответствующими, интересантами? дали в первом липе. Значит, мой ответ такой. Такие задачи ставятся. Значит, сейчас более восьми, более сколько, более сорока стран подписали свои дорожные карты по развитию водородной энергетики, и в этих планов, включая Россию, есть задачи разведки, добычи природного водорода. Примеры такие есть, он, хотя вездесущий, он проникает через все, под большим давлением проходит через стекло и камень и так далее, но, тем не менее, залежи имеются, их немного, но они есть, и сейчас идет, даже у нас есть специальная такая тема, изучение механизмов генерации, миграции и накопления водорода в недрах. Спасибо. И второй вопрос, в заключении, вы сказали о содержании магнетита в тканях мозга. Да. Картинок не было, к сожалению, может быть подробнее об этом, может быть ссылку или же кто занимается? Вот Алексей Юрьевич и я были знакомы и знакомы с таким профессором Киршвинг его, Джо Киршвинг, работает он в посадине, это США, посадина США, да. Ну вот, и он занимался полиомагнитными исследованиями, а потом попутно, параллельно он занимался изучением кристаллов магнетита у магнитобактерий, которые широко распространены сейчас, дальше в нервных ганглях насекомых, в частности пчелах. Обозначили рыб, птиц, и в 92-м году он впервые доложил об открытии этих кристаллов магнетита в тканях человеческого мозга. А сейчас статья немного выходит на удивление, но вот последняя статья была о том, что создали искусственное такое магнитное поле, аналогичное земному, но отключили земное, изолировали людей и меняли это поле. Это вышло год-два назад. Постояние человека вот только... И человек ощущает его, он его фактически видит. Это может угнетать или наоборот? Нет, нет. А птица и рыба используют в части навигации. Спасибо. Известные факты, да. Спасибо. Сейчас у нас Александр Павлович расскажет, как оно было устроено на самом деле. Добрый день всем. Я хотел бы сказать, что Александр Сергеевич Кирин, он был долгое время один из самых активных участников подобных совещаний, конференций. И здесь уже в аудитории звучало о том, что неоднократно он обсуждал проблемы происходения жизни, и в частности мира РНК с Михаилом Яковлевичем. Безусловно, если бы он был сейчас жив и здоров, он бы присутствовал на этой конференции. Но вот поскольку его нету, я в миру своих сил попытаюсь донести его концепцию о том, как мир РНК мог создаться и эволюционировать, возникнуть. Александр Сергеевич Кирин, вообще-то говоря, не занимался происхождением жизни с самого начала и вряд ли в молодости думал, что ему придется этими вещами заниматься. Он посвятил практически всю свою жизнь изучению процесса биосинтеза белка, благодаря которому происходит реализация генетической информации клетки. Центральную роль в этом процессе принадлежит молекулам РНК. МРНК, ТРНК и рыбосомным РНК. И, значит, по мере того, как наука развивалась в 20 веке, стало понятно, что РНК самодостаточна. Это вообще единственный биополимер из известных нам, который умеет все. Он является матрицей для синтеза белка. Кстати, это было показано Александром Сергеевичем и Белозерским, его учителем еще в 1958 году. Александром Сергеевичем также было продемонстрировано, что РНК умеет образовать специфические трехмерные структуры. И, в частности, РНК формирует структуру рыбосом. Затем было показано, что РНК несет генетическую функцию. Она может служить матрицей для синтеза РНК, может служить матрицей для синтеза ДНК, катализировать биохимические реакции, в конце концов, то есть, подобно белковым ферментам. И, наконец, в 2000 году было продемонстрировано, что рыбосомная РНК, именно она, а не рыбосомные белки, катализирует образование пентинной связи в составе рыбосом. Собственно говоря, поэтому это означает, что для рыбосомы, именно процесса, который катализирует рыбосомы, белки не нужны, они нужны для каких-то других вещей. Поэтому отсюда стало понятно, что рыбосомы являются рибозимом, то есть, РНК-овым ферментом, и первичная рыбосома могла быть построена целиком из РНК. И вот открытие этого последнего установления этого факта и привело к тому, что у Александра Сергеевича не осталось сомнений в том, что жизнь возникла именно в форме РНК. И тогда он занялся проблемой происходения жизни. Поэтому вы видите, первая статья его посвященная проблеме происходения жизни, донатирована 2001 годом. Это как раз через год после того, как был установлен факт того, что рыбосом является рыбозимом. на самом деле о том, что РНК является первичной, по крайней мере по отношению к ДНК, но скорее всего по отношению к белкам, было сформулировано впервые именно в нашей стране учителем Александром Сергеевичем Андреем Николаевичем Белозерским. Вот он как раз вот эта фраза, которая приведена на экране, он сформулировал на международном симпозиуме происхождению жизни, который происходил в 57-м году здесь, в Москве. И только больше 10 лет спустя идея о том, что РНК первая возникла на земле при происхождении жизни была сформулирована криком и орговом. Ну, как всегда водится то, что сказано на Западе гораздо больше известно становится в мире, чем то, что сказано у нас, поэтому считается, что они являются отцами идеи происхождения жизни, РНК как мог возникнуть мир мир РНК. По этому поводу есть довольно много публикаций. Нуклеотиды это те кирпичики, из которых составляются молекулы РНК, могли возникать при газовых разрядах в духовой атмосфере, могли заноситься на Землю с метеоритами из космоса, могли синтезироваться глубоко в океане, в районе курильщиков черных и так далее. И также было показано, что из активированных, ну, то есть химически манифицированных рибонуклеотидов могли спонтанно синтезироваться олигонуклеотиды со случайной последовательностью. Но эти олигонуклеотиды были очень короткими, буквально несколько нуклеотидов длиной. Но как короткие олигонуклеотиды могли эволюционировать в длинные молекулы РНК? И вот здесь Александр Сергеевич воспользовался тем, что мы рядом работали. Он мой учитель, и я с ним работал всю свою научную жизнь, поэтому он знал все результаты, которые делались у меня в лаборатории. Мы часто обсуждали с ним и его идеи, и наши результаты. И он в частности понял, что открытая нами способность молекул РНК к самопроизвольным перестройкам и к самопроизвольным рекомбинациям могла бы как раз быть решением этого вопроса. Надо сказать, что это еще одно уникальное свойство РНК, которое отсутствует у других биополимеров, таких как ДНК и ГЛОК именно способны самопроизвольно менять свою структуру, усложняться, то есть расти в длину, рекомбинировать, то есть молекулы РНК могут обмениваться своими челюстями и так далее. И вообще-то, говоря, для этого ничего особенно не требуется. Вот эта самопроизвольная рекомбинация РНК, которая была открыта, она требует лишь самих РНК и губолитные катионы, ну, в частности, ион и магния. Мы не исследовали способность других металлов катализировать такой процесс, но, вероятно, могут они тоже это делать. Я думаю, что и марганец, и медь, скорее всего, это могут делать. Так вот, при этом, в отличие от полимеризации мононуклеотидов, для спорта их рекомбинации молекул РНК не нужна их предварительная активация. То есть, если у нас есть, уже каким-то образом образовались короткие олигонуклеотиды, то тогда они могут спонтанно рекомбинировать и таким образом давать начало дальнейшему процессу усложнения самопроизводного. Значит, посредством спонтанной рекомбинации, вот здесь показано, как это могло быть. Значит, олигонуклеотиды могли ассоциировать друг с другом комплементарными участками, и вот в местах стыка этих комплементарных участков, здесь они обозначены красными значками, квадратиками, могли образовываться между ними связи спонтанно, а вот лишние, так сказать, довески при этом отбрасывались. В результате получалась такая, могла образовываться двутяжные двуспиральные молекулы РНК. И Александр Сергеевич сперенит считал, что именно посредством спонтанных рекомбинаций, а не полимеризации мононуклеотидов могла осуществляться первичная репликация РНК. Но здесь вот вверху показана верхняя длинная матрица, к ней могли комплементарно опять так образом с ней ассоциировать короткие олигонуклеотиды, которые спонтанно могли между собой сшиваться, и таким образом получаться комплементарная цепочка. И эти две цепочки давали такой двутяжный продукт РНК. Однако проблема здесь возникает, которую до сих пор на самом деле практически никто позитивно и не решал. Таким образом на первичном мире РНК начала решаться проблема расплетания этого дупликса, поскольку матрицей может служить только одна нитевая молекула РНК. Двунитевая молекула РНК, она в этом смысле абсолютно инертна. Для того, чтобы пошла дальнейшая репликация, надо дупликс расплести. И эти две комплементарные цепочки РНК уже в одноклевом виде могут служить матрицей для дальнейшего синтеза РНК и для дальнейшей репликации. И вот Александр Сергеевич предположил, что в этой ситуации эту проблему в мире РНК могли решить молекулярные машины. Каким образом вообще откуда это всего? На самом деле в последнее время молекулярными машинами довольно много людей занимается, но до Александра Сергеевича никто даже не формулировал это таким образом. Он же сформулировал идею машины, правда назвал ее не молекулярно, а биохимическое, но по сути дела это то же самое, еще в 68 году, когда он предложил свою модель функционирующей рибосомы. Рибосома это собственно говоря частица, которая находится в клетках всех живых организмов. Именно она ответственна за трансляцию генетической информации, содержащейся в матричной РНК в последовательность полипептида, которая потом сворачивается в белок. Было известно уже к тому времени, в 68 году, что рибосома сделана из двух больших субиниц. Например, бактериальная рибосома, значит, малая субиница называется малой, она имеет массу примерно миллион дольтон, а соответственно большая субиница 2 миллиона дольтон. Это огромные массивные вещи. Поэтому было известно, что аминоосыл ТРНК, то есть субстрат для синтеза белка, который взаимодействует с матрицей, с кадонами на матрице, она взаимодействует с малой субчанчистой рибосом. А вот пептидил ТРНК, то есть это ТРНК тоже с растущей полипептидной цепочкой, она находится на большой субчастице рибосом. И вот Александр Сергеевич предположил, что каким образом происходит объединение, то есть внедрение, включение очередной молекулы аминокислоты в растущий пептид. Это происходит благодаря тому, по его мнению, что открытые или раздвинутые до того субиницы субчастицы рибосом смыкаются и при этом сближаются аминокислота, приносимая ТРНК и пептид растущий. И тогда происходит вот пептидил в трансферазном центре рибосомы, который, как мы уже говорили, сделан целиком из РНК, происходит пептидил в трансферазной реакции. При этом соответственно растущий пептид удлиняется на одну аминокислоту. И вот такое чередование открывания и закрывания рибосомы и составляет собственно говоря суть механизм ее работы. А кто двигает, что приводит движение вот эти огромные массы рибосомных субчастиц? На самом деле к тому времени уже было открыто, что на осид из каждой пептидной связи расходуются две молекулы ГТФ. Но ГТФ это примерно то же самое что и АТФ. Там только основание другое, не аденозин, а гуанозин. И он тоже является как говорят макроэргическим соединением, то есть источником энергии. К тому времени уже была принята концепция, что источником энергии для мышечного сокращения является АТФ. И соответственно автоматом, раз там участвует гидролиз ГТФ, то источником энергии для синтеза белка является ГТФ и соответственно именно ГТФ является так сказать тем энергетическим субстратом, который питает вот эту вот молекулярную машину, рыбосому. Приводит действие движение вот этих субъединит относительно друг друга. однако это уже еще в то время Александр Сергеевич в 1978 году формулировал, пришел к выводу о том, что ГТФ не может быть источником энергии для движения рыбосомных субчастиц. Хотя бы потому, что рыбосома может транслировать МРНК, как было показано и в частности ими тоже, и в осуществии гидролиза ГТФ. Только в осуществии гидролиза ГТФ этот процесс происходит абсолютно точно так же, как химический, биохимический и так далее. Только скорость этого процесса примерно на два порядка ниже, чем скорость в присутствии гидролиза ГТФ. А вот уже в 2000-х, в начале 2000-х годов, когда уже проблема мультиарных машин стала широко обсуждаться, сюда присоединились физики, тогда наконец стало понятно, что та энергия, которая выделяется при гидролизе нуклеозид-3-фосфата, это ничтожно малая величина по сравнению с той энергией, которая с мощностью ударов растворителя по молекулярным машинам, в которых находятся молекулярные машины. В частности, было оценено, что примерно в миллиарды раз различаются эти мощности. Это мощность ударов молекул растворителя по молекулярным машинам, и, собственно говоря, та мощность, которая может производиться за счет гидролиза нуклеозид-3-фосфата. А что же тогда делает гидролиз-ГТФ в рибосоме? Вот это как раз Александр Сергеевич исследовал и оказалось, что на самом деле уже я сказал о том, что в отсутствии гидролиза-ГТФ процесс биосинтеза белка идет, идет точно по тому же самому механизму, разница только скоростя, за счет чего достигается увеличение скорости. За счет того, что факторы лангации, которые, собственно говоря, являются ГТФ-фазами, вместе с молекулой ГТФ, факторы лангации, присоединяясь к гидролизу, фиксируют ее в определенном состоянии, либо закрытом, либо покрытом. На самом деле там еще некоторые вещи фиксируются, в результате процесс начинает происходить по выделенным траекториям. И то Броновское движение, те молекулы растворителя, которые бомбят рибосому в это время, они могут, им позволено перемещение производить только в определенном направлении. только в этом заключается катализ, его еще Александр Сергеевич называл энтропийным катализом, так что здесь не меняется энергия активации ревниуса вообще. Энтропийный катализ происходит, но если, и было показано, что то же самое можно добиться, если вместо ГТФ взять его негидролизуемый аналог. То есть в комплексе с негидролизуемым аналогом ГТФ фактор фиксирует рибосомы и ускоряет соответствующую стадию синтеза белка. Однако, если там негидролизуемый аналог, то есть ГТФ не гидролизуется, то тогда вся эта ситуация фиксируется надолго и вместо ускорения получается общее замедление процесса. Вот именно для того, чтобы убрать фактор из рибосомы и разрешить процессу и идти дальше и используется гидролиз ГТФ. После гидролиза ГТФ фактор теряет раствор и босомы, уходит из нее и позволяет следующему фактору туда сесть и дальше процесс пошел. Соответственно, благодаря тому, что там гидролизуется ГТФ, увеличивается вероятность осуществления этого процесса и скорость его тоже. Но, собственно говоря, гидролиз ГТФ не является источником энергии для рибосомы как молекулярной машины. Источником энергии там является Бровновское тепловое движение, а вот храповиков, которые придают этому процессу одно направление, это является как раз синтез образования полипептида, который необратим. вот если бы полипептид мог, это образование полипептидной связи было обратимым, то все бы возвращалось обратно после гидролиза ГТФ и так далее, и вовсе никакого пептидной связи не образовывалось. Именно энергия образования пептидной связи является тем самым храповиком феминовским, который позволяет броновское движение использовать для совершения полезной работы. Однако, как это можно было бы применить, эту идею молекулярных машин, развитую Александром Сергеевичем, для решения проблемы разрушения дуплекса РНК, который образуется в результате комплементарного копирования. Мы могли бы на самом деле уже здесь упоминалось ПЦР в предыдущем докладе, полимеразная цепная реакция происходит, осуществляется с циклическим изменением температуры. При низкой температуре относительно происходит полимеризация ДНК, то есть копирование матрицы, но образуется дуплекс, который является инертным, для того, чтобы процесс пошел дальше, необходимо его расплесить, для этого поднимают температуру в ПЦР-машине, и таким образом ДНК расплавляется, появляются одноцепочные молекулы, которые при следующем понижении температуры копируются и образуют свои нитевые продукты. Можно допустить, что подобные циклические изменения, суточные изменения температуры происходили на ранней Земле или где-то на каком-нибудь другом космическом теле, и таким образом эта проблема решалась таким образом путем расположения термического. Однако понятно, что такой процесс может происходить только очень медленно, один цикл в сутки репликации РНК. И надо было это как-то дело ускорять. И вот здесь Сан Сергеевич считал, что можно использовать идею молекулярных машин. Значит, рибозим, который осуществляет копирование молекулы РНК, комплементарное, он обладает некой массой. В процессе эволюции вот такой очень неэффективный, очень медленно он мог увеличиваться сам в размере таким образом, что аккумулировать большее количество энергии из теплового движения. На самом деле, видите, за счет чего происходит расплавление двухспиральной молекул ДНК или РНК при повышении температуры. Благодаря тому, что молекулы растворителя по нему бомбят и таким образом разбивают целостность этой двуцепочной молекулы. Но то же самое и мощность таких ударов естественно при повышении температуры увеличивается. Но кумулировать мощность энергии ударов можно не за счет только повышения температуры, но и за счет увеличения размером мишени, по которому бьет молекулы растворителя. И по-видимому в этом дело и заключалось. По мере увеличения размера рибозима он начинал расплавлять дуплекс при более низкой температуре, пока наконец не достигся такой размер, что это стало возможным. Появилось фактически рибозим стал макулярной машиной и появилось за счет броновского движения в эзотермических условиях и расплавлять двуцепочную молекулу и таким образом осуществлять процесс репликации ранка в эзотермических условиях. Я собственно говоря вот этот слайд уже и рассказал. Однако как происходила эволюция? Вот здесь слайд, который я взял из пиринских лекций, это Дарвин и Дарвиновский пруд, потому что по мнению Дарвина, который собственно говоря отец теории эволюции организмов, он подполагал, что жизнь зародилась в маленьком теплом пруду, который получил название Дарвиновского пруда. И там могли случайно образоваться белковые молекулы, которые как-то там потом превратились в организмы. Однако по мнению Александра Сергеевича опять-таки все, что я здесь рассказываю это его концепция. Эволюция молекул в Дарвиновском пруду невозможна, потому что если, например, возникает эффективный рибозим, одинаково хорошо реплисировал бы как редкие молекулы ранка, обладающие полезными войсами, так и огромную массу балластных молекул, которые ничего не умеют. На самом деле основной его работа шла бы на воспроизведение размножения балласта. Это очень неэффективно, а, собственно, эффективных молекул и себя самого он бы размножать и не смог. Чтобы, естественно, отбор начал работать, необходима какая-то форма компарментализации, чтобы обособить ансамбль молекул РНК, которые в сотрудничестве могут что-то хорошее производить. на самом деле эта идея компарментализации, необходимости компарментализации для эволюции, она была сформулирована еще Александром Ивановичем Апарином в начале XX века. Но он говорил, что именно тогда, когда выпал гель, образовался первоуродный студен, то тогда и совершился переход органического соединения в некое тело организованное и, собственно говоря, компарментализация обособления это необходимое условие для естественного отбора. Апарин считал, что происходит компарментализация в коассерваторах. Это сгустки такие белковые и вот он даже потратил много времени и экспериментально показывал, что действительно такие округлые образования из белков спонтанно могут образоваться коассерваты. Веда однако в том, что в мире РНК белков еще не было. Их еще предстояло жизни изобрести. А еще были другие предположения, как могла бы происходить компарментализация молекул РНК и их ансамблем эффективных. Вот Шосток, например, вауриат Домбельской премии, который тоже занимался проблемой происходения жизни, он, например, считает, что ансамбли молекул РНК могли бы компарментализоваться в липосомах и таких водных пузырьки, окруженные липидной мембраной. Однако в мире РНК липидов тоже не было. Более того, там с липосомом есть еще одна проблема. Они окружены белковой липидной оболочкой, которая непроницаема не только для воды, но и для растворенных в воде веществ, в частности нуклеотидов. Таким образом появлялась компарментализация решалась, но появлялась проблема доставки внутри липосомы субстратов для синтеза РНК из окружающей среды. Вот, другая проблема. И вот Александр Сергеевич опять-таки из-за того, что с нами постоянно общался, а мы к тому времени показали, что можно образовывать, растить молекулы, размножать молекулы РНК не только в воде, но и в геле, в пористой среде. И тогда они распространяются не по всему объему молекулы РНК, образуют такие молекулярные колонии. Вот здесь вот они показаны, это такие пятнышки, которые окрашены бромистым этидием. Вот просто нуклеидовые кислоты обладают способностью окрашиваться бромистым этидием. Когда это одиночные молекулы, то пятнышек нет, но когда вот это образуется пятнышко, оно содержит порядка 10-10 степени копий РНК, вот тогда оно хорошо окрашивается бромистым этидием. И таким образом вот вам и компактентализация. То есть это молекулярные колонии. Более того, поскольку они не окружены какой-то гидрофобной мембраной, эти колонии туда могут свободно проникать суммстраты для синтеза РНК. Почему собственно говоря колонии образуются? Ну вот потому что мы предполагаем молекулы РНК, здесь показаны рибосомы, просто для того, чтобы понять о какого размера идет речь. Это примерно сетка огорозного геля. Так вот рибосомы, например, это примерно сопоставимый их размер с размерами пор этого огорозного геля. Ну вот молекулы РНК, которые могут быть достаточно длинными и не такими компактными, как рибосомы, они как бы окажутся пойманы в этой сети. А соответственно маленькие молекулы, такие как нуклеотиды, могут свободно дефундировать сюда в этой самой гелии. Таким образом происходит эффективное размножение РНК. Что предположил Александр Сергеевич? Он модифицировал идею Дарвиновского пруда. Этот пруд, если все хорошо, только давайте мы позволим ему высыхать. Если он высох, то то, что было в нем растворено, сконцентрировалось, осело на дне пруда. А он, скорее всего, был сделан из глины. И вот в этой самой глине и могли в пористом веществе расти молекулярные колонии РНК. И там концентрация нуклеотидов, кстати, была больше, потому что за счет высыхания пруда они сконцентрировались. И пока не было очередного дождя, который бы опять наполнен сильного ливня, который наполнил этот пруд, вот они осели, пруд высох, они бы себе росли в виде колоний. При очередном обводнении этого пруда часть молекул РНК, часть этих молекулярных колоний бы растворилась, перешла бы в водную фазу, таким образом они могли бы распространяться по всему объему пруда и контактировать друг с другом тоже. В частности, это могло бы обеспечить процесс скрещивания молекул между собой. После очередного высыхания пруда эти молекулы бы заняли новые места и те, которые эффективно бы размножались, давали бы большего размера молекулярной колонии. Вот таким вот образом Александр Сергеевич считает и мог происходить естественный отбор, то есть отбирались бы наиболее эффективно размножаемые молекулы. Более того, подобно микроорганизмам, кусочками глины, которые, скажем, высохли, ветер подул, кусочками глины колонии РНК, которые в них внедрены внутрь, могли бы распространяться на большие уже расстояния либо потоками воды, либо ветром. И дальше Александр Сергеевич считает, что в принципе этот процесс мог бы происходить где угодно, не обязательно на земле. Ядрах вот здесь уже упоминалось или на других планетах. Но для возникновения мира РНК должны были бы вот такие условия обеспечены. Наличие жидкой воды и особирующих поверхностей, это для того, чтобы могли образовываться молекулярные колонии, осуществление циклов подсушивания и увлажнения, нагревания и охлаждения, замораживания и оттаивания. Но это еще может быть на более ранних стадиях, когда еще не было молекулярных машин возникло. Ну и защита от космического излучения. Ну и дальше в качестве этого финала на своей лекции, посвященной вручению ему золотой медали Ломоносова в 2002 году, он сформулировал таким образом, что, я уже кончаю, что мир РНК, по сути дела, он сохраняется до сих пор. Он одет белками. Часть функций это долговременное сохранение генетической информации взяла на себя ДНК, более инертная молекула по сравнению с РНК. Конечно, процессы стали идти быстрее, более эффективно, благодаря участию ферментов и так далее, всей этой пространственной организации биохимических процессов, но, тем не менее, мир РНК, то есть, составляет по-прежнему дядро жизни. И здесь я хотел бы предоставить заключение слова самому Александру Сергеевичу. Я не знаю, что, 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 работе, а, и, 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 что, вот, но это, собственно говоря, я написал текст, я не был уверен, что удастся это озвучить, поэтому я написал текст, вот это, собственно говоря, это самая финальная фраза резонская идея. Отсюда можно представить, что он к этому относился, как это сказать, ну, не то, что с юмором, но для него это было именно гимнастика ума. Но, тем не менее, мне кажется, я не могу сказать, что я очень сильно исследовал глубоко статьи по происхождению жизни, но с того, что я видел, мне кажется, это самая целостная, наиболее гармоничная концепция, которая действительно отвечает на основные вопросы, основные проблемы, которые бы возникли, если бы вот жизнь стала возникать таким путем через Иранька. Спасибо. Спасибо. Хорошо пошло. Спи, пищи для ума, пошло очень хорошо. Коллеги, в зале у нас есть вопросы? Все понятно. Нет. А что вы нам ее взяли? А это потому, что, собственно говоря, это не важно, какой именно субстрат, какая именно глина. Мон-мареланид, я согласен, но это, у меня время, вы видите, мне уже показали, что пора кончать, поэтому время уже ограничено. Но вопросы есть. Нет, конечно, есть глины, вот Мон-мареланид, в частности, который, помимо того, что он обладает пористой структурой, и таким образом в нем могли образовываться вот мунифлярные колонии, он также сам по себе является эффективным катализатором вот этих процессов, связанных с всякой биохимикой. Это было показано в работе Ферриса довольно хорошо. Поэтому, действительно, могут быть глины, которые более приспособлены, более эффективны, и работать в качестве первичных катализаторов. Ну, может быть, там и всякие металлы тоже работали в качестве первичных катализаторов. Это уже другое дело. В данной ситуации Александр Сергеевич пытался ответить на вопрос, как обеспечить компартаментализацию вот в первичном мире РНК. Это главное для него было. А это вот эта же деталь. пространственная вещь. Ну, и сейчас я говорю про то, что Александр Сергеевич говорил. Спасибо. Так, еще вопросы? Шахстан. Ну, я не сомневалась. Очень интересно. Спасибо большое. Спасибо. Вы несколько, вот такой момент. Вы сказали о том, что предполагалось вот время плавления и время высушивания примерно сутки. А какова минимальная, максимальная частота вот этого процесса может быть осуществлена? Могу бы я это сделать за секунду или за долю секунды? Вы это можете сделать очень быстро. Как быстро? А вот как же в ПЦР-прибор поместить свою реакцию? И он бы охлаждал в течение, там он буквально в течение минуты нагревает, в течение минуты охлаждает. То есть характерное время это минута? Да, но это не касается древней земли. Там это вот пока ночью, это холодно, днем, тепло. Вот на древней земле свидетелей нет. Нет, конечно. Вот это не очень приятно. Там это медленнее было бы несколько. Нет, а все-таки вот по биохимии, вот насколько это быстро можно было бы делать? По биохимии на самом деле есть, конечно, проблема. Пока это дело шло за счет спонтанных взаимодействий между олигонуклеотидами. Это, конечно, очень медленно и неэффективно. Это вряд ли возможно сделать в лаборадонных условиях. Нам удалось обнаружить это вообще сам процесс спонтанных изменений в составе структуры РНК только благодаря молекулярным колониям. Что мы делали? Мы брали большое количество фрагментов РНК, из которых сделана РНК, которая может размножаться вот этим ферментом, в частности, кубет-репликазой. Каждая половинка не может размножаться. А вот если они обвиняются, то появляется репликтурующаяся молекула, которая может размножаться. И благодаря молекулярным колониям, потому что мы могли увидеть продукты единичных, единичные молекулы, продукты такой реакции благодаря молекулярным колониям, мы обнаружили этот процесс. Да, но сколько это? Это примерно, ну скажем так, 10 минут 10 степени вероятность за одну минуту, например. Боже, эту вероятность может увеличить за репликтуру увеличение общего количества. можно понять и за счет времени. И поскольку времени все-таки ограничено, я постараюсь теперь сформулировать, почему я это спросил. Дело в том, что Александр Сергеевич закладал очень большие времена на мир РНТ. Это 100 миллионов лет. Поэтому, если мы могли бы, вот практически уже почти ответили на мой вопрос, за счет убыстрения вот этого процесса дупликации, вот, на много порядков, могли бы мы тогда сократить вот этот весь период времени, ну хотя бы в 100 раз? Ну, это все равно для нас было бы мало, наверное. Мы вряд ли бы прожили и 100 миллионов, миллион лет, вряд ли бы нам удалось прожить. Нет, мы с вами подняли, а вы все-таки вот это. Потому что, как я понимаю, вот, вы сутки отвели, сутки с минутами сильно отличаются, по-моему, даже больше, чем на 10 порядка. Во-первых, все-таки на ради земли сутки были короче, а во-вторых, если мы переносимся не на землю, а на душе тела, но и ветра, они вообще могут вертеться. Даже для того, я поэтому не... Нет, я думаю, что можно было бы делать некие эксперименты в этом отношении. Я думаю, что может быть. Третий человек, который... Я не уверен, что это быстро бы привело к успеху, но... Но я не против. Спасибо. Благодарим еще раз доколчить. Спасибо огромное. Вот это все. Спасибо. И он нас следующее, Никита Александрович. Никитина нас сейчас расскажет вот за последние 10 лет, что нового мы получили. для нас тоже интересный вопрос. Мы в 16-м году собирали похожую конференцию, и не за 10, а за 8, но хотелось бы выяснить все это. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Для меня большая честь выступать перед такой солидной аудиторией. Я гораздо чаще выступаю перед студентами, школьниками или простыми людьми, интересующимися научно-популярными вещами, но благодаря Валерию Николаевичу, пригласившему меня сюда, я могу рассказать это и вам. Да. Когда меня, наверное, еще на свете не было. Я 82-го года рождения. Итак, тема, которую меня просили раскрыть, что нового в вопросе происхождения жизни открыта с 2014 года, она, конечно, слишком широка, чтобы ее раскрыть в ограничении 30 минут, которые у нас на доклад, но я попробую выделить те достижения, которые мне кажутся самыми важными. Значит, процесс происхождения жизни от полностью неживых систем и до клеточной жизни естественно происходил во много стадий. Промоделировать весь этот процесс в одном эксперименте естественно невозможно, потому что это займет слишком много времени и потребует в лаборатории размером порядка земли, поэтому этот процесс изучается по частям. И можно приблизительно разбить эксперименты, посвященные частям абиогенеза, на несколько групп. Эксперименты по абиогенному синтезу различных классов биомолекул, таких как аминокислоты, сахара, нуклеотиды и так далее. Эксперименты с простыми самореплицирующимися системами и в основном конечно это эксперименты с РНК, с каталитическими РНК, рибозимами в рамках теории мира РНК. Это изучение эволюционного перехода от мира РНК к миру РНК-белков, то есть прежде всего вопросы происхождения рибосомы генетического кода и кодированного белкового синтеза. Это изучение эволюционного происхождения других сторон клеточной организации, таких как геном из ДНК, клеточная мембрана и так далее. И происхождение эукариотной клетки, которая устроена гораздо сложнее, чем бактериальные и архейные, и судя по всему имеет более позднее и более сложное происхождение. Итак, ситуация с абиогенным синтезом биомолекул. Это очень давняя область, которая так осознается как минимум с эксперимента Миллера и Юрии, но даже и более старой работы вплоть до синтеза мочевины Веллером в 19 веке. Если бы он это опубликовал скажем 50 лет назад, это было бы тоже отнесено к экспериментам по предбиогенной химии легко. К 2014 году были известны различные биогенные пути синтеза аминокислот, пути синтеза пуриновых и перимединовых нуклеотидов, но всех по отдельности. То есть крупный успех до этого это работа кембриджской группы Сазерленда, где они получили перимединовые нуклеотиды, не проходя через стадию отдельных сахаров или отдельных азотистых оснований, через другие промежуточные продукты, такие как оксозолы и рабиноаминоксозолины. Но это было только для перимединовых нуклеотидов, пуриновые в тех же условиях не получались, и было совершенно непонятно, как это совместить с синтезом других классов биомолекул. Для того, чтобы говорить о возможности мира РНК, надо сначала воссоздать условия, в которых абиогенно будут синтезироваться все четыре нуклеотида, необходимые для нуклеиновых кислот. Потому что из обедненного набора нуклеотидов, из трех или из двух нуклеотидов, рибозимы образуются гораздо менее охотно и беднее по каталитическим возможностям. Это тоже экспериментально было проверено. И важная подзадача, которая лично мне кажется важной, которая раньше не уделялась совсем никакого внимания. Это поиск путей абиогенного синтеза терпена. Почему это важно? Потому что в клеточной жизни есть два типа химии мембранных липидов. Один тип это бактериально-эукариотный эфиры глицерола и жирных кислот. Другой тип это архейные мембраны эфиры глицерола и терпеноидных спиртов. Так вот, сравнительная геномика показывает, что липиды на терпеноидной основе древнее. У лука, у общего предка бактерий и архей не было синтеза жирных кислот, но был синтез терпенов. Бактерии умеют синтезировать терпены, хотя они не являются основным компонентом их мембран. Архей не способны синтезировать жирные кислоты, за редким исключением. То есть, сравнительная геномика нам указывает, что надо искать не абиогенные пути синтеза жирных кислот и липидов с ними, то, что, например, пытался Шосток использовать в своих экспериментах по протоклеткам, а пути абиогенного синтеза скорее терпенов. Кстати, терпеноидные мембраны могут быть более проницаемыми, чем мембраны из жирных кислот, и, главное, более устойчивыми к двухвалентным катионам, к кальцию и магнию, что в контексте мира РНК как раз очень хорошо. Какие новые идеи можно выделить в работах по абиогенному синтезу начиная с 2014 года? Ну, во-первых, контринтуитивная для обычных классических химиков идея смешивать сразу много исходных веществ. Казалось бы, это очень сильно расширяет возможную комбинаторику и должно приводить к изобилию побочных продуктов и малому выходу целевого продукта, но, тем не менее, во многих экспериментах как раз этот подход привел к успеху. И новые подходы к изучению таких сложных химических систем, системная химия, системная хемистри тоже продолжает развиваться. Второй важный момент, это что почти во всех важных работах используются ультрафиолетовые излучения и условия периодического высыхания, о важности которого как раз говорил и предыдущий докладчик в контексте уже более поздней стадии уже мира РНК. Третье это использование фосфора не только в виде фосфатов, как всегда делали раньше, но и в виде более восстановленных форм фосфитов и гипофосфитов. То, о чем давно говорили геохимики, потому что у фосфатов во-первых, есть проблема с растворимостью, основной фосфат в земной коре, фосфат кальция, апатит, нерастворим, а фосфиты и гипофосфиты хорошо растворимы и поэтому биодоступны. И для них есть для древней Земли два важных потенциальных источника. Первый это метеориты гидролиз шрейберзита, фосфида железа, входящего в состав некоторых метеоритов. Второй вулканический, восстановление апатита двухвалентным железом в лаве при высоких температурах, приводящее к выделению оксида фосфора П4О6 с вулканическими газами и при попадании его в жидкую воду образованию фосфита. И еще один новый подход очень широкое применение различных соединений серы и простых как сероводород и диоксид серы и более сложных таких как теозолы в абиогенных синтезах продуктов не содержащих серу сахаров и нуклеотидов. Хотя сера не входит в этом случае в конечные продукты, она выполняет важные роли на промежуточных стадиях. Значит первая важная и большая резонансная работа из последнего десятилетия это 2015 год цианосульфидный протометаболизм. Расширение следующая работа группы Сазерленда попытка одновременного получения аминокислот и перимединовых нуклеотидов из таких простых предшественников как формальдегид и цианиды. То есть они смешивали сразу и формальдегид и цианиды и фосфаты и для восстановления в этой системе они использовали сероводород и цианокупраты в качестве катализатора в качестве фотокатализатора восстановление там идет на свету. И получили в качестве промежуточных продуктов простые сахара гликоальдегид и глицеральдегид при реакции Киллиани-Фишера перимединовые нуклеотиды из них через аминооксозолины и в побочных ветвях этой сети реакции получилось 10 из 20 протеиногенных аминокислот в одной системе в одних условиях. Правда, там не получилось пуриновых нуклеотидов и это главный недостаток. Конечно, это и работает. И дальше они как раз попытались получить пуриновые и перимединовые нуклеотиды одновременно. Например, в 2017 году они опубликовали результаты, которые получаются при добавлении в систему тилцианата и получается действительно 4 рибонуклеотида канонические перимедины цитидин и уредин и 8 оксопурины 8 оксогуанин и 8 оксоадеин. С одной стороны это вроде бы не очень хорошо потому что 8 оксопурины не образуют канонических плодцинк-риковских пар с другой стороны возможно есть какой-то механизм их дальнейшего восстановления до перимединов и более того 8 оксогуанин обладает интересными фотохимическими свойствами напоминающими лавин изоалоксозин основу витамина В2 в том числе 8 оксогуанин может при освещении фиолетовым или ближним ультрафиолетом чинить тиминовые димеры по соседству с цепочкой РНК. Другая попытка получить фурины и перимедины одновременно от этой же группы с помощью сероводорода и освещения на последних стадиях реакции получили 4 нуклеотида но в не совсем той стереохимии рибозы не в фураноконфигурации а в арабиноконфигурации Впрочем с двойной спиралью такие нуклеотиды совместимы можно из них построить аналог РНК и замер который будет совместим по геометрии двойной спирали с привычной нашей РНК хотя тогда подвисает вопрос об эволюционном переходе от такой прото-РНК к современной Следующая их попытка с добавлением отдельно синтезированных пуриновых азотистых оснований это не сильная натяжка пуриновые азотистые основания очень легко образуются из синильной кислоты получили смесь двух рибонуклеотидов пирамидиновых и дезоксирибонуклеотиды пуриновые то есть из которых в принципе возможен синтез такой химерной нуклеиновой кислоты сочетающей рибозу и дезоксирибозу в одной цепочке Другие важные работы не про одновременные синтез азотистых оснований например красивая работа про участие диоксида серы в превращениях формальдегида превращения формальдегида в различные сахара по механизму реакции Буклерова а также участие его в синтезе нуклеотидов по работам группы Сазерленда давно известно и оказалось что диоксид серы во-первых подавляет побочные реакции прежде всего окисление формальдегида в муравьиную кислоту диоксид диоксид серы позволяет создавать длительный запас формальдегида в виде гидроксиметан сульфаната и аналогично диоксид серы может создавать запасы и других альдегидов гликоальдегида и глицеральдегида подавляя побочные реакции этих альдегидов тоже и не мешая и даже помогая превращению их в высшие сахара и в нуклеотиды и наконец с фосфитом с восстановленной формой фосфора при реакции с элементарной серой или сероводородом при освещении получается тиофосфат и также при освещении в условиях дня тиофосфат оказывается эффективным восстановителем и при помощи тиофосфата из цианида и формальдегида получаются не только низшие сахара в ликой глицеральдегид но и вплоть до рибоза с неплохим выходом и с тиофосфатом из тех же исходных веществ с цианида и формальдегида получаются вот то что тут в нижнем левом углу изопентил пирофосфат предшественник терпена то чего в биогенных синтезах раньше ни у кого нигде не было и долго даже не знали что это надо искать то есть намеки на путь к биогенному синтезу терпеноидных липидов есть так идем дальше следующие важные достижения на пути получения саморефлицирующихся молекул РНК это было очень популярное направление исследования как только появился метод селекс в конце восьмидесятых сразу много научных групп стали пытаться получить вот этот вот священный грааль простейшей формы мира РНК Рибозим с активностью РНК зависимой РНК полимеразы который выкопировал сам себя и все девяностые и нулевые годы активно работали в этом направлении и набили немало шишек этот подход не принес удовлетворительного результата не принес Рибозима способного копировать сам себя зато показал около десятка серьезных препятствий на этом направлении то есть необходимость расплетания дуплекса необходимость праймеров крайне малую процессивность этих Рибозимов очень высокие требования концентрации магния большинство из них работают при концентрации магния выше 100 миллимоль это заведомо не физиологическое это в десятки раз выше чем в клетках большое количество ошибок не позволяющие преодолеть порог Эйгена и большие размеры самих этих Рибозимов то есть Рибозимы полимеразы имеют длину порядка 150 или 200 нуклеотидов это гораздо длиннее чем все известные способы абиогенной полимеризации которая должна бы дать первую молекулу РНК поэтому стали пробовать новые подходы например вспомогательные молекулы такие как катионные короткие пептиды использовать репликацию РНК не из мононуклеотидов а из тринуклеотидных субстратов использовать кросс хиральную репликацию то есть некоторое отхождение от принципа хиральной частоты когда у нас Рибозим из РНК одной хиральности а субстрат из РНК другой хиральности и применение новых физических факторов температурные градиенты термофорез и процессы на границе раздела воды и воздуха с катионными пептидами идея на самом деле лежала на поверхности потому что и крупнейший клеточный рибозим рибосома и рибозимная РНК и многие другие клеточные рибозимы работают вместе с катионными белками или хотя бы катионными пептидами которые необходимы для их компактного сворачивания для компенсации глобального отрицательного заряда РНК и искусственные рибозимы полимеразы которые никогда не отбирались на совместную работу с катионными пептидами ускоряются этими пептидами примерно на два порядка более того простейшие синтетические катионные пептиды такие как деколизин или декорнитин работают практически не хуже и в экспериментах с отбором селекс на работу рибозима с пептидами был получен рибозим который в сто раз активнее предка причем он даже без пептидов в сто раз активнее предка и при наличии пептидов ему достаточно два миллимоля магния а не 200 миллимоль как предковый форм то есть катионные пептиды позволяют повысить активность рибозима в полимераз очень сильно решая проблему со скоростью репликации и требования к магнию привести к каким-то реалистичным триплетный синтез помог решить другую проблему рибозимов полимераз то что они очень плохо реплицируют матрицу содержащую шпильки содержащую локальные двуспиральные участки это важно потому что сами рибозимы активные содержат много шпилок и при отборе рибозима на способность соединять триплеты был получен рибозим который может практически из триплетов собрать ну не полную свою копию но пять частей своей копии которые дальше нековалентно соединяются в активный рибозим и триплеты в отличие от одиночных нуклеотидов окружая матрицу разрушают на ней шпильки таким способом матрицы богатые шпильками реплицируются достаточно эффективно кроссхиральная репликация одна из основных механических проблем в работе рибозимов рНК полимераз это образование локальных двуспиральных участков между частью матрицы и частью рибозима когда и рибозим состоит из право хиральной рНК и матрица состоит из право хиральной рНК и рибозим должен копировать сам себя это неизбежно то есть матрица застревает на рибозиме блокируя репликацию надолго или навсегда но если рибозим и субстрат состоят из рНК разные хиральности, то образование дуплексов между ними будет подавлено. И в экспериментах лаборатории Джеральда Джойса они уже в 2009 году получили рибозим-легазу кросс-хиральную, которая, состоя из правой РНК, сшивает левую РНК, а её зеркальная копия из левой РНК работает с правой РНК. Но и дальше они пытались на основе этой легазы получить рибозим и полимеразы. К сожалению, у них не очень хорошо получилось, у них получился рибозим-полимераза, который работает быстро, но не точно. Он очень любит гуанин, он ставит его вместо аденина и часто даже вместо цитозина. Но, по крайней мере, проблема застревания так решена. Может быть, если начать этот опыт независимо без промежуточной стадии легазы, может быть, они получат эффективный кросс-хиральный рибозим-полимераза. И теперь с применением температурных градиентов и тепловых ловушек. Вот это, кстати, ответ к дискуссии с предыдущим докладчиком о чистоте температурных колебаний. В геотермальных условиях, как в морских гидротермах, так и на суше, есть пористые минеральные осадки, подогреваемые геотермальным теплом с одной стороны. И в узких порах, в условиях температурного градиента, возможно сочетание термофореза и конвекции, приводящие, во-первых, к очень сильному концентрированию крупных растворенных молекул, таких как РНК, во-вторых, к частым колебаниям температуры, которым подвергаются эти растворенные молекулы РНК, попадая в конвективный цикл. Эти колебания температуры могут происходить чаще, чем раз в минуту в порах подходящего размера. Вот на фотографии прорисована длинная тонкая пора в реальных гидротермальных отложениях со щелочных гидротерм Лофт-Сити. Шириной порядка миллиметра и длиной более 50 миллиметров. Вот такие длинные тонкие капилляры являются идеальными тепловыми ловушками, которые способны накапливать РНК до высоких концентраций, способны накапливать нуклеотиды и способны за счет термоциклинга стимулировать репликацию РНК. Более того, неравновесные условия в этой системе температурный градиент сам по себе способствуют полимеризации, даже без учета того, что молекула плавает от теплой стенки к холодной и обратно. Даже если ее иммобилизовать, чтобы она была все время вместе с одной температурой, температурный градиент все равно каким-то образом помогает полимеризация. Дальше. Переход от мира РНК к миру РНК белков. Была серия работ от разных авторов, которые последовательно отрезали куски от большой рибосомной РНК, РНК большой субъединицы, так, чтобы у нее сохранилась пептидилтрансферазная активность. И пока рекорд – это сокращение до двух кусков по 74 нуклеотида. Двух симметричных половинок пептидилтрансферазного центра. То есть такие маленькие фрагменты пептидилтрансферазного центра уже проявляют пептидилтрансферазную активность. Это показывает, что, в принципе, возможно, была проторибосома без малой субъединицы, которая могла соединять аминокислоты в какую-то пептидную цепочку, но еще не могла использовать матричную РНК для контроля последовательности этого пептида. Контроль последовательности происходил какими-то другими, более простыми способами. Дальше были получены новые доказательства, так называемые гипотезы Родина-Она, выдвинутые еще в 90-х годах нашим генетиком Сергеем Родина в сотрудничестве с японцем Зумзуму-Она о происхождении двух классов ферментов аминоацилто-РНК-синтаз от одного предкового гена. Значит, аминоацилто-РНК-синтазы – это ферменты, которые присоединяют аминокислоты к транспортному РНК. Их в каждой клетке 20 штук по количеству аминокислот. И они делятся на два класса – первый и второй. Между этими классами, на первый взгляд, нет ничего общего ни по аминокислотной последовательности, ни по трехмерной структуре белка. То есть они производят впечатление совершенно независимо появившихся ферментов с одной и той же активностью. Но при этом между ними есть странная симметрия. Во-первых, почти во всех клетках есть 10 аминоацилто-РНК-синтаз первого класса и 10 второго. Они практически поровну делят и аминокислотный алфавит, и кодоны. У одного класса – 32, кодона в обслуживании, у другого – 29. И они узнают транспортно-РНК с двух разных сторон – с большого желобка акцепторного стебля и с малого желобка. То есть между ними есть подозрительная симметрия, которую сложно было бы ожидать, если бы они возникли независимо. Сергей Родин и Судзуму-Она, анализируя последовательности аминоацилто-РНК-синтаз и кодирующих их генов, показали, что каталитическое ядро ферментов обоих этих классов можно закодировать одной нуклеотидной последовательностью, если читать ее в две стороны – по прямой цепи и по обратной комплементарной. Так, чтобы вторые кодонные позиции были друг напротив друга. Они это показали чисто биоинформатически, но вот в 15-16 году ученик Родина, Картер, в Америке получил физически плазмиду, кодирующую такую последовательность, и показал, что с нее считываются действительно в две стороны две простые аминоацилто-РНК-синтазы двух разных классов, обладающие соответствующей хрометативной активностью. То есть экспериментально эта идея подтверждается. Это говорит нам что-то важное о происхождении генетического кода, хотя пока не очень понятно, что именно. И подтверждаются идеи о связи генетического кода в соответствии трех нуклеотидов антикодонной петли ТРНК-аминокислоте с рабочим кодом, кодом акцепторного стебля, транспортной РНК, с теми нуклеотидами, которые узнают аминоацилто-РНК-синтазы. Для нескольких аминокислот, для глицина и аламина прежде всего, и в меньшей степени также для пролина, валина и аспартата, три нуклеотида рабочего кода как раз совпадают с одним из кодонов. И, наверное, не случайно, что это пять аминокислот, которые, скорее всего, самые древние, которые, проще всего, получаются в абиогенных синтезах. То есть, антикодон мог получиться при какой-то дупликации в прототранспорт ТРНК как копия акцепторного стебля. И акцепторный стебель находится близко к аминокислоте, и для него возможно прямое взаимодействие с аминокислотами, и, возможно, участие непосредственного связывания аминокислот с кодонов в происхождении генетического кода. И, наконец, с происхождением эукариот, очень большое важное открытие было сделано. Это открытие Локи Архей, одна из групп Архей, которая оказалась нашими ближайшими архейными родственниками. Довольно давно было осознано, что эукариотная клетка – это симбиотическая система, что митохондрии происходят от альфа-протобактерий, а вот природа хозяина, который принял в себя этих симбионтов, долго была непонятна. При этом по генам, кодирующим информационные системы, эукариотные клетки, прежде всего рибосому и систему репликации ДНК, было видно сходство с соответствующими системами Архей. Поэтому было распространённое мнение, что хозяин в этом симбиозе имел отношение к Археям, но при этом не удавалось сблизить эукариот ни с какой известной до того микробиологом группы Архей. Но теперь мы знаем, благодаря метагеномным методам, что разнообразие бактерий Архей в природе чудовищно огромно и недоисследовано. Подавляющее большинство бактерий и Архей не растут в лабораторных культурах, и кроме как метагеномными методами, мы изучать их практически не можем. И вот среди таких некультивируемых Архей была обнаружена группа Локи Архей. Сначала описаны из метагеномных данных в 2015 году с получением первой геномной сборки, из щелочных гидротерм Северной Атлантики, геотермальное поле замок Локи, от которого эта группа Археи получила название. В 2020-м японцы опубликовали свои результаты по культивированию вида Локи Архей, тоже из глубоководных осадков, но из Тихого океана. Вот это фотографии из их культуры. Это мелкие округлые клетки, меньше кишечной палочки, у которых торчат длинные гибкие отростки. Эти отростки помогают им контактировать с симбионтами. Большинство Локи Архей – это бродильщики, они сбраживают аминокислоты с выделением водорода, и чтобы водород не подавлял их метаболизм, они живут с симбионтами, которые питаются водородом. Это либо дельта-протобактерии, восстанавливающие сульфат, либо метаногенные архивы. И с теми, и с другими партнерами они обнимаются этими отростками, обеспечивая оптимальную передачу молекулярного водорода. Видно, что клетки их мелкие, и по сложности клеточной структуры они на эукариот совсем не похожи. У них нет сложных внутренних мембранных систем. Но у них есть зачатки одной из двух цитоскелетных систем. У них есть актин и несколько белков-регуляторов актина. У эукариот-2 цитоскелетных системы актиновые и тубулиновые, и с обоими связаны моторные белки. Миозины, динаины, кинезины. Тут тубулина нет, моторных белков нет, а вот актины и его регуляторы уже есть. С тех пор по метагеномным данным описаны десятки видов локи-архей, и в Италии в культуру еще введен другой вид, и по геномам, и по двум культурам видно, что это все мелкие клетки, они по размерам до эукариот не дотягивают, но актиновый цитоскелет у них всех есть. И вот такие отростки для них очень характерны. Кроме того, у них в геноме есть гены, кодирующие различные системы отшнуровки и слияния мембранных пузырьков, которых нет у других бактерий-архей, и которые у эукариот работают в аппарате Гольджи. При этом в электронный микроскоп никакого аппарата Гольджи не обнаруживается. И, по крайней мере, для одного вида локи-архей удалось показать, что у них эта машинерия работает в делении клетки и в распределении двух копий генома по двум дочерним клеткам. При этом у других архей и у бактерий этот процесс осуществляется другими неродственными белками. То есть локи-архей довольно сильно прояснили происхождение эукариот. Теперь совершенно достоверно, что хилогенетическое дерево клеточной жизни, оно двухдоменное, домены бактерий и архей, и эукариоты, это химера, архейная часть которой находится глубоко внутри архейной части дерева жизни. Среди локи-архей. Ближе к семейству хеймдал-археота. Но после того, как первую назвали локи, другие ученые, открывавшие новые виды этой группы, называли их по другим персонажам скандинавской мифологии, решили продолжить традицию. Вся эта группа теперь собирательно называется, понятно, Азгат. Кстати, это немножко символично, что группа исходно получила название в честь бога Локи, который как раз известен хитрым характером и склонностью к изменению обликов. Я надеюсь, что смог уложиться по времени и перечислить основные достижения последних десяти лет. Конечно, невозможно объять необъятное, наверняка я что-то важное пропустил, но прошу прощения, тогда бы доклад занимал не 30 минут, а 130. Жду ваших вопросов. Вопросы потом задать. А вам самому как кажется, вот какое из этих направлений выстрелит, во-первых, сейчас на более перспективы, а потом в дальние перспективы? Давайте еще на 10 лет перепрыгнем. Понятно, что есть мейнстрим, а есть то, что неожиданно. Вот где можно рассчитывать и на ближайшую, на дальние перспективы? Я думаю, что еще, что выстрелит триплетная репликация, что первая действительно самокопирующаяся система РНК будет использовать этот способ. Она будет собирать новые РНК из триплетов, а не из мононуклеотидов. Резко увеличит и скорость, и точность, и будет преодолевать шпильки. Более того, в этом рибозиме, который собирает новую цепочку из триплетов, у него есть структурное сходство, с рибосомной РНК, малой субъединицей, с ее декодирующим центром, который тоже движется шагами по три, по матричной РНК. Возможно, малая рибосомная субъединица это как раз реликт вот этого главного рибозима мира РНК. Ну, собственно, идею про триплетную репликацию выдвинули, сейчас забыл, как звали сотрудника нашей кафедры геросологии, который как раз ориентировался на рибосому. Да, попустите, взяли. Пожалуйста, проходите. Спасибо за интересный доклад. Я Вилли Ментарий, Институт фундаментальных полиэнбиологии. У меня такой, наверное, немножко наивный вопрос, более философский. А есть ли какие-либо соображения о том, как образовался именно такой тип размножения клеток через деление? То есть, почему именно таким образом, а не, не знаю, еще каким-то другим? Ну, можно посмотреть на дрожжи, сахаромицис, у которых есть почкование. То есть, неравное деление, при котором почка меньше другой сестринской клетки, и при котором та большая клетка, от которой отделяются почки, у нее накапливается старение. И после примерно там 15-20 почкований она умирает, в общем, от старости. Хотя это одноклеточное существо. Но вот такой способ размножения сахаромицис, это явно очень редкое исключение в одноклеточном мире. Практически все остальные одноклеточные делятся поровну и без такого накопления старения. Есть, конечно, формы полиплоидные с многочисленными геномами, которые толком не делятся на клетки. Это из прокариот, это какие-нибудь актиномицеты, это из эукариот низшие грибы, хитридиевые, зигомицеты, это такие многоядерные, простейшие, как аполины, это высокополиплоидные коронмиферы какие-нибудь. Но деление клетки пополам, я думаю, видимо, оно просто механически, это самый простой вариант. И от него отходят, только если что-то этому мешает. Ну вот, например, есть сидячие воротничковые жгутиконосцы, у которых клетка сидит в прямоземном домике в виде чашечки на ножке. И поделить жилплощадь они не могут при размножении. Поэтому при метозе у них одна клетка наследует квартиру и остается сидячей, а вторая уплывает и ищет новое место и строит новую чашечку. Но они при этом тоже все равно делятся. Они делятся метозом. Да, но при этом фенотипы двух дочерных клеток отличаются. Ну и уже в контексте многоклеточных организмов мы знаем про стволовые клетки, у которых деление несимметричное. Один потомок остается стволовой и сохраняет способность к неограниченному делению, а второй потомок уходит в дифференцировку. То есть получается, что такое вот равнозначное деление, оно все-таки представляется как бы основным изначальным, а остальное просто определение. Равнозначное, мне кажется, просто механически проще. Для того, чтобы две дочерние клетки имели разные какие-то черты, нужны какие-то специальные механизмы нарушения симметрии. Для деления поровну этих механизмов не нужно. Хорошо. Спасибо большое. Да? А интернет? Тоже молчит. Удивительно. У меня, знаете... Ну, наоборот, наоборот, спросили отключить микрофон. Я не вижу заявок в письменном виде, там всегда можно написать. Если в интернет меня вообще не слышали из отключенного... чтобы оттуда не мешали... Там прекрасно. И запись идет, и вас слышно будет прекрасно. У меня вот такой вопрос. Вот все эксперименты все-таки идут более не в нормальных условиях. Мы вчера слушали Дмитрия Вибер, который нам рассказывал, что и органика, и все процессы идут себе совершенно по-другому, и не просто по-другому, а сильно определяются определяются в общем-то тремя вещами. Это ультрафиолетом, галактическими космическими лучами и косвенным, в том числе и магнитным полем. Вот про ультрафиолет говорили, это активно разрабатываемая сейчас тема. А облучение каким-то подобием, не галактическим, конечно, не знаю, но каким-то подобием космических лучей и, возможно, эксперименты в присутствии магнитного поля. Какие-то есть эти направления и куда они выводят? Так. Дмитрий Вибер, насколько я помню, занимается как раз реакциями в туманности при сверхнизких температурах, где потоки заряженных частиц, конечно, важный фактор. Но если мы говорим про условия на планете Земля, у которой на момент происхождения жизни была достаточно плотная атмосфера и было магнитное поле, то эти заряженные частицы достигали поверхности так же слабо, как и сейчас. Скорее всего. И на несколько порядков больше. Почему? То есть энергия отдельных частиц была достаточно большой, чтобы преодолеть геомагнитное поле в этих списках, да? А, при конструкции магнитное поле было слабее в Архее. Очень странно. Так, из наивных геологических соображений кажется наоборот, что оно должно затухать со временем. И на Марсе оно затухало. Ну ладно. Хорошо. Если магнитное поле было слабее, значит, да, ультрафиолета понятно было больше, потому что не было озонного слоя, и спектр молодого Солнца немножко отличался. Ультрафиолета больше, это очень понятно. Значит, с протонами была интересная работа итальянской группы профессора Саладина. Они изучают реакции формамида. Это вещество, которое там содержит связь углерод-азот и тоже является хорошим предшественником азотистых оснований и нуклеотидов. Даже лучше, чем синильная кислота. И у них был совместный эксперимент с нашими физиками из Дубны, когда они, значит, стакан формамида с растертым в пыль хондритным метеоритом сунули под пучок протонов из ускорителя. И показали, что в таких условиях формамид превращается не только в азотистые основания, но и в нуклеотиды. Что под протонным облучением там появляется свободно радикальная реакция уриновых азотистых оснований, приводящая к правильному связыванию рибоза с правильной стереохимией. Для правильной стереохимии нужна еще подложка в виде метеоритных минералов. То есть вот тут они как раз моделировали условия протопланетного облака, в котором было излучение правильной минералы и формамид, и показали, что нуклеотиды в таких условиях могут образоваться. Это про протоны. Про магнитные поля. Их эффекты сильно более тонкие. Если речь идет о том, что геомагнитное поле было слабее, чем сейчас, то вряд ли оно могло сколько-нибудь заметно влиять. Или если мы говорим про космическую среду, то там, наверное, можно говорить и о более сильных магнитных полях. Какого уровня магнитные поля в протопланетных дисках? Эксперименты с магнитными полями, они проводились в контексте изучения хиральности. Того свойства биомолекул, про которые я не сказал, но это тоже важная проблема. Это как получить хирально чистое живое вещество, белки из левых аминокислот и нуклеотиды с правыми сахарами, из продуктов абиогенных синтезов, в которых левые и правые изомеры смешаны. И, как правило, смешаны еще и в равном соотношении. С другой стороны, то есть, конечно, мы знаем, что в метеоритной органике, в углистых хондритах, мурчинсон, аргелии и так далее, левых изомеров аминокислот несколько больше, чем в правых. Но это несколько больше, это еще не хиральная частота. И какой процесс привел к этому небольшому преобладанию, ясности очень мало. Ну и в... А почему тогда этот хиральный избыток есть? А, ясности никакой. Да. Да, и в присутствии магнитных полей взаимодействие ультрафиолета или тех же протонов с аминокислотами, намороженными на твердую минеральную подложку, приводит к избирательному разрушению одного или другого хирального изомера. То есть магнитные поля могут иметь отношение к начальной хиральной ассиметрии, которая потом как-то усилилась до хиральной частоты. Ну вот, кстати, если Линкольн и Джойс окажутся правы, что мир РНК использовал кросс-хиральную репликацию, эта идея безумная, но она по-красивому безумная, по-хорошему безумная, то это означает, что в мире РНК хиральная частота была в пределах одной молекулы, а не в пределах всей системы. А вся система в целом сочетала правое и левое РНК. А хиральная частота, которую мы знаем сегодня, появилась только с переходом к белкам. Такой вариант, наверное, возможен. Уважаемые коллеги, мы начинаем заключительное нашего собрания, совещание предоставляется Алексею Юрьевичу Розанову, который предполагал первоначально рассказать всем физикам и другим привыкнувшим людям, которые занимаются вопросами происхождения в жизни, что они ничего не понимают про проблемы происхождения в жизни. Ну, я вообще мог на этом закончить уже. Просто уйти. Ну, ладно. Значит, коллеги, сначала я хочу сказать, что вообще мне приятно здесь у вас всегда бывать. Мне очень нравится атмосфера здешнего учреждения. Мне еще приятно, потому что сегодня заседание наше посвящено Миши Мару, с которым мы были давно знакомы. Не могу сказать, что мы с ним много о чем соглашались, как правило, наоборот. Ну, в конце концов, наши человеческие отношения были всегда очень хорошие. Ну, а, значит, с Олей, мы знакомы с какого времени? Ну, где-то нам было лет по пять, по шесть, да? Тогда. Так что, значит, мне вдвойне приятно в такой почти домашней обстановке. Теперь, когда я собрался, дал согласие Рогушкой, что я выступлю сегодня здесь, я решил, что я не буду делать такого типа доклада, как делали основная масса докладчиков, ну, как, скажем, Валерий Николаевич, он так изящно обо всем, что хорошо знает, что плохо знает, но все равно изящно. Вот. Ну, и так далее. А я хочу остановиться на тех моментах, которые в последнее время были, значит, обонаружены и вскрыли очень серьезные недостатки в наших оценках разных событий, которыми мы занимаемся. Правда, до того, как начать об этом рассказывать, я хочу еще сказать одну вещь. А Маша Рогульская здесь? Сейчас мы подойдем. Значит, Маша Рогульская меня уже год-два все время теребил по поводу того, что нет такой специальности в Аковской по астробиологии, и поэтому молодежь не будет ходить в астробиологию, потому что где защищаться? Астрофизики тоже. А? Астрофизики тоже. Тоже не имеют своей специальности? Нет. Физика космоса. Все. Ну, а что мало физики космоса? Мало, я взял из-за звезды. Ну, какие вы агрессоры, понимаешь? Ну, ладно, в общем, Маша Рогульская я ей поручил составить такую штуку, ну, значит, поскольку я уже разговаривал с представителем ВАКа по этому поводу, что такую специальность будут пытаться установить, ну, и, значит, затруднение у нас было с утра сегодня в том, что, значит, какие специальности, вернее, какие науки присуждают, специальности, понятно, астаблиология, а какие науки? Физмат науки, химические науки, биологические, биологические, биологические. Но там страшно. А? Палеонтологические. Палеонтологических наук в ВАКе тоже нету. Там есть биологомиологические или биологические науки. Ну, ладно, в общем, здесь сдвигается несколько вся эта ситуация, и второй момент организационного плана. Мы только что закончили в Дубне с моими ребятами книжку, которая называется «Астробиология», но там почти нет ничего из того, что сегодня здесь обсуждалось в этом зале, потому что мне кажется, что некоторые вещи, хотя пусть они будут в астробиологии, но не очень имеют отношения к астробиологии, на самом деле. Но, правда, во вступлении к этой книжке мы написали, что мы не можем сейчас точно сформулировать, что такое астробиология. Да, это действительно так. Я думаю, что если во время дискуссии кто-нибудь из вас встанет и сможет сформулировать, что это такое, он будет очень признанен. И даже если это будет разумное, что-то такое, то вставим тут же в эту самую книжку. Она только-только уходит в печать. Ну, ладно. Теперь, значит, опа, вы это видите, а я-то нет. О, хорошо. Очки. Очки надо. Девочки, я и без очков-то не вижу, а очков-то и более не вижу. Ну, ладно. Значит, здесь это как раз в той книжке, о которой я сейчас говорил, есть такая табличка, она, конечно, очень такая простенькая, но здесь выписаны те вещи, которые считаются более-менее понятными, что ли, или ясными, что они существовали, как там, скажем, большой взрыв и, скажем, образование Солнечной системы, начало формирования Земли и так далее. Я для чего это показываю? Вот этот интервал, вот видите, значит, начало формирования Солнечной системы и, значит, начало формирования Земли отличаются на 0,3 миллиарда лет. И когда люди смотрят на такие таблицы и когда это обсуждают, считают, что 0,3 в десяток, пустяки, что-то он не успеет сделать. А 0,3 в десяток миллиарда это, между прочим, 300 миллионов. И для этого, значит, следующий слайд можно, да? Для этого я сделал вот такой слайд с тремя полигеографическими картами. Видите, здесь, значит, это довольно юный кайдозойский вид, потом, значит, юрский и пермский. Значит, вот эти 300 миллионов лет это то, что на Земле от начала пермского периода, ну, конечно, не все сразу в зале сидящие и слушающие меня сообразят, что такое пермский период. Но пермский период этот был очень давно, 300 миллионов лет тому назад. И картинка вот, вот, нижняя, вот эта вот, да, это что было на самом деле на Земле? Вы представляете, как превразовалась Земля за эти 300 миллионов лет? Ну, карты составлены там приблизительно 30 штук на более узкие интервалы, и можно было бы показать совершенно еще чудовищные изменения, которые произошли. Поэтому 300 миллионов лет и понимание, когда люди занимаются вот нашими проблемами, понимание того, что время это серьезная вещь, оно, к сожалению, у нас не всегда имеет место быть. А я это к чему говорю? потому что с моей точки зрения время это такой же фактор, как и многие другие факторы, от которых зависит то, что все меняется. И от времени меняется тоже все. И очень радикально, это очень серьезный фактор изменения. Давай, Наташа, дальше. Теперь я остановлюсь на тех местах значит из нашей истории астробиологии в широком смысле, которые приводили к страшнейшим ошибкам и вообще ненужным спорам иногда до крупных неприятностей, административных неприятностей. Вот был такой Борис Васильевич Тимофей. В 1963 году он напечатал вот эту картинку. И тогда все дружно, но у нас в стране во всяком случае и в Соединенных Штатах значит считали, что это все были брода. А напечатали эту картинку ботаники, немецкие ботаники, потому что они посмотрев на это самое дело сказали ой, это Даша. Потому что вот эти складки смятия, которые здесь вы наблюдаете, вот эти вот вот это все они являются характерной чертой организмов, которые строят свою назначен свой шарик в данном случае из такого материала, который очень близок к спорополинину. Понимаете, все примитивные наши организмы, которые имеют отношение к бактериям, да, они никто не строит из спорополинина ничего. а вот эти самые шарики и я еще покажу потом несколько таких вариантов разных, они строят из спорополинина, а это доказательство того, что во время существования этих организмов уже были эвкариоты. Эвкариоты понятно, да? То есть организмы с ведром. Так вот, значит, тот же Борис Васильевич Тимофейник. Следующий, пожалуйста. Он, а, сейчас к Тимофею перейдусь чуть попозже. Вот справа, значит, это выделенные из земных пород формы, которые описываются под названием Лея Сфериньо, а вот слева вот эта всякая штука, которая все тоже является теми или иными эвкариотами, да? А эвкариоты это очень высокая организация, они оказываются в большом количестве присутствуют в древнейших наших породах на Земле. И наше представление о том, что значит, где-то 500, там, 50 миллионов лет тому назад в начале Фанерозоя или в начале Кембрия вообще только и расцветает настоящее ожидание, глубоко ошибочны, потому что мы толком до Кембрия, а до Кембрия это от 540 до 4,5 миллиардов лет. Мы толком этим не занимались. А там вот этой самой всякой штуки довольно много. Давай следующий. Вот Борис Васильевич Дубайфеев, который занимался этими самыми вещами, которые называются критархи, такое название нейтральное, не поймешь, что это такое, да, он написал книжку, в которой вот такая табличка, там, видите, наверху много-много показывает этих самых зеланышек, да, и распространение, причем нижнее это уже археи. А археи, что такое, это то, что древнее двух с половиной миллиардов лет. Ну, уже в археи, видите, там, много всякой штуки. Эту книжку Борис Васильевич Дубайфеев напечатал почти на папиросной бумаге. И таблицы такие были очень невыразительные. Поэтому я, Грешин, тоже отнесся к этому делу, как, в общем, чему-то там не особенно важному. И самое главное, что все люди моего поколения, которые потом стали академиками, тоже, тут, по-моему, еще один академик из этой когорта сидит, или нет? Миш, вы здесь? Пидонки, ну, нет, да? Да. Ну, мы все дружные, Борис Васильевич, что, какую-то ерунду там, понимаете? А потом нашелся еще один человек, Тадос Янкаускас, который не занимался этими вещами, он занимался другой группой фауны в Сибири. Переехал в Литву, переехал, значит, в этот самый Вильнюс, собрал акридархолов, которые работали на восточноевропейской платформе, то есть, ну, на территории Советского, европейской территории Советского Союза, и говорят, девушка, там все женщины были, как Тархов, очень хорошие этот Тархов. Да это все дрянь, понимаете? Но в книжке действительно не вообще чего поймешь было. И вот это все хозяйство было объединено в один вид. И поэтому ценность этого дела, она сразу рухнула. И очень долго на этом все стояли. Потом, значит, нашлась такая Марина Астафьева, к сожалению, она ковидную эпопию верла, с которой мы перепроверили те препараты, которые были Борис Васильевич Тимофеев в Ленинграде в Институте геологии Докембрия. Мало того, что мы нашли эти препараты, ну, может быть, не все, но, в большую часть, мы еще собрали с помощью, значит, сотрудников Института геологии Докембрия, Ленинграда. Мы собрали на некоторых районах повторно те образцы, которые были указаны, откуда бралось то, что Тимофеев. И что мы обнаружили? Что Тимофеев был абсолютно прав, что все только обстояло в том, что было это опубликовано на плохой бумаге, с плохими изображениями, но что на самом деле весь Докембрий полон от всякой разной органики. А акритархологи за это время повымирали, и сейчас у нас бедственное положение. Дело в том, что людей, которые занимаются акритархами в Докембрии, ну, два человека в Ленинграде, полтора человека в Новосибирске, в Москве сейчас, я даже не знаю, здесь вот и все. Просто трагедия. А ведь, понимаете, если это дело запустить серьезно в дело, то мы можем на этой основе получить точность стратеграфических подразделений, сходную с фонеразовым. А уже дальше, когда я разговаривал в министерстве с руководителем Роснедра, я ему буду слушать. Ты же понимаешь, что если мы там вот за 10-15 лет, переустроив, конечно, серьезно всю эту самую систему изучения докембря, если мы это сделаем, то мы не только получим точность многократно большую, чем сейчас это есть, но еще, между прочим, полезных ископаемых получим многократно больше. Вот на этом месте он с другом сказал, пожалуй, надо делать федеральную программу. Давай дальше. Теперь из другой оперы недоразумений. Значит, вы знаете, что в 60-е годы этот самый Клаус и Наги, они напечатали пару статей, а потом Наги написал книжку, 750 страниц с описанием всего этого дела по метеоритам. Ну, главный метеорит там, конечно, Глардей, и они назвали это организованные элементы, знаешь, осторожно, некоторые вещи, правда, по-латыни назвали, потом в дальнейших статьях, но астрономы, коллеги астрономы, послушайте, что наделали ваши коллеги американские, они практически довели до сумасшествия Клауса, вот, они забрасывали в лабораторию к ним всякую грязь, пыль, современную пыльцу и так далее, чтобы их скомпрометировать, выпустили целую специальную книгу, где считали, что это все билиберда, и в Соединенных Штатах это продолжалось довольно долго, до того момента, пока не появился, значит, Дэвид Макей, ну, я думаю, что вы знаете, кто такой Дэвид Макей, тот, который нашел, значит, в марсианском, ну, скорее всего, может быть, и прав, а может, он не ошибся, но в метеорите, который был найден в Антарктиде, нашел, значит, органик, который опубликовал, и, соответственно, Билл Клинтон, тогда был президентом Соединенных Штатов, он выделил 16 миллиардов денег на поиски неземной жизни. А параллельно с этим делом шли исследования у нас в Палеонтологическом институте и в отделении НАСА. Интересно, люди смотрят. Интересно, слушать интересно. Да. А значит, у НАСА там был такой еще Ричард Хуверн, то есть, как бы, он есть, вот, который в другом метеорите, в Мурчисоне, а мы в Палеонтологическом институте тоже в метеорите Мурчисон нашли остатки вот бактериального мира, да, и после моего доклада на президиуме Академии наук мне было разрешено значит, образовать, я тогда был директором института, у себя в институте, образовать лабораторию исследований вот внеземных объектов и взять шесть человек, но за счет внутренних ресурсов, денежных, которые были в институте. Там шестнадцать миллиардов у меня значилось. Но, ребята, в конечном счете мы выиграли от этого, потому что они долгое время, американцы, делили деньги и делом занимались там очень мало. А надо сказать, что главные дела-то были сделаны как раз вот с этим Ричардом Хувером из Хансвилла, из, как он там называется, государственный ракетный центр в Соединенных Штатах, который основал фон Браун, вы, наверное, эту фамилию помните? Фон Браун. И вот с Ричардом мы еще образовали, значит, у них там в этом самом Международном Обществе инженеров-оптиков образовали целую секцию на съездах астробиологии и выпустили ни много, ни мало, 12 томов всяких трудов. Но американцы в основном продолжали делить деньги и хаять значит, по-прежнему и этого самого и Надя и Клауса. А вот это я показываю для чего? Вот эта картинка лежала у меня на столе на рабочем много, ну, может быть, даже лет. И что-то меня беспокоило в этой картинке. А эту картинку значит, это нашелся человек, который в метеорите Аргей нашел вот эту самую бактерию, а это современная, а это верхняя, значит, эта самая бактерия из Аргея. И в этой бактерии внутри, ну, плохо тут видно, конечно, но, значит, эти самые пластиночки магнетита, домены кристаллов магнетита, вот в задаче спрашиваются, это вообще интересная вещь или нет? И она никого особенно не интересовала, а меня она только раздражала, и я не понимал, почему она меня раздражает. А потом я вдруг подумал, господи, это бактерия магнитотактика. Это означает, что то тело, с которого оно прилетело, да, было, во-первых, с водой, во-вторых, с магнитным полем, и в-третьих, значит, с атмосферой. О чём мы спорим тогда вообще, где там жизнь произошла, не произошла, кстати, к сегодняшней дискуссии о том, что такое жизнь, я вам должен сказать, что вот когда собралась эта компания известная, там был Газенко, Газенко, знаете, это основатель нашей, один из основателей нашей космической медицины, Григорьев, который, значит, был главный космический врач у нас, а потом вице-президент Академии Наук, Спирид, о котором сегодня была речь, да, потом Заварзин, Мухин, ну, вот такая компания, собралась 8 человек, там, и Лёва Мухин говорит, давайте мы сначала определим, что такое жизнь, а потом будем, знаешь, заниматься проблемным возникновением жизни, я сказал, ребята, да нельзя этого делать, никакие терминологические споры никогда никаким приличным выводом не приводили, ну, пусть все люди занимаются там и определяют, вот, скажем, замечательно есть такой человек, Захаров Гезехос, вот, он написал себе эту книжку, о том, кто что думает, что такое жизнь, и собрал все-все высказывания, если бы вы посмотрели бы на это самое дело, вы бы ахнули, потому что астрономы своё определение, физики, своё определение, химики, своё, биологи, там, ещё десяток определений, страшное дело, и мы тогда, я говорю, ребят, ну, мы не продвинемся, ни в каком смысле, потому что фармон, который здесь упоминался, длинного начала жизни, когда начался каталис, сразу после большого взрыва, скажем, для Спирина, это, значит, где-то в районе там, приблизительно, это не досказал сегодня, к сожалению, Саша, четверен, где-то там, значит, в начале образования вообще солнечной системы, да, для Заварзина, это, когда появились санобактерии, я говорю, а для меня жизнь начинается, когда я могу вкусно поесть, попробуйте кто-нибудь опровергнуть хоть одну из этих точек зрения, и мы договорились сразу, это написано в книжке, что никаких обсуждений, что такое жизнь, мы не ведём, мы исследуем возможности, те процессы, которые нам доступны для исследования, и восстанавливаем процесс. Но это я показываю не к тому, чтобы, значит, возносить, я не помню, кто там сказал, что надо обязательно определить, сделать жизни, не надо этого делать, это правильно. Так вот, значит, вот этого факта было достаточно для того, чтобы прекратить споры о том, что жизнь произошла на Земле, не происходила она на Земле, и даже из докладов, которые здесь делались, это тоже вытекало, если вы внимательно прислушивались к некоторым вещам, это совершенно очевидный вопрос, потому что то, что, скажем, придумал изящную штуку опарин, это было замечательно, вообще он был интересный человек, очень обаятельный, вот, но для того, чтобы опаринская система сработала, нужно было бы, чтобы Земля была покрыта океаном, океан-то не было, и здесь самые простые соображения есть, значит, пород возрастом старше четырех миллиардов осадочных пород, которые с неизбежностью образуются, если есть вода, нет на Земле, понимаете, а раз нет, значит, не было никакого океана, ну, я не говорю о других там деталях, о которых СССР-14 сегодня там немножко касался, или не помню, кто вообще, кто-то касался этого дела, значит, опаринская концепция, это так же, как вот, значит, классический дарвинизм, это был замечательно мощный поток всяких фантазий, интересных выводов с обнажением, исследований, там и так далее, но почему продержалась так долго концепция опарина, потому что это была государственная концепция, так же, как и Мичуринское учение, которое поддерживал Лысенко, я ничего не хочу сказать еще раз, повторяю, про опарин, он был замечательный человек, он очень изящно придумал штуку, но это продержалось долго только по политическим темам, ну, можете ошибаюсь, но думаю, что это так, все-таки. Так, теперь следующий, значит, а вот, значит, был еще такой замечательный человек, он недавно тоже умер, Монфред Шадловский, который в 60-е годы, тогда же, когда и Клаус, и многие обнародовали, что они в метеоритах находят, когда они называли это органические, значит, неорганические, а, значит, организованные элементы, Шадловский, что сделал? Он получил, ну, он сделал, много у него было образцов, он сделал, так сказать, распределение изотопов углерода, но в том числе, вот в левой части, там есть две таких штуки, которые проходят вниз, это изотопия пород с Иссоа, а Иссоа это самое, то место, где находятся самые древние осадочные породы на Земле, Гренландия. Он это сделал, и что он увидел здесь? Он увидел, что в этих породах изотопы есть, но он сказал, что это красный возраст, я думаю, что это скорее зеленый возраст, это будет приблизительно одно и то же, вот там красный, сделан. Понимаете? Но, я когда последний раз видел Судловского, в Китае это было, ну, я не знаю, там лет 15-го назад, незадолго до его кончины, он мне говорит, ты знаешь, ну, еще лет 20 пройдет, прежде чем люди поверят, что на Земле уже с древних этих времен, 4 миллиардов, уже была жизнь свела на полную катушку. И это правда, вот сколько раз я ведь эту самую схему Шедловского несколько раз перепечатывал в разных статьях, и я все время вижу одно и то же, ну, и такой же, значит, бунбеж, извините, дальше, да, а это, значит, тоже самое Шедловское, он взял, флюк, обнаружил там высо, вот такие шарики, вот один рядов, да, а другие шарики, это Гамфлинд, двухмиллиардный, который все говорят, да, конечно, это эвкариоты, он еще сделал эту самую радовскую спектроскопию, показал, что это одно и то же, и по размерам, и по морфологии, и по этой спектроскопии, понимаете, но он все показал, Шедловский, что здесь так просто мы от этого не отделаемся, дальше поехали. Теперь следующий момент, который к этому уже не имеет никакого отношения, значит, занимаясь электронной микроскопией древних пород, вот, однажды я, то есть у меня была полная уверенность в том, что в древних породах, значит, нечего искать, ну, особенно там где-нибудь в Археи или что-нибудь в этом дуе, потому что, конечно, все метаморфизовано, все уничтожено и так далее, и вот однажды я увидел, что, конечно, очень хорошо видно, такая трубочка, которая вся, значит, орнаментирована тончайшим орнаментом, а толщина трубочки приблизительно четверть микрона, а потом я обнаружил, что трубочка находится внутри кристалла, что означает? А? А что, не слышно? Очень плохо. Ой, ну, ну, дай попить, что ли? А где микрофон-то? Вот этот? Все нормально, микрофон, когда вас слышат, зал очень плохо, в зале плохо слышно, но... Нет, вот это нельзя пить, может быть. Это нельзя пить? Нет, пить это морг. Просто давать вам былкий микрофон не следует, вот поверьте. Нет, я и не брал. Ну, вот вам его и не дают. Ну, это я понял. Так вот, стало быть, значит, эта самая трубочка-то, она образовалась там, на этом самом месте, раньше, чем сам кристалл. А это не как-нибудь, а метаморфическая порода. Метаморфическая порода, понимаете? А сохранность идеальная. И вот потом, на многих других примерах, кое-что я еще расскажу, мы обнаружили, что размерность микронной органики страхует ее от преобразований, связанных с давлением и температурой, вот с метаморфизмом. Вот хотим мы или не хотим, но это так. И сегодня я вам еще покажу некоторые вещи, убийственные совершенно. мы должны признать, что мы ни черта не знаем этот самый микронный мир. Очень много организмов, оказывается, имеют размерность, там, скажем, ну, полмикрона, один микрон, там, два микрона. А когда меня начали упрекать, что мы вот там печатаем в книжке по Аргею изображения, похожие на, значит, споры, трехлетные такие разгружения, да, я говорю, ребята, ну, вы посмотрите, размер-то. Это микрон, а это 50 микрон или 100 микрон. Ну, о чем мы говорим? Да, они похожи. Они похожи только потому, что разверзание, трилетное, да, оно возможно только при специфике материала. Вот такого материала у, скажем, бактерий не бывает вообще. Так, поехали дальше. а, во, вот, значит, что меня совсем добило. Приезжаю я к своим ребятам туда, в Дубну, вот, они мне показывают там всякие картинки, книжки, о которой я говорил. А одна девочка, которая на втором или на третьем курсе там учится, она сейчас стажируется там в этой группе нашей, она говорит, а я тоже, они ее научили работать на микроскопе, на электронном. И я тоже, говорит, смотрела. Я говорю, ну ничего, сколько ты нафотографировала? Она говорит, 850 штук. Так. Тогда я говорю, ну-ка, давай показывай. Она мне показывает, ну и там, значит, название метеорита на этой фотографии и что-то там есть, название метеорита, что-то есть. Потом, там на каком-то, я не знаю, 30-м или 50-м снимке, я читаю, Гнейс. Я спрашиваю, ты знаешь, что такое Гнейс? Она говорит, ну это название метеорита, наверное. А вы, люди сидящие сзади, все знаете, что такое Гнейс? Так мало того, что это горная порода, это один из самых высоких, значит, высокой степени метаморфизма. Это зверская метаморфизованная порода, где я всю жизнь считал, что даже не нам туда лезть, мы ничего не найдем. Вот это то, что она там сфотографировала. Вы верите, что это организм какие-то, нет? Ну, идет среди вас человек, и скажет, а, я таких этих шариков и трубочек вам наделаю искусственные, между прочим, в этом зале неоднократно это слышал. А вот это что? Это тоже наделают мне. панцирные панцирные амебы из этого же гнейса. Как вам это нравится? Хавозный. А? Хавозный. Это, вот это уже архей, а там один снимок архей, другой нижний протравлый. Ну, это гнейс. Вообще, мне даже голову не могло прийти, что там может что-то найти. Но девочка, поскольку она не знала, что такое гнейс, она все смотрела, все образцы подряд дальше поехали. Так вот, потом я начал обновиться. А? Что-что? Да, потом я, значит, перекопал литературу еще раз всякую западную. Вот. И вдруг что я увидел? Что из древнейших пород Южной Африки и, значит, Западной Австралии описано огромное количество, ну, приведены снимки, огромное количество разных организмов, и про всех написано не жизнь. А кто написал, я знаю этого человека. Он был специалист по моллюскам, четвертичным, заштатным, значит, холл такой, холл, есть городок маленький в Англии, он там занимался четвертичными моллюсками, а потом с моей легкой руки я совершил дурацкий поступок, его порекомендовал вместо себя председателем Кембрийской комиссии союз геологических наук. Ну, и он написал, что это все ерунда. И вот Оль, наверное, помнит, Оль, помнишь, когда эти самые из Оксфорда ребята выступили? Когда выступили из Оксфорда ребята, я сказал, да это позорище, что вы пишете? Позорище, Оксфорд, вы позорите Оксфорд. Ну, он нам расплакался, обновил. Так вот, скажите, это что? Это не жизнь, а еще смятая таким образом? Это ведь тоже, ребята, эвкариоты никак не будет. Я не могу сказать, что это точно было, но это так дальше. Потом следующий момент. Вот, значит, как-то сидели мы с моим приятелем с Элисом Йохолсоном в... А сколько он остался? Пять минут? Сейчас, сверну, все. Значит, сидели в Вашингтоне, и я смотрел свои там интересы у меня по архитсатам были, а он там своих моллюсков смотрел. Вдруг пришел наш один знакомый и принес такие куски, породы, а там сверления какие-то в них и следы ползания. Ну, поскольку мы считали, что мы занимаемся серьезной палеонтологией, а какой-то сверлениями заниматься это грех даже, мы его осмеяли и почти прогнали. А он взял и все опубликовал. Я об этом вспомнил много лет спустя. Нашел эту статью, ребята, я задумался, а что это такое? Если эти породы имеют возраст миллиард шестьсот, а в них есть сверление сантиметровой размерности и следы ползания, так это дай-ка следующий слайд. Вот это разрез такого организма, который это делал. Ну, это правда земляной червь современный, но это уже целоматы. Целоматы. Мы с вами тоже целоматы, между прочим. Так что вот так. А мы когда занимаемся стратеграфией, ну вообще геологией до Кембрия, считаем, что там изучать всякие следы, да и не нужно вообще барахал какой-то. А на самом деле это удивительный информативный материал, следы. А у нас сейчас людей в стране, да и вообще в мире я что-то уже почти не знаю, что кто этим занимается. так. А это вот то, что было тоже обнаружено до Кембрии, значит, меня все упрашивали опубликовать это на Нече, но у меня отношение к Нече такое специфическое, я считаю, что там по крайней мере 20% публикации в Нече это полная билиберда и раскрученная значит эта самая популярность Нече, она только в угоду, то есть не в угоду, а в упрек и вопреки американцам, которые считают, что их значит сайенс лучше, чем Нече. Нече барахун жирный. И вот значит это еще одна вещь, которая считала, что это не органика, а там внутри этих трубок, видите, ну, во-первых, трубки могут ветвиться, а внутри трубок есть днище, а это вообще цилиндрата. А в возрасте этого дела 3,2 миллиарда. А мы всегда считали, и я считал, и кричал тогда на весь мир, что все скелетные фауны появляются сначала кембрия. Да, в массе это так. А на самом деле скелет начинает образовываться у некоторых групп систематически в течение всего до кембрия у разных групп, но не приживается это состояние дальше. А вот это что такое? А это коравоветривание, архейское коравоветривание, вы видите, что тут? Коравоветривание есть. А что такое коравоветривание? Коравоветривание у вас вышли породы из-под воды, образовалась суша, трещина, да? А в трещинах живет вот эта гадость. А это архей. А меня убеждают, что жизнь на сушу пришла из воды. Да не приходила она никогда из воды, кроме растений, водорослей. Это было значительно позже. А в те времена жизнь начиналась вот в этих трещинах корвоветривания, потому что как только смачивалось, там заводилось всякое дрянь дальше. Ну, это тоже из коры выветривание. Но это тоже, значит, скорее всего, амебы. Панцирная амеба. А это тот знаменитый снимок, который был сделан и опубликован Дэвидом Макеем из антарктического метеорита. И вот на это изображение, которое он считал, что это значит, какая-то органика, когда обрушились все, ну, кроме Билла Клинтона, который 16 миллиардов все-таки выдал на это дело. А все остальные обрушились и гвоздили этого бедного Дэвида Макея. Надо сказать, что я тоже воспринимал так с трудом, потому что мне показалось, что увеличение, а, кстати, Александр Сергеевич Спивин и я, и, значит, многие другие, мы тоже считали, что, ну, ошибся он, что-то не то. Что такого размера не может быть что-то живое. Понимаете? Ну, вы уже видели, значит, субмикронные размерности организма, которые сохраняются. А вот следующий слайд. А вот это, то, что там еще есть в этом же метеорите, только беда в том, что Макей поместил ту фотографию, а вот эти фотографии никто не знает, потому что его жена, когда мы с Ришардом Хувером, к ней приехали в Техас, она не разрешила нам ничего печатать, хотя сам он нам некоторые фотографии не видал, она ничего не разрешила печатать. Поэтому я так показываю, но мы нигде этого не напечатали. А очень жаль, потому что Макей, оказывается, ошибся только в том, что он не знал, что вот такой небольшой размерности, которой мы даже не подозревали ее существование, организмы существуют, и что для Докембрия это обычное явление. А это, значит, уже метеорит, Аргей. Вот это мне все время такие находки, сейчас еще пару покажу. А это опять Аргей, и опять, значит, эта самая Амеба Панцирная. И меня все время пытаются убедить, что это не организмы, или это засорение. Ребята, мы с Хувером там в НАСА, а я там все-таки худо-бедно, 12 лет по месяцу работал в этом самом, все приборы, какие только мне были нужны, были в моем распоряжении. И когда мне говорят, а вот у нас там геохи, например, вся аппаратура есть, да, но мы ничего не увидели. Ребята, это такая отчаянная, нет, это не ложь, это такое, видите, невежество, потому что то, что продемонстрировали, что они видят и считают, что это не организмы, это приблизительно вот такие вещи, как это. Или вот это мне все время говорят, что-то совсем с собой сошел, спора какого-то высшего России. Да это спора-то имеет, какие размеры, ребята, это никакого отношения не имеет к спорам, это только материал, который может также разрываться, как и споры высших обеспечений. Все? Ну, вот, значит, последнее, что я хотел сказать, тут обсуждались вопросы, значит, когда что-то начиналось, что кончалось, и что дело с миром РНК, замечательный доклад сделал Саша Четверин, он только не досказал одну вещь, что Спирин-то сам считал, что это, конечно, было до образования Земли, а Саша Четверин показал, где это может быть, это может быть внутри, в межслойном пространстве Монт-Мареланита, потому что это единственный глинистый минерал, у которого расстояние между слоями глинистый, такой, который позволяет туда разместить всё, что нужно, и это ещё хорошая коробочка, которая сохраняет это дело. А что касается воды, ну, там воды в достатке, а температуры там, знаете, могут быть разные. Значит, а где у нас Снытиков? Вот Снытиков, он там придумал астрокатализ, значит, начали образовываться звёзды, образовывался катализ, ну, Пармон до него ещё придумал, что катализ возник, когда только, значит, первые элементы появились, биофильные. Вот. Валер, а я думаю, что вот, значит, твой астрокатализ, это почти то же самое, что мой это самый, как он называется? Забыл, как назвал-то? А? Да. Нет, не протогеном. протогеном – это как результат тех процессов, о которых рассказывал как раз четвёртый. Нет, я это назвал, а, что это такая автокомбинаторика. И я совершенно сегодня уверен в том, что автокомбинаторика – это вообще главный закон природы в принципе. в том числе и комбинаторика химических элементов, которая потом вылилась в таблицу Менделеева и всё остальное. Ну, там есть ещё что-нибудь? Всё? Всё. Всё, коллеги. У нас нет следующего доклада, точнее, вместо него докладчик в сроке не заболел, поэтому я увеличил срок этого доклада. И у нас есть ещё время на полноценные вопросы. очень большое спасибо за прекрасный доклад. Но мы ничего про прокариоты не говорили. Есть ли какие-то ископаемые свидетельства прокари? Они же ещё раньше были. Конечно, есть. А вот … Вы говорили про прокариоты. Не-не-не, вот сейчас вот ту кругу. О, пожалуйста. Вот это, да? Да, вот. Нет, это уже понятно. Вот это вот. Это тоже органика, но уже прокариоты. Да, видите, вот аналогичные формы, только размером значительно больше. Здесь, правда, это крупно получилось на экране, а размером больше. Они известны и описаны у нас из поляозоя. И у них нет яна. Нету? Нет, ну, сейчас я не знаю, есть там или нет, это камни. Но по всем остальным параметрам, ну, это нормально. Есть такой род оборчавиала, который описан давным-давно из Кембрия и Верховный Докембрия, Сибирская платформа. Спасибо. Нет, прокариотами. Я специально не показывал, потому что, когда я начинаю показывать всякие, значит, активные медсеты, там, прокариоты, начинаются из зала, значит, всякие предложения, мы вам можем это все сделать в лаборатории. Такое. Я тогда говорю, ну, сделайте, приходите, будем обсуждать. А один раз, значит, мне говорят, слушайте, ну, в этих шариках, еще кроме формы, или вот, больше еще нету. Я говорю, нету. А вы, если выйдете из здания и увидите, да, и нужно делать там всякие ДНК, там, па-па, когда вы выйдете из этого здания, увидите, что у вас собака за кошкой бежит, вам нужно ДНК, чтобы определить, где кошка, где собака. А проблема-то в чем? Ну, мы занимаемся этим делом уже десятки лет, и поэтому я глазом вижу. А человек первый раз увидел это дело, говорит, ээээ, все ерунда. В этом проблеме, тут психологических проблем очень много. Но вот эта микронная размерность организмов, которых мы совершенно толком не знаем, она навела меня на мысль, я уже говорил об этом мельком, но навела меня на мысль, что мы были вот вместе с Натальей Васильевной, у руководителя Росснедр, и договариваемся сейчас, что будет федеральная программа по изучению Докемрия с этой точки зрения. Но для этого нужно очень много что изменить. Нужно, во-первых, оснастить электронной микроскопией, ну, в УЗУ как минимум, лучше, чтобы и в школе это было. В школьном образовании поправить некоторые вещи. В УЗУском образовании... Ну, ребята, у нас... И, кстати, Алексей Юрьевич, извините, журнал начать издавать «Астробиология». Ну, грешен, грешен. Значит... Помимо специальностей. Значит, послушай. Значит, сегодня в Академии наук стоит вопрос о том, что надо избавиться от триадоса. Это та фирма, которая всегда издавала все журналы. А я их спрашиваю, вот на чём я поругался с Панченко, например. Я их спрашиваю, а вы готовы сами это издавать? Вы же ещё ничего не умеете, ещё никакого у вас нет ни опыта, ни места, ни... ещё, кроме всего прочего, договоренности с тем, что это будет переводиться на английский язык и будет учитываться там в этих всяких разах. У нас же дурацкая система, ребята. Вам нужно в отчёте по, значит, там самого РНФ, да, написать, сколько статей у вас опубликовано в журнале КО-1. Ну, вообще, с моей точки зрения, это преступление, само по себе требование такое, потому что мы не должны посылать лучшее за рубеж, мы должны это у себя в последних этих требованиях к оформлению и заключению вот этого контракта, это вот требования, слава Богу, сняли. На публикации во всех международных базах и, прежде всего, в российских базах, потому что в Ринксе. Значит, если можно, начинается дискуссия. Значит, Валер, Валер, ты наивный человек, понимаешь? Ты сейчас ведёшь, ты, да, да, наивный, потому что ты ведёшь этот самый РНФский грант сейчас, да, да, и я веду. И я знаю, что мне говорят, что я должен, а ты мне говоришь, что тебе сказали, не делай это. Они же сами ищут он, а? Все, что мы говорили по поводу академии, даже более того, с вами полностью согласен и по поводу приятного понимания. И вот с вашим докладом полностью согласен. Отлично. Уже хорошо. Все хорошо, все понятно и хорошо. Вопрос, который я задал, скорее даже провокационный. Ну и ради Бога. Вы доказали, я считаю так, что жизнь возникла не на земле и во всяком случае. Не на земле точно. Вы видите, это возникло не на земле. Да. А почему это исключает, что на земле тоже возникала жизнь? И вообще, кто сказал, что существует правильный вопрос, когда возникла жизнь на земле? Может, она продолжала дальше возникать? Вы говорите о океанах не было четыре с половиной миллиарда лет назад. Ну, не было. И четыре демона. Но четыре миллиарда лет назад уже были. Четыре были, и там уже вся вот эта самая штука. Но могли работать и те механизмы, о которых здесь говорилось. Могли работать. Знаете, биосферная составляющая, она не... Нет. Которые вы почему-то считаете, что раз есть это, то другие можно и не обсуждать. Почему? Сейчас объясню. Вот то, что говорилось о Спиринском, что говорилось о других о этом бульоне, как его там... Опаринском. Опаринском бульоне и так далее. Они исключены? Опаринский... Этого кем? Концепция Спирина. Концепция Спирина я сказал, что была верна. То есть... Она была в космосе. Она была в космосе. Этого я не знаю. Как не знаю? Не-не-не-не-не-не. Не, Владимир... Значит, то, что говорил Четверин, абсолютно с этим согласуется. Я с ним согласен. Это именно то. Это было образовано раньше, до рождения Земли. В момент становления Солнечной системы. Ну, я думаю, что... Значит, Вера тоже приблизительно так же думает. Проблема с моей точки зрения состоит в чем? Вот тут на одном из графиков, наверное, вы просмотрели такое название про геном. Вообще, если вы возьмете журнал «Генетику», там есть одна статья, которая называется «Закон гомологических рядов Вавилова и его будущая судьба». Вот там я показываю совершенно с других позиций, что Вавилов установил закон более общий, чем дарвинизм. Только было это сформулировано так, и судьба самого Вавилова и его разработками была трагической, вы это знаете. Астрокаталис. Но вот в какое-то время там, когда придумал этот самый Валера, ну, значит, этот самый... Как он называется? Астрокаталис. Вот в это время образовалась некоторая субстанция, которую я назвал прогеном, который дальше автоматом саморазвивается, и оттуда проистекает все остальное. Вот и все. Поэтому... Могла продолжать образовываться на Земле? Можно она вот сегодня образовываться? Это исключено? Ну... Я думаю, что исключено, потому что вот когда идет... А Маша здесь, нет? Нет. Когда Маша говорит там о том самом... о ковиде, и там свои раскладки у него, Маша еще одну вещь там, если дополнит, то все будет в порядке. Значит, с моей точки зрения, врачи многие, когда говорят, что они своими организационными вещами побеждают всякие эпидемии, я думаю, что они ошибаются. Потому что значительное количество всякой дряни, которая может вызывать эпидемии, наверняка поступает из космоса. И сегодня. Потому что, вообще говоря, в течение года, вы знаете, на Землю пыли всякой дряни космической попадает сколько? 400 тысяч тонн. И вот среди этого хлама куча бактерий. Но дело в том, что здесь уже на Земле образовалась такая система, которая этим пришельцам жизни не даст. Она будет с ними бороться и все равно их уничтожит. И уничтожают. Врачи потом помогают, да. Но главное не врачи, а именно те, которые живут у нас здесь. Вот поэтому мне мысль о том, что здесь снова еще рождались всякие организмы там и развивались во что-то. Мне эта мысль даже в голову не приходит. Я не допускаю даже такой мысли. Потому что тогда мы должны считать, что биосфера – это просто хлам. А это не хлам. Давайте обсуждение вашего вопроса оставим на дискуссию. Здесь, я думаю, масса есть людей, кому есть что сказать на эту тему. Ну, сейчас давайте поблагодарим Алексея Юрьевича за его новость, за его новость, которые подволили сделать замечательные доклады. А сейчас Мария Валерьевна, она выступит со своим поведенным испорщением, в самом деле, за решение Чевцова. Я, конечно, с удовольствием хочу зажилить эту штуку. Смотрите, не дам. Поделитесь. Ого! Из интернета есть один вопрос. Ну, я думаю, ладно. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, так получилось, что у меня доклад последний, и он будет таким промежуточным для перехода к общей дискуссии. И то, что я сейчас буду говорить, выделять и обсуждать, это мое личное субъективное мнение, которое сложилось и по результатам рассмотрения литературы, и по результатам дискуссий, которые были перед совещанием, и по самому совещанию. Поэтому я к этому так и предлагаю относиться, как мы сейчас фактически начинаем уже дискуссию. Вот мне было интересно сравнить то, что мы рассказывали эти два дня, с той конференции, достаточно большой, которую мы делали в 2016 году. И у нас некоторые докладчики повторялись, некоторые не повторялись. Вот этот вот слайд был сделан еще в 2016 году. Я его практически ничем не исправляла, за тем исключением, что я нарисовала. Вот было написано, жизнь галактическая или земная, и стоял вопрос. А теперь понятно совершенно, что за эти восемь лет у нас явно стрелочка от осмысления только земного или планетарного происхождения жизни сдвинулась в сторону происхождения все-таки астрономического. Потому что на конференции 2016 года у нас, по-моему, четко было только три докладчика, которые говорили, это астрономическое явление. Это делал доклад Алексей Юрьевич, это делал доклад Дмитрий Ливидов, делал доклад Снепников, и присоединялся к ним Михаил Капралов, я надеюсь, что он тоже к нам в дискуссии присоединится сегодня, который занимается производством той самой сложной органики в Дубне при облучении соответствующих веществ. А сегодня об этом эксперименте уже рассказывали. Остальные докладчики, которых было, в тот раз, наверное, раз пять больше, во главе с Снепниковым были совершенно точно уверены, что все-таки жизнь это планетарное явление, и надо рассматривать различные неравновесные процессы на границах сред, в первую очередь на границах водяной среды, покрытой либо пленкой, либо каким-либо другими вещами, через которые проходит газ и энергия. И, возможно, это все размазано еще по таким носителям, как глины соответствующие, но все равно земных условий вполне достаточно для того, чтобы это сделать. Вот время проходит, и действительно астробиологии становятся все больше и больше астро. Но даже в астробиологии за эти годы произошли у нас, в смысле в той части, в которой астро, произошли очень интересные изменения. И мне кажется, что они связаны... То есть вот это вот изменение сознания общего, оно связано в первую очередь с двумя совершенно четкими открытиями. Ну, во-первых, то, о чем уже говорили много, это добиологический синтез органических веществ в молекулярных протопланетных облаках, которые в большом количестве происходят. И это будет развиваться... Видно, что... А, понятно. Видно, что это мейнстрим. Сейчас становится как бы одного из направлений вопроса, который под вопросом сейчас становится мейнстримом. Конечно, здесь будет обсуждаться, сколько переходит из молекулярных облаков в протопланетные диски, как идут дальше эти процессы. Но это то, что мы с вами слушали вчера очень подробно. Доклады из Ники Вида и Валерия Слизникова, и сегодня еще повторил это. Но это действительно уже становится мейнстримом, и это приятно, потому что здесь начинают уже разрабатываться модели, численные модели, они просто идут разговоры о общих направлениях, и может это быть, или не может быть. И второе открытие, которое очень сильно сдвинуло, конечно, наше массовое научное сознание, это открытие небесных тел с подлёдными океанами. И после того, как выяснилось, что на самом практически не краю Солнечной системы, но значительно дальше, чем мы предполагали, у нас существуют спутники Сатурна и Юпитера, в которых запасы океанов под толстым слоем льда превышают запасы земных океанов, стали строиться не просто предположения, а тоже стали строиться численные модели, которые показали, что, вы знаете, вот, например, это круговорот кислорода на Европе на одном из путингов, что прилетает, как выбивается, как весь этот круговорот происходит. Оказалось, что на самом деле, вообще-то, жить под слоем большого льда это очень выигрышно. Вот если помните ещё, ну не то, что там десять, но двадцать или тридцать лет назад, когда мы с вами говорили о зоне обитаемости, мы совершенно чётко, она получила такое красивое название пояс Златовласки в англоязычной литературе, и под этим поясом Златовласки чётко совершенно предполагали земные условия и же именно поверхности. И все наши космические миссии, которые мы делали, мы отправляли именно из этих соображений. Мы искали, если не нынешнюю жизнь на Марсе, то хотя бы следы бывшей жизни на поверхности Марса. И в эту же зону, в Солнечной системе, в эту зону обитаемости, входила только Земля, Марс и Венера оказывались за её краями уже. И ровно то же самое, вот эта же зона обитаемости это для Солнечной системы нарисовано. И как она могла бы быть продлена для звезд разной массой Солнца? А красительное Солнце это единичка-то Солнца, а эта звезда с массой либо меньше, либо больше. И как она могла бы выглядеть в галактическом плане? Рисовали такой красивый круг, чтобы не очень близко, потому что вспышками шибёт не очень далеко, энергии не хватит. А вот здесь вот такое вот колечко. Ну, с галактической зоной разобрались, как ни странно, гораздо быстрее, потому что оказалось там настолько огромное количество факторов, в том числе и волны, которые идут по галактике, и разные температуры газа, и вспышки, и процессы собственного вращения, что этот красивый круг уже, ну, наверное, лет десять назад по численным моделям превратился даже не в вытянутый эллипс, а в совершенно рваную, скорее, сжатую марлю, чем вот такую красивую картину. С зоной обитаемости, как пояса Златовласки, это в общественном сознании продержалось дольше, но чем больше мы видим изучение, тем больше мы начинаем склоняться, что, как ни парадоксально, а, возможно, проще было сделать жизнь не в тёплой части протопланетных дисков, а в той части, где лёд был в замёрзшем состоянии. Об этом, собственно, говорят косвенно, в своём докладе, о том, что у нас органика прекрасно получается на чём? Именно на льдинках, а никак не на чистой воде. Об этом, опять же, в косвенном виде сегодня говорил Михаил Александрович, который совершенно потряс мне заявлением, до сих пор не могу прийти в себя, что собирать жизнь было проще использовать в качестве катализаторов вольфрам, то есть более эффективный, и от этого вольфрама, когда он заканчивается в океанах, двигаться к меди, а не наоборот. Почему-то предыдущие конструкции предполагали, что всё-таки сначала мы использовали самые лёгкие, самые распространённые элементы, а потом уже переходили в обратную сторону, к более тяжёлым и более редким. Оказывается, нет, судя по всему, жизнь могла выбирать более эффективные, а не более распространённые материалы. Ну и третий момент, который тоже постепенно начинает занимать сознание и становиться аксиомой, который вроде бы кажется очевидным, но он совсем не очевиден в моделях с дарвиновским прудом, с образованием где-то локальных каких-то отделённых мембраны на поверхность или с чем-то, это то, о чём ещё говорил Заваркин. Жизнь не может, и о чём говорил Валерий Николаевич, жизнь не может она возникнуть в качестве одной молекулы, пусть даже очень удобной, или одного непонятно чего. Оно не будет, оно будет существовать, даже если она возникнет, она тут же распадётся. Это должен быть конгломерат и симбиоз в очень сложных взаимодействующих между собой элементах, которые, разные химии, которые могут друг друга поддерживать. То есть, это вот, здесь я специально выписала, это теория функциональной связи диаферной системы заварзана. Очень красивая идея, и она постепенно начинает, возможно, я её неправильно интерпретирую, но, на мой взгляд, это совершенно гениальная мысль, которая, распространяясь, меняет на самом деле наше, не просто сознание, а те направления и поиски, методы поиска в жизни, которые, собственно говоря, ведутся. Так вот, на данный момент здесь приведено количество потенциально обитаемых ледяных спутников в Солнечной системе, они и вокруг Юпитера, и Сатурна, они расположены и дальше, и чем больше миссий летает, тем больше мы обнаруживаем различных небесных тел, на котором, вполне возможно, может существовать жизнь в океанах, пусть там даже не водные океаны с каким-то другим растворителем, но там можно сконструировать эту жизнь, потому что подо льдом очень удобно, там действительно подо льдом жить очень удобно, если снизу идёт поток тепла, неважно радиационного или приливного тепла, сверху вы защищены от всех неприятностей типа излучения звезды, то такая планета с образовавшимся уже раз биоцинозом, она совершенно спокойно себе может вообще оторваться от звёздной системы, летать себе в космос, и им и так хорошо. И вот если с этой точки зрения то получается, что наша Земля, она не то что уникальна, а мы смотрим в обратную сторону, непонятно, как здесь вообще что-то могло получиться. У вас на этой поверхности, которая при молодом Солнце была хронизована и ультрафиолетом, и галактическими, солнечными, космическими лучами, и вообще представляла собой крайне неудобное место из-за различных биологических процессов. То есть почему бы не сидеть всем внизу, а изрека вот такие вот случайные вещи, как наша Земля, действительно могут встречаться. то есть, на мой взгляд, сейчас, как ни парадоксально, выигрывает вот эту вот гонку за обитаемость миров скорее пояс снегурочка, то есть ледяные планеты, а не планеты типа Земля. Вот этот слайд взят из презентации Михаила Симахова, и он показывал, что очень много источников энергии для того, чтобы создать химию для образования биосферы под слоем льда, с одной стороны, и очень много мест, в которых, собственно говоря, эту жизнь можно делать, творить, перекручивать, то есть там, где есть смена и доступ не только химических веществ, но и энергии, и главное, что это все находится в движении. Я думаю, я надеюсь, что, может быть, он присоединится к там, к дискуссии, и мы будем рады его самого послушать по этому поводу. В связи с этим произошло, опять же, принципиальное расширение сознания, потому что начали изучать вопросы, которые до этого, пока мы рассматривали достаточно благостные условия, подобные тем, которые есть на Земле, и именно их включали в зону обитаемости, нам не надо было задавать кучу других вопросов. Про органику кумуляторных облаков, я уже сказала, про то, что, если мы продолжаем оставаться в обсуждении возможностей жизни на поверхности, мы обязательно приходим к обсуждениям радиационной безопасности на этой поверхности, в первую очередь, конечно, для Марса, и по этому поводу тоже есть цикл работы того же самого Чепцова. Владимира, может быть, он смотрит, я понимаю, что он не может сейчас говорить, но хотя бы, просто физически не может говорить, но, может быть, он смотрит, и это было бы приятно. И по этому поводу в новых экзопланетах тоже рассматривается радиационная безопасность, и включая материнскую звезду, и включая ту безопасность, с рассмотрением излучения, которое может идти от планет-гигантов, газов таких как Юпитер, там тоже бомбардировка достаточно сильная. И опять же, да, а работая с Марсом, то же стало понятно, что если хотя бы немножко опустить вниз эту жизнь, а не искать ее прямо на поверхности, которая достаточно сильно бомбардируется, но хотя бы на метр вниз, и там уже можно строить достаточно устойчивые модели биосферы. Даже на современном Марсе, не говоря уже о том Марсе, который был непонятно почему теплым, четыре с половиной миллиарда лет назад имел теплые океаны, хотя солнце было очень тусклое, и свет туда почти не доходил. Но как-то он ухитрялся себя сам прогреть даже в этом случае. И опять же встает вопрос о том, насколько, о роли магнитных полей мы уже неоднократно на этой конференции обсуждали, и причем в очень разных вопросах, где только не появляется что-то, сразу встает вопрос, а что будет, если мы добавим магнитное поле? Как вчера пошутил уже на кофебрейке Дмитрий Вибл, он сказал, что сейчас, если ты не знал, спросите докладчик, сразу спрашивал, а что у вас по осям? А сейчас достаточно встать и сказать, а скажите, пожалуйста, а что будет, если мы добавим магнитное поле? Вот, это абсолютно беспроигрышный вопрос, и докладчик сразу откроет очень много нового и интересного. Так как мы вчера обсуждали, на этих самых льдинках в молекулярных облаках химии идет преоблучение галактическими и космическими лучами, а галактические и космические лучи, они очень сильно зависят от магнитных полей. Поэтому вопрос, это, конечно, тонкий, но тем не менее, по-видимому, у нас там ждет тоже много нового и интересного. Второй аспект с магнитными полями оказалось, что пока мы искали жизнь только в поясе Златовласки, то есть включая вот этот пояс планеты Земля, с одной стороны Марс, ну так уж и быть, и уж так уж и быть Венера, нас, в общем-то, собственная магнитосфера, нет, собственная магнитосфера нас всегда интересовала, но собственная гелиосфера, она нас тоже интересовала в условиях вот здесь вот рядышком. И про то, что вот здесь вот рядышком на расстоянии одной астрономической единицы мы знаем достаточно хорошо. Когда выяснилось, что вот эту вот зону обитаемости надо расширять, то мы заинтересовались, а что же там дальше за Марсом? И оказалось, что все не так просто. Я поэтому сегодня после доклада, поскольку у нас образовался небольшой запас времени, я попросила 10 минут выделить и сделать короткий такой, даже не доклад, а скорее анонс вопроса о том, а вообще в нашей-то гелиосфере сколько только в свою. То есть мы вроде бы рассматриваем динамо Солнца, а на самом деле задача не так проста. И вот это вот достаточно ламинарное течение солнечного ветра, которое наблюдается на уровне Земли, оно на уровне Марса еще прекращается, там начинается достаточно сильная турбулентность. Поэтому это следующая задача, которой действительно могут разбираться физики и астрофизики. Марина Михайловна немного говорила об этом в своем докладе, но все-таки это отдельный вопрос, который, наверное, дальше будет. И я искренне надеюсь, что в дальнейшем Дмитрий Соколов возможно нам расскажет все-таки о роли магнитного поля при формировании планетных систем и жизни. Ну и о роли ультрафиолетового излучения в конструировании жизни. И в РНК нам рассказывали, где вот приведена, в левом нижнем углу приведена картинка насчет того, какое было излучение на ранней Земле. Это верхняя красная линия. Следующая линия прерывистая — это Солнце и Земля сегодня. Это инспектор от 200 до 320 ангстрем. И там же есть и Проксима Центавра, и те звезды, о которых мы сейчас говорим. И про вспышечную активность мы уже говорили, но посмотрите вот в верхний левый угол. Да, это не идеальная картинка по зоне обитаемости, но вот эта вот самая зеленая зона, которая даже расширенная зона, и горячая зона, они значительно меньше, чем вот эта вот ледяная зона. Поэтому если мы переносим свое сознание в область пояса снегурочки, то у нас просто расширяются очень сильно те места, в которых мы можем искать жизнь ее хотя бы в бактериальной форме. Ну и вирусах найти, и то хорошо. Значит, действительно, здесь уже очень много говорили о роли космической пыли. И потому что если мы говорим о подлёдных биосферах, то туда в какой-то момент питательные вещества будут исчерпываться, их надо туда как-то доставлять. И сейчас рассматриваются очень активно модели, в которых космическая пыль в качестве такого вот источника постоянного рассматривается, и с выпадением опять же на лёд. И если мы обсуждали в докладе про РНК, спасибо большое, мы обсуждали озёра, которые высыхают и пересыхают, и как-то между собой общаются, тем самым могут накапливать вещество, и вот эти вот перепады могут служить началом эволюции, то сейчас очень большое количество работ посвящено вот этим же озёрам, но на льду. А потому что они тоже хорошо протаивают, они дефондируют, лёд может пробиваться и доставлять непрерывно под какие-то питательные вещества. Они могут друг друга перетекать, и вот эта вот схема как бы возникновения жизни, но не на курильщиках, не на тёплом на чём-то, а именно на холодных поверхностях, но которые могут подтаивать, она очень-очень активно рассматривается сейчас в литературе. И, как я уже говорила, именно вне зависимости от того, рассматривается ли эта схема в космических масштабах, когда те авторы, которые считают, что это всё-таки общая схема не только для Земли, но и для других планет. Но и для Земли тоже появились работы, в котором рассматривается происхождение жизни благодаря выпадению космической пыли на не тающие большие ледяные поверхности, которые есть. Здесь я привела ссылки. Это вот работа 2024 года. Буквально январь-февраль 2024 года, самое последнее. Мне очень нравится последняя работа, даже не в силу потрясающей научной концепции. Там хорошая модель посчитана с космической пылью, с продаемым и всем остальным. Но там, я её рекомендую, там прекрасная библиография. Там больше 90 ссылок на статьи, которые, интерактивные ссылки, можно нажать и сразу, вот я вернусь, вот эта самая нижняя строчка, и сразу попадаешь на работу, причём все эти работы не старше 2021 года. Поэтому, я бы сказала, две трети из них доступны. То есть это не надо куда-то лазить, две трети из них можно прочитать в открытом доступе. В результате все эти научные модели приводят к тому, что люди, извините, немножко отвлечься и улыбнуться. В последнем вышел фильм, последний по Дюне, по хронике Дюны Фрэнка Герберта, и там песчаный мир, в котором была сначала вода 90%, потом она ушла, и там такие замечательные герои действуют. Так вот, метеорологи посчитали климатическую модель вот этого фантастического мира Дюны и сказали, что, ребята, всё прекрасно, и в пустыне океана Ракис, если осладывать единички этой земля, вот эта вот масса в коэффициенте возможной обитаемости, а вот эти фантастические миры, которые описаны вроде бы с утратительным совершенно климатом всем остальным, но у них действительно, во-первых, они описаны не противоречиво писателям-фантастам, а во-вторых, у них коэффициент возможной обитаемости выше, чем у Марса. Такая вот красивая вещь. То есть метеорологи не только занимаются серьёзными вещами, но и позволяют себе сделать вот такие вот интересные расчёты. И если мы говорим всё-таки о космическом, о планетарном... Извините. А, ну и вот все эти рассмотрения, мне кажется, рано или поздно приведут к той мысли, что жизнь — это всё-таки неотъемлемая часть материи. То есть как только появляется химическая основа, как только перестают быть очень активные вспышки, как только можно что-то хоть как-то удержать, потому что вспышки с одной стороны разрушаются, с другой стороны они же создают, то обязательно где-нибудь какие-то формы жизни, вопросы Владимира Химича, они должны появляться. Закрепятся они, не закрепятся, выпадут они. Вот в планетарном диске хорошее сюда выпало, всё вымерло, осталось один процент, а потом через полмиллиарда лет обратно расплодлилось и вылезло. Почему нет? Понятно, что сейчас уже наша жизнь сожрёт всех конкурентов, но с другой стороны это возможный вариант. И вот если мы говорим об этом, мы говорим о переносе. И в этом смысле работа Владимира Чевцова, мне очень жалко, что он не смог это сделать лично, но он прислал несколько слайдов с ссылками на свои работы. Очень рекомендую обратить на него внимание, потому что практически, если он не единственный, но по крайней мере самый доказательный исследователь, который смотрит как устойчивость организмов отдельных видов и именно той самой совокупности, о которой говорил Заварзин, то есть симбиотов, к различным внешним неприятным воздействиям. И вот они показали, что вот эти совокупности организмов, они почти, насколько я помню, почти на порядок, но по крайней мере в несколько раз они более устойчивы, чем каждый из видов, входящий в этот симбиотизм по отдельности. И это вот к химическим факторам устойчивости, это из исследований, которые были по возможной жизни на Марсе как раз. И влияние гамма-излучения в их работах оценивалось. И вот вывод был такой, я себе позволила, Владимир Владимирович, написать последние выводы, то, что я помню из ваших работ, если вы не так поправите, то есть то, что было устойчиво, действительно сообщество микробных прозы превышает устойчивость чистых культур. И оно свидетельствует не только о том, что мы можем сделать на поверхности или под поверхностью, если есть хоть какие-то пары воды, то достаточно устойчивую биосферу, причем биосферу достаточно периодическую. Периоды это могут достигать, например, 120 тысяч лет. То есть в биосфере на Марсе достаточно хороших условий раз в 120 тысяч лет или даже больше для того, чтобы прошел цикл активации этой жизни, а потом она опять ушла в спящее состояние и в следующий раз вылезла только через следующие 120 тысяч лет. У сообществ большая устойчивость к возможному переносу из одного места планетарной системы в другие места планетарной системы. По работам, по крайней мере, то, что у меня было, там выживаемость до 3,5 миллионов лет, а на поверхности чуть ли не до 13 миллионов лет. И не сколько времени? У меня вообще время есть уже? Да? Минуты 4 у меня есть. Ну и очень коротко про то, что, собственно говоря, мы уже... Аксей Юрьевич начал говорить, что хотим мы или не хотим, но мы нашу земную жизнь все больше и больше включаем в эти космические события и в жизни космическую. Вот здесь приведена солнечная активность за последние 9 тысяч лет. Это из доклада Осипова и Нагалитина, который был в ИКИ, и они показали, что так известная нам и активно обсуждаемая карингтоновская вспышка, ну для нас это ой какая она была, а если смотреть на периоде даже всего лишь 9 тысяч лет, она не просто взорядна, она одна из многих такой интенсивности. Более того, за это же время регистрировались такие замечательные события, которые получили именное название события Мияки, которые во много раз более интенсивны, чем карингтонские вспышки. Это не в древние времена, это абсолютно точно 1774 год и 1793 год. Если у кого будет время, почитайте в интернете, как по кольцам деревьев обнаружили этот неожиданный совершенно сумасшедший всплеск в радиоуглероде, как это проверяли по разным частям света из Японии, в Гренландии, в Канаде, которое, как это было подтверждено, и с точностью до буквально месяца, из-за разницы лета и зимы в Южном и Северном полушарии, оказалось с точностью до месяца определить, когда именно были такие вспышки. И, в общем, карингтонская вспышка на кольцах деревьев не оставила практически никакого света. Представляете, интенсивность какая должна быть у этих вспышек, чтобы они так зафиксировались. Ну, и здесь я уже про активности, наверное, не успею рассказать, климат и эпидемия, но только хочу сказать, что при изменении солнечной активности уже в нашем тысячелетии, вот в начале тысячелетия, пока была очень высокая солнечная активность и было хорошо и тепло, население Европы возросло примерно в два раза. А когда мы впали в этот минимум, начались большие климатические нарушения, вот мы открываем население Франции и Англии, она с такой же скоростью практически в два раза сократилась. И сокращение населения, как вы сами понимаете, было гораздо более болезненно, чем от разных болезней, недорода, эпидемии и всего остального, чем его возрастание. Потому что оно было более стремительно. Ну, и это же продолжается воздействие сейчас. То, о чем Алексей Юрьевич опять же говорил, что, господа, у нас еще есть вирусы и вирусные эпидемии. И они, вирусные эпидемии, в отличие от бактериальных, которые прыгают, имеют достаточно четкие максимумы в 11-летнем цикле, совпадают с этим циклом, а вирусные эпидемии и пандемии, они у нас норовят прицепиться к минимумам, причем к минимумам квазистолетнего цикла. Вот это 875 год, вот это 2025. Вот видите, за последние три солнечных 11-летних цикла количество вирусных пандемий в три раза превысило их количество, чем за предыдущие 6. То есть фактически нагрузка оказалась в 10 раз выше, чем в циклах максимума квазистолетнего солнечной активности в районе 60-х годов. И все попытки это обуздать, эти эпидемии, они, к сожалению, когда закрывали границы, ничему хорошему это не привело, потому что вирусы прекрасно переносятся не только с воздушной массы, но и поднимаются достаточно высоко. Вот Марина Хаула вчера показывала, где они поднимаются и прекрасно до них достигают галактические косметические лучи, и они могут там мутировать, но про то, что они могут переноситься на открылих самолетов, вообще говорить нечего. И действительно, если посмотреть на кривую заболеваемости, то вот эта обычная кривая – это инфекционные заболевания, и они четко совершенно совпадательны с солнечной активностью, потому что от геомагнитных бурь они отстают примерно на полтора года. То есть это действительно, как вчера говорила Елизавета Храмова, процесс, по-видимому, связанный с солнечной активностью, они как не из геомагнитных, то есть это даже не планетарный процесс, а процесс общий, солнечно-системный. Так, и вот это последнее, пожалуй, может быть, что я покажу – это эпидемия кори, которую можно использовать в качестве предиктора. Мы, как в физике, не всегда знаем, когда она станет максимум солнечной активности, а биостерия – она знает. Вот кори такая хорошая болезнь, она для них хорошая, но она начинается, она имеет четко выраженные вот эти вот максимумы, причем и в минимуме, и в максимуме, и ухитряется она начаться примерно за год до максимума солнечного, вот, то, что мы наблюдаем и сейчас. Ну, здесь я небольшой прогноз, где и когда, что мы можем ждать. Мы еще не вышли, на мой взгляд, из квазистолетнего минимума солнечной активности. По прогнозу, следующие… Вот Виталий Кичушков ушел, но он предполагает, что следующие еще пять солнечных циклов, то есть это, значит, до середины столетия, а то и дальше будет достаточно низкая солнечная активность. А как вы видели, вот здесь на графике, при низком столетнем цикле и низких циклах общих у нас пандемии, по крайней мере, вирусные идут и в минимуме, и в максимуме солнечной активности. То есть нас на ближайшие 30 лет ждет развлечение, примерно удвоение числа пандемий. И вот последний слайд, который я покажу, это список тем, которые мы не успели заслушать, а надо было бы. Вот вы можете посмотреть, это то, что мы уже обсуждали, роль магнитных полей и галактических космических лучей в формировании планетных систем и условий на экзопланетах. Вот, причем, действительно, нужно рассмотреть баланс магнитного поля, ГКЛ и кинетического движения газа, а не только кинетического движения газа, как в основном рассматривается в моделях сейчас. То есть магнитосфера звезд, структура динамика, взаимодействие с ГКЛ, космическая пыль и ее роль в формировании ежедневно-холодной части зоны обитаемости, радиозоны безопасности, выжимаемость в космосе и перенос, и разнопередная динамика Солнца, космические агенты, мутации вирусов и их роль в происхождении и развитии жизни. Вот здесь спасибо за внимание. И, если что, вот литература по геофизике 21 века, ну, несколько, и пандемии COVID-19. Все, я жду вопросов. Вопросы, пожалуйста. Ну, поскольку Алексей Ильич, выходит в неделю для дискуссии, можно я сейчас передаю вопрос? Можно? Выходите тогда сюда. Вопросы очень непорядки. Давай. Он, так сказать, на землю перенес образование живых организмов. Ну, вот есть такой пример, как Европа, где под огромным слоем льда существуют условия уже в океане, изолированным совершенно, но подходящим по условиям для образования жизни. Вот если там может возникнуть жизнь в океане, это первая, так сказать, часть вопроса. Вторая. Если она возникнет, то она пойдет по тому же пути, как у нас, или будет какой-то другой вариант. Ну, еще, может быть, такой уже совсем глупый вопрос. Любая, так сказать, эволюционная система, она ветвится. И вот у нас были динозавры, которые хорошо бегали и эволюционировали. А потом, если бы не упал астероид и татан, то как бы это все продолжалось. Так вот, могли бы они дойти до интеллектуального уровня, или это уже для них невозможно? Да, но, если ты помнишь, Луна, или янь, не могли бы эти падения. Сами бы выиграли, могли бы, да? Нет, ну, дело в том, что, вообще говоря, палеонтологическая редкость очень показательная. Нету никаких организмов, которые живут всегда. Все вымирает. И чуть больше живут, чуть меньше. То же самое было с динозаврами. Значит, кто придумал эту легенду? Придумали кто? В астрофизике. Вот так. Значит, придумали. А дело в том, что, значит, вот эта граница, которая считается смертью динозавров, и, соответственно, этот болид, это вот вымирать у динозавров не имеет прямого отношения. Нет, динозавры вымирали себе. И я всегда говорю, когда говорят, что, значит, упал болид, и они вымерли, да, это заблуждение, которое противоречит тому, что, оказывается, динозавры были значительно умнее, чем мы думаем. Но они вымирали заранее, за 15 там приблизительно миллионов лет. Поэтому это легенда. Таких легенд по поводу, значит, истории жизни на Земле очень много. Вот, например, существует такая легенда, что, скажем, вот от этого болида, от которого вымерли динозавры, считается, дала волну высотой в 4,5 километра. В общем, будешь себе представить, что это возможно, нет? Где? А? Где? Не было такого утверждения. Я тоже не знаю. Физики, которых ты ругаешь, в это никогда не поверят. Ну и правильно, что не поверят. Но дело в том, что... Физикам это в голову не пришло. Ну вот, ну вы... Ладно, сами собой... Это как раз... Это как раз... Я про волну... Нет, ты меня извини. Это как раз с физиками пришло в голову. А я и спрашиваю. Ребята, если 4,5 километра, значит, эта волна, где от нее следы? Следов-то нет. А следы смылись. Куда? Ну, хорошо. Алексей Юрьевич, это... Спасибо. Это для юмора. Возможно, на Европе возникновение жизни в океане, который закрыт ледяной коркой так, что не проникнуть. Если да, то это тот же путь или другой? Нет. Если там жизнь уже была... Нет, это другая эпоха. Жизнь возникла тогда, когда Европа только образовалась. А это уже тогда, когда она уже была. Да нет. Да нет. Европа образовалась тогда же, когда Юпитер. Ну, ладно. Хорошо. Юпитер, Европа. У меня это Солнечная система. Конечно. Ну, и все. И успокойтесь. Так. Светет. Да, да. Давай. Сюда подходите, потому что микрофон у нас здесь. Чтобы слышно было. Вот сюда. Сюда надо подойти. Да, поднимите. Здравствуйте. Всем здоровья, 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 дай Бог. Здравствуйте. Дам лечен выпускник физфаком. Валерий Валерьевна. Вопрос простой. У Чезверского есть фраза. Жизнь здесь явление скорее космическое, чем земное. Поэтому ДНК все-таки пришло космическими телами, например, на галактических кометах. Вот Азарий Александрович, он специалист по всем этим струям. Наша система проходит 10 струй галактических комет и нападала за эти 6 миллиардов лет на нашу Солнечную планету. Наверное, триллионы галактических комет. Так вот, какие-то кометы могли эти ДНК попасть в океан нашей планеты? Так вот, когда люди могут спросить, где ДНК? Да, возникла. Это родная ДНК? Или все-таки это из космоса? Всегда отвечать надо. Нет, всегда из космоса. Только так. Значит, смотрите, давайте так. Мы не можем сказать, что только из космоса или не из космоса, но насчет нашего ДНК действительно, вот упоминал уже сегодня Никитинг, что наша ДНК действительно один из самых устойчивых, не организмов, но одно из самых устойчивых образований к ультрафиолету. То есть, действительно, если отбор шел уже куда бы он ни попало, на Земле или же в образующейся системе, но наша ДНК была заточена на очень высокий уровень ультрафиолета раннего Солнца. Да, это и есть. Поэтому давайте так, что можем сказать, то говорим, что не можем пока в области гипотез и будущего. Хорошо, спасибо. Спасибо, Мария Валерьевна. Но все-таки я склонен утверждать, раз я вышел вопрос задавать, что все-таки принципиально на нашей планете никогда ДНК возникнуть не могло. Не могло. Подойдите, пожалуйста, на дискуссиях. Отлично. Так, у нас есть вопросы. Никто не спорит. Вопросы еще, пожалуйста. Если у нас вопросов нет, у меня большая просьба 10 минут. 10 минут выдать Роман Анатольевичу Кислову, если он нас слышит. Я вас слышу. Да. Мне нужно выйти из презентации, да, что-то. Да. Ну да, я, наверное, тогда расшарю экран и сделаю небольшое сообщение. Сейчас попробую расшарить экран, чтобы вы его видели. Я поняла, поняла. Я не выхожу, не выхожу. Отмена. Так, вы видите мой экран? Да. Да, 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 да. Отлично. Сейчас я сделаю так, чтобы он был пока слайд. Хорошо бы это было сделать. Вчера, ну, вчера и так переполненный день был, а сегодня у нас место освободилось немножко. Да. Хочу поблагодарить. Роман, можно громче? Громкость можно на максимум? А, ну да, у меня громкость голоса, она фиксирована. Я постараюсь погромче говорить. Да, я хочу поблагодарить за приглашение рассказать о том, сколько вы, на самом деле, всего токовых свое в гелиосфере. Ну, почему вот мы о них заговорили? Потому что, ну вот, токовые свои, во-первых, магнитные структуры, и с ними связаны, ну, во-первых, они часто играют роль каналов для распространения космических лучей, как от Солнца, так и из внешней среды. И сами по себе также токовые свои, они как бы играют роль скелета гелиосферы, то есть вот образующую систему. Поэтому, как бы, вот вопрос о том, как устроена внутренняя гелиосфера, он сводится, в общем-то, к изучению того, как в нем расположены токовые свои, как они живут. Ну, а также отдельный вопрос, который вот я не буду рассказывать, какие вот там потоки от Солнца могут распространяться, которые недолгоживущие, так скажем, то есть еще не стационарные структуры есть. Так вот, я напомню, что такое токовый слой для начала, то есть токовый слой — это просто вот лист плазмы с током, который больше, чем в окружающей среде. Это самое такое базовое определение. Вот, ну, еще такой момент, что, как правило, в токовых слоях внутри вот этого плазменного листа, в нем магнитное поле меняет полярность на противоположную. Ну, по крайней мере, та его компонента, которая параллельна плоскости этого слоя. Вот. И здесь вот на двух картинах вот сверху показано, вот, например, вот, когда мы смотрим сбоку на плоский слой, вот магнитное поле сверху в одну сторону направлено, снизу в другую. Также бывают случаи, когда есть еще перпендикулярное слое магнитного, компоненты магнитного поля. Вот мы видим линии магнитного поля, они формируют вот такие вот петелечки. Вот, если мы смотрим сбоку на слой. Вот. Ну, и снизу еще иллюстрация того, что бывает, когда этот слой по каким-то причинам становится неустойчив. Он разбивается на такие вот плазмоиды, которые еще иногда называют магнитные острова, и получается такая вереница плазмоидов. вот, и такое тоже, как представление, что есть токовый слой. Вот простейшей модели Харриса, вот, концентрация, вот, частиц, паротонов и электронов, она максимально в центре слоя и уменьшается на края. Магнитное поле, наоборот, по модулю максимально на краях, но оно, естественно, разного знака в центре, но минимально, ну, в модели Харриса оно через ноль проходит. То есть, ну, как в такомаках, где мощное магнитное поле, там плазмы нету, а там, где, наоборот, как бы, там плазмы много. То есть, принцип магнитного удержания плазмы. И теперь, вот, в гелиосфере существуют, вот, вот, в гелиосфере токовые, они формируют гелиосферную токовую цепь, по крайней мере, крупномасштабные свои. И об этой цепи еще в свое время писал Альвен в 1977 году. И вот здесь вот видно, вот, есть вот и патриальная зона сильных токовых слоев, и также полярная зона, и вся эта система, она, по-видимому, каким-то образом замыкается через границы гелиосферы, образуя замкнутую цепь. Как именно, это, на самом деле, до сих пор вопрос не до конца решенный. Ой, прощайся, секундочку у меня. Ну, да, продолжим. И почему, вот, вообще, это такая структура формируется? Ну, вот, простое объяснение, такое, вот, на пальцах. Что-то есть униполярный эффект. То есть, вот, мы возьмем, условно говоря, то есть, Солнце, это проводящая сфера, она вращается, у нее есть магнитное поле, в том числе и у компонента перпендикулярной поверхности. Соответственно, за счет этого вращения на поверхности Солнце генерится распределение потенциалов. И между полюсом и паттером есть разность потенциалов какая-то. И вот, как в случае, допустим, просто с экспериментом, который можно повторить руками, то возьмем батарейку, поставим ее на магнит и соединим, и сделаем скользящий контакт, который соединяет ее и разные полюса. То потечет ток по этой проволоке, и на него будут действовать все вампиры, которые заставят эту проволоку вращаться, и вращаться она будет до тех пор, пока батарейка не разрядится. Вот, и здесь тоже самое, вот, получается, ситуация с Солнцем. Только здесь обратный эффект. То есть гелиосфера, у нее есть разность скоростей с Солнцем, с его вращением, в том числе зависящая от широты. И она приводит к форме разных потенциалов, а в роли провода выступают все линии магнитного поля, по которым ток следует гелиосферу. При этом ток имеет компоненты вдоль поля, так и поперек. Вот, но, как бы, самые изменения этого тока, они следуют за формой магнитного поля. И вот на экваториальная зона, о которой я говорил, это то, что всем известно еще с 70-х, 60-х годов, и гелиосферные токовые слои, в которых такой диск вокруг Солнца плазменный, он вращается примерно с той же частотой, что и само Солнце. Ну, и речь идет о волновом движении, а не о волновом движении плазмы. Ну, и считается, в принципе, по классике, что это единственный токовый слой крупномасштабный в гелиосфере. Ну, начнем, вот, я вот здесь, теперь буду уже отвечать на вопрос, сколько же слоев. На самом деле, сам по себе гелиосферный токовый слой имеет слоистую структуру, удобно бутерброду. Вот здесь данные аппарата Ulysses, когда он пересекал токовый слой гелиосферный перпендикулярно этому диску, то есть вот как нож сквозь него проходил. И здесь вот видно нули магнитного поля, по которым судят от токового слоя, их много. Здесь вот выделены они соответствуют областям, значит, самого гелиосферного токового слоя и его близнецов, а также до сепаратристных слоев, на которых меняется направление, так скажем, магнитного поля. В плане того, что они образуют петли или, наоборот, расходятся в стороны от слоя. Вблизи Солнца это соответствует вот такой вот структуре, когда вот изначальное дипольное поле, оно за счет, ну вот, как бы, на определенном расстоянии от Солнца энергетически выгодно, линии вытягиваются. И дальше уже после вот определенной границы структура магнитного поля, она в гелиосфере более-менее повторяет то, что источник на Солнце. И здесь формируются три нейтральные поверхности вот в этом примере, которые дальше вот идут в гелиосферу, и мы в таком случае будем иметь вот тройной токовый слой. Вот. А теперь это вещь менее, на самом деле, известная. До недавнего времени это было, об этом практически не говорили. У полярной части этой токовой цепи. То есть, сначала вот о таком объекте, как конические токовые слои. Дело в том, что на Солнце есть области вот корональных дыров, где быстрый поток вещества, сниженная плотность вещества. И обычно считается, что это область, что там магнитное поле одного направления. Вот, допустим, от Солнца или к Солнцу, в зависимости от полюса. Ну, в минимуме активности. Вот. Но экспериментально было показано в 2017 году, и я в этой работе поучаствовал также, что на полюсах Солнца могут образовываться тонкие, ну, шириной где-то порядка нескольких градусов, такие конусообразные области, границы которых из себя представляют токовые свои. Причем эти области, они еще вращаются синхронно вместе с Солнцем, как труба перископа на подводной лодке. Вот. И вдоль них течет очень мощный ток. Вот. Ну, здесь вот я просто... Вот примеры этих данных. Вот немножко о результатах моделирования, вот как бы внешней формы, не буду вдаваться там в уравнение, какие-то там сложные распределения. что вот если у нас, допустим, вот на экваторе есть гелиосферный токовый слой, а на высоких широтах вот этот конус имеет вот такую вот форму, ну, вот этой нейтральной поверхности огромной, он растирается там на многие астрономические единицы, и, по-видимому, он достигает границ гелиосферы. Хотя, конечно, вот это более сложный момент, что с ним будет на больших расстояниях от Солнца. Вот. В масштабе вот справа картина нарисована, то есть он действительно узкий, то есть у него ширина там несколько градусов. И третий момент, связанный с другим способом возникновения токовых слоев на средних и в том числе на высоких широтах. Дело в том, что считается, что мы исторически изначально рассматривали в модели, что Солнце имеет дипольное магнитное поле, и, соответственно, у него ноль этого поля, у него основные радиальные компоненты на экваторе, и там, соответственно, один токовый слой этой нейтральной линии соответствует. Однако у Солнца есть и мультипольные гармоники магнитного поля, которые имеют форму уже, ну, вы, может быть, знаете, что не как уши чебурашки, как у диполя, а, скажем, как лепесток клевера, если смотреть на форму силовых линий, и более высокие мультипольные гармоники. Так вот, здесь вот снизу красным это цикл солнечной активности, число пятен показано, максимум, и там нет пятен больше, условно. И синяя кривая — это вот интенсивность дипольного магнитного поля на Солнце, а черная кривая — это подрупольный. Видно, что в максимумах они сравниваются, даже, может быть, какие-то отдельные моменты, где подрупольное поле сильнее. А что в таком случае будет? Тогда на Солнце при сложении таких вот сложных топологий полей образуются дополнительные нейтральные поверхности, которые как раз являются не центрами, а центральными областями токовых слоев, которые могут вытягиваться в гелиосферу. Часть из этих слоев дотягивается до границы источника, после которого структура поля уже не меняется. Часть нет. Также такой момент, что если более высокие гармоники октупольные, тогда этих слоев может быть даже не два, а три и более. Вот здесь вот пример. Ну, как справа, ну, за исключением центральных областей гелиосфер, такие вот секваториальные слои, возмущенные полярные слои, они, на самом деле, еще как конусы на Солнце опускаются, здесь это не видно. И в случае, когда их три, когда октупольная гармоника есть. И, например, данные Юлисса со всеми отсчетами, в которых Солнце покоится, то есть обращающиеся всем отсчеты, вот эти всеми отсчеты по траектории аппарата, она будет спиралью, а не эллипсом. И здесь вот видно, что серым и черным это разные полярности магнитного поля, там от Солнца или к Солнцу. И считается по классике, что полярность должна меняться на гелиосферном токовом слое один раз, который здесь вот реальный такой смятый большой нарисован. Ну, мы видим здесь серые и черные области, они высоко над ними расположены, чередуются. Причем длительность каждой этой зоны, черненькие там точечки, она там может несколько дней. Это огромные зоны своим размером, на самом деле. И, в принципе, вот они объясняются вот этими схватками. Ну и последнее, что я вот хотел показать, еще просто к вопросу о том, сколько этих слоев на самом деле может быть. Дело в том, что есть слои еще, я говорил про крупномасштабные, есть мелкомасштабные слои, которые из-за каких-то динамических процессов турбулентности образуются. Ну вот, например, мы там с коллегами создали базу данных, которые сейчас на сайте Измиран находятся. Вот здесь вот данные приведены по числу токовых слоев в день, по аппарату ИСК, который в точке L1 на линии Земля-Солнца расположен. Ну, здесь вот в день там их много тысяч, этих локальных маленьких слоев образуется. Вот на всех у них может быть ускорение частиц, какая-то динамика происходит. Вы не могли бы уже сделать свои выводы, потому что уже часть людей должны уходить, и поэтому, мне кажется, сделайте, пожалуйста, выводы. Да, да, вот это как раз последний слайд был. Да, и выводы, соответственно, вот какие-то, что я перечислил, что по классике считается, что токовый слой должен был быть один. Вот, но вот я показал, что есть сам все гелиосферные токовые слои, он окружен вереницей токовых слоев близнецов, также есть на средних и высоких широтах крупномасштабные слои, которые с ним никак не связаны, то есть они с ним могут параллельно существовать. Есть тонкие, но очень длинные полярные слои внутри корональных дыр, и, наконец, мелкомасштабные слои, некрупноштабные, их также огромное число, которые связаны с динамическими процессами. Вот, ну вот, то, что я хотел в своем сообщении сказать. Хорошо, спасибо большое. К сожалению, время вышло совершенно, поэтому поблагодарю. Пожалуйста. Так, я ведущий этого заседания, сейчас у нас уже все презентации, все доклады закончились, и мы сейчас уже приступаем к дискуссии. Первый выступает у нас Владимир Нуимович, он дает еще первый свой вопрос, который он уже озвучил, о том, почему на современной земле нельзя или может ли возникнуть жизнь? Ну, собственно, вопрос, конечно, провокационный, потому что тут можно как угодно говорить, но, вообще говоря, вопрос в принципе, что жизнь творится однажды и все, на Земле за 4,5 миллиарда менялись условия, и действительно за эти 4,5 миллиарда лет никогда не создавал условий, где несколько механизмов, которые мы здесь обсуждали, могли сработать. Я принимаю утверждение, сделанное в докладе Розанова, о том, что есть доказательства, что жизнь пришла снаружи, ради Бога. Более того, я уверен в том, что жизнь возникала во Вселенной, во всем мире, всюду и в разных условиях. Но исключает ли это возникновение жизни на Земле? То есть мы, как это сказать? Вопрос вы сказали. Да, я одну последнюю фразу. Было утверждение, жизнь возникла на Земле, все остальное ересь. Теперь получается, что мы начинаем говорить, что жизнь возникла в ге, а жизнь, то, что возникло на Земле, ересь. Вот я спрашиваю, возможно это или нет? Тогда у меня встречный вопрос, поскольку вы этот вопрос мне задаете. Да. Вот вы из каких соединений и в какой момент времени вот на Земле вот вы хотели бы, чтобы здесь создалась жизнь? Ну, ребята, ну я не профессионал, вы же знаете, я не биолог. Это вы мне скажете, вы показывали... Отлично, тогда я вам сейчас перечислю. Вот те первичные химические соединения, о которых шла речь в моем докладе и о ВИБе. Или бы уже уровень рибонуклеиновых кислот в докладе... Ну, например, я не понимаю, почему механизм, о котором говорилось, механизм Спирина, не может работать позднее. Ну, не было воды 4,5 миллиарда лет. Давайте я тогда поясню, почему я считаю, что это просто сейчас невозможно. Да, это очень интересно. Вокруг нас сейчас находится, вот даже в этом воздухе, летает огромное количество рибонуклеиновых кислот, отдельных молекул. Учетверено, вот в его работах было показано, что если он изолирует от вот этих вот, заносов случайных рибонуклеиновых кислот, у него там ничего не происходит. И поэтому нужно делать чистые эксперименты в достаточно чистых комнатах. Это первое. Я просто утверждаю. Второе. В нашем сейчас окружающем мире есть достаточно большое количество белков вокруг нас. Ну, хотя бы я дышу, и у меня кое-что-то выделяется. Согласны, да? Так вот, что потребляет вот эти достаточно уже предбиологические, химические, предбиологические, органические соединения? Ответ тоже лежит на поверхности. У нас вся большая часть живого вещества сосредоточена в бактериях. Именно они мгновенно все это кушают. И количество бактерий, вообще-то говоря, определяется вот тем количеством первичного вот этого продукта, который выделяется и может быть ими потреблено. В третье. И поэтому любое вот маленькое предварительное вот это количество, оно тут же будет скушено существующей на Земле биотой. И третий, на самом деле, еще не менее важный фактор, почему это невозможно. Потому что на Земле уже включились биогеохимические циклы таким образом, чтобы они более-менее были согласованы на временах хотя бы несколько миллионов лет и нарушить эти циклы, уже практически невозможно. А новая жизнь, это опять же по заварзину, это не отдельно взятая бактерия, а не отдельно взятая какой-то, может быть даже, уровень вируса, а это некая биоциноз со своими продуцентами и соответствующими деструкторами органического вещества. Поэтому наша Земля заселена вот именно нашей соответствующей жизнью и именно в ней мы и живем. Поэтому невозможно. Ваш ответ на меня понятен. То есть жизнь, возникнув, уже не дает свободного места для возникновения других форм. может быть, я не буду утверждать, что это неверно, но в принципе для меня это важно. Извините, а можно вопрос задать? Это вопрос парадигма. Есть такая парадигма древнейших времен, которая в свое время, ну, не более, ну, ничего у меня слышно, не более четко сформулирована Луи Пастером. Жизнь из жизни. Жизнь так же неуничтожима, как материя. Вот это основная идея, вот, которая вот так-то, репреном проходит вот по всем наукам. Вот этой парадигмой придерживался и Вернацкий, и придерживался вот Чижевский, оказывается, Циолковский, я знаю, и многие другие. Просто вот с этой точки зрения посмотрите на то, что такое жизнь. А тому определение жизни, это очень сложная парадигма. Включите. Да, все. Давайте еще, пожалуйста, вопрос из этого. Вопрос из Зума. Я прошу прощения, я сейчас не перебиваю никого там. Нет, мы как раз дали вам время. Можно, да, вопрос задать? Да, да, да. Смотрите, значит, вот мой вопрос касается абиогенеза. Изучение абиогенеза. Вот насколько я понимаю, что сейчас на данном этапе примерно, ну, если сравнить живое существо с айфоном, скажем так, да, то то, чего достигли ученые, это примерно как обвести айфон на бумажке и вырезать в такой же форме бумажку и окрасть ее черный цвет. Ну, то есть, что-то более-менее удалось создать какие-то ремонуклеиновые кислоты, вот, возможно, мембраны двойные, но создать хотя бы бактерию, вот, с нуля, как бы, да, пока еще бактерии не созданы. Так вот, вопрос у меня такой. Почему, а, да, этот вопрос, этот самый задавался, на самом деле, на кучу форумов, и ответ был примерно такой. Ну, то есть, почему не продвигаются в этом, почему в этом нет никаких подвижек, почему до сих пор с абсолютного нуля, да, не то, что была выпотрошена одна бактерия, туда было добавлено ядро, туда было добавлено это самое РНК, а именно с нуля. То ответ был примерно такой. Это никому не надо, это стоит гигантских совершенно денег, и это никому не надо, поэтому в такие исследования деньги не будут вложены. Но у меня как раз таки вопрос связан с этим, что почему тратятся огромные деньги, например, на разгон каких-то частиц, да, на строительство ускорителей, хотя это тоже, в принципе, никакой прикладного значения особого не имеет, потому что это сугубо фундаментальная наука. Вот почему на эти мировоззренческие вопросы, которые гораздо более фундаментальные, чем, скажем, ядерная физика, или чем квантовая механика, почему на эти вопросы не тратятся деньги? Хорошо, я понял Ваш вопрос. Извините, давайте Вы уже сформулировали Ваш вопрос. Я его понимаю примерно так. Почему тратятся деньги на другие фундаментальные вопросы, в частности, физики высоких энергий, физики ускорителей, но не тратятся деньги, по крайней мере, у нас в России на решение фундаментальной проблемы синтеза какой-то бактерий, начиная с самых простых веществ. Я хотел бы ответить на этот вопрос. Вадим, это с Вами говорит обризко Владимир Нухимович. С этим вопросом давайте вместе обратимся в Академию наук или еще выше. Если Вы готовы подготовить такое обращение, я с Вами его подпишу. Понял. Я просто думал, что на это есть какая-то причина другая, кроме как просто не хотят. Я тогда позволю, Снытников Валерий Николаевич, я из Новосибирска, я позволю себе немножко сказать по поводу ускорителей. Институт Катализа является институтом-заказчиком строительства СКИФа. Это сибирский ускоритель фотонов. На этом ускорителе предполагается использовать синкратронное излучение в интересах биологических, прежде всего, для того, чтобы изучать структуру веществ, структуру биологических молекул, начиная от наноуровня и выше. В интересах химических создания различных новых типов катализаторов. Там предполагаются работы, связанные с физикой взрыва, материологическими задачами, связанные с созданием просто новых материалов. И еще там на уровне, ну вообще предполагается, на уровне чуть ли не 15 или 20 соответствующих станций. Поэтому соответствующий объем вложений и вложений там на уровне 40 с чем-то миллиардов, он более-менее соответствует тем огромным востребованности результатов, которые должны быть получены на этом соответствующем приборе. Спасибо. Спасибо. Мне кажется, что надо здесь заканчивать и надо приходить уже к следующим вопросам. Следующий был у нас какой вопрос? Хорошо. Нет, но только это лих бы не доклад, а это короткая... У меня вопрос к организаторам. Я могу без слайдов сказать? Тогда давайте это без слайдов. Давайте без слайдов. Хорошо. Я тогда... Во-первых, представьтесь, не все, наверное, знают. Я тогда представлюсь и скажу это все без слайдов. Я Митрофанов Игорь Георгиевич, Институт космических исследований, заведующий отделом ядерной планетологии. И тема моего сообщения не связана прямо с тем, что я завод этого отдела, а связана с тем, что я председатель экспертной комиссии Совета РАН по космосу по реализации российской лунной программы. И поэтому я скажу на самом деле две важные вещи. Во-первых, я немножко отвечу, прокомментирую предыдущий вопрос. Куда, так сказать, зеленые деньги мы тратим, так сказать, в разных направлениях. И при чем тут космические исследования, при чем тут Луна? И, во-вторых, я, так сказать, вот посоветуюсь с вами по поводу того, что сейчас делается вот в нашей космонавтике по поводу Луны. Ну, вы все знаете, что мы, к сожалению, потеряли Луну-25. Мы надеемся, что были извлечены уроки из этой первой российской лунной миссии, которой мы, так сказать, через фактически 50 лет попробовали продолжить то, что достаточно победоносно делал Советский Союз. Значит, у нас сейчас была подготовлена федеральная космическая программа на 26-36 год, которая включает последовательность вот этих лунных миссий. И тот главный сюжет, который я вот вам хочу сказать, и вот тут много говорили в основном, на основной сессии. Значит, нужно понять происхождение жизни на Земле, в Солнечной системе. Я, кстати, не очень удовлетворен ответами на вопрос о возникновении жизни, потому что перенос возникновения жизни в космос не отвечает на вопрос, как она возникла. Значит, вот сейчас почему стало очень интересовать всех Луна? Дело в том, что в начале этого века было установлено, и это моя первая картинка, которую я хотел показать, что на лунных полюсах имеются достаточно протяженные и толстые отложения воды. Значит, вначале поняли по нейтронным данным, что это много водорода, потом показали уже методом прямого столкновения. Американцы сделали проект LCROSS, который просто показал, что это H2O. И, вероятно, в постоянно затененных кратерах, в полярных областях Луны и в окрестностях этих кратеров также имеется вода в замерзшем виде. Значит, у воды на Луне есть три источника. Во-первых, это та вода, которая вот отчасти так, как вы говорили, образовалась вместе с протопланетами и системой двойной Земля-Луна. Как бы исходная вода из того протопланетного облака, которое было 4,5 миллиарда лет тому назад. Во-вторых, это вода, которая образовалась из-за облучения поверхности Луны солнечным ветром. В этом году произошла реакция возникновения гидроксила. Потом еще один атом водорода образовался H2O. Мы называем это солнечной водой. Ну и, наконец, вода, которую принесли кометы. И вот эта вода самая интересная. У меня есть слайд, который я думал вам показать о том, как богата химии кометная вода. Насколько много сложных молекулярных соединений, включая аминокислоту. Вот в той воде, которая содержит лед комет. Значит, если кометная вода присутствует как вечная мерзлота в окрестностях лунных полюсов, это означает, что, по сути дела, межпланетная химия, кометная химия, а кометы это замелшие льды, как вы знаете, которые имеют вот это межпланетное вещество, находится на полюсах Луны. И в той нашей федеральной космической программе, которую мы сейчас подготовили на 26-36 год, это вот я отвечаю на вопрос, где деньги. Значит, там предполагается доставка лунного полярного реголита на Землю. Причем мы постараемся это сделать в триогенном виде. То есть это будет замерзшая вечная мерзлота с Луны. И после этого провести прямое исследование вот в тех ведущих центрах, которые сейчас занимаются этими вопросами, которые имеют соответствующую аппаратуру, провести исследование вот всех тех сложных высокомолекулярных соединений, которые присутствуют в вечной мерзлоте Луны. И возможно, что ответы на вопрос, что приносили кометы на Землю во время жизни вот этой системы Луна-Земля, и, к сожалению, ну, может быть, не к сожалению, вот так, как вы сейчас сказали, лунная биосфера все это уже скушала и переработала. А вот на поверхности полярных районов Луны эти соединения все еще могут находиться во льдах, и изучение этого вещества, возможно, даст нам ответ на вопрос, какая химия была принесена на Землю кометами и какая биохимия, может быть, протобиологические соединения могли бы участвовать в той форме жизни, которой мы принадлежим. Всем спасибо за кучу. Спасибо большое. Кто хотел бы прокомментировать, вот ваше последнее... Не уходите, пожалуйста, ради бога. Вы очень серьезные вопросы задали и очень интересные вещи сказали. Поэтому я бы хотел следующий комментарий услышать. Не знаю. Бусарев Владимир Васильевич, отдел исследования Луны планет Гаиш. Уважаемый доктор Митрофанов сказал, что вода в полярных областях Луны была в основном занесена кометами. Но я должен дополнить, что в не меньшей, если не в большей степени, вода могла быть доставлена на поверхность Луны астероидами примитивных типов. И это было доказано в недавних космических проектах, успешно осуществленных. Это «Хаябуса-2» и проект «Осирис-Рекс», который был несколько позже по времени. Но это сравнительно недавно было все проведено. То есть «Хаябуса-2», космический аппарат, изучал астероид «Рюгу», а космический аппарат «Осирис-Рекс», астероид «Бену». Изучение вещества астероида «Бену» показало, что в составе образца, доставленного на Землю, было обнаружено 11 аминокислот. Это на 3 аминокислоты больше, чем количество аминокислот, обнаруженных в углистых андритах, которые являются, по сути, фрагментами этих двух астероидов примитивных типов. Таким образом, это один из наиболее существенных результатов, который показывает, что дистанционные исследования астероидов вполне объективны и достоверны. И вот эти космические результаты или данные, они подтверждают наше представление о том, что именно астероиды примитивных типов могли доставить на Землю и Луну не только воду, но и сложные предбиологические соединения, такие как аминокислоты и другие. Абсолютно с этим согласен. Сейчас я фразу договорю, это у меня сейчас запятая была. Просто вдумайтесь, вместо того, чтобы гоняться за каждым конкретным астероидом, мы можем с Луны привести десятки килограмм вот этого вещества, распределить его в ведущие научные центры, которые занимаются вот этой высокоточной биохимией, по сути дела, и провести детальный анализ. Причем это очень важно, потому что... Я еще одну очень короткую фразу... Понимаете, туда же ведь собираются лететь космонавты-астронавты и эти вот чайконавты тоже. И на самом деле мы еще должны быть уверены о том, что вот то, что мы привезем с полярных районов Луны, это не будет конфликтовать с нашей формой жизни. Это же тоже очень важно, на самом деле. То есть это будет доставлено в контролируемых условиях? Абсолютно точно. А не на скафандре где-то, так сказать, какая-то пыль. Потому что 1931-1932 год. Так. Идемте, пожалуйста. Ради бога, еще один раз будет возражение. Только ради бога, пожалуйста, конкретно по этой теме. Баренбаум Мазарий Александрович. Вот те вопросы. Институт проблем нефти и газа. Значит, область моих интересов это связь космических и геологических процессов. В том числе и происхождение полезных ископаемых. И... Давайте, пожалуйста... Да. Так вот, 40 лет назад... 40 лет назад были открыты галактические кометы. В 90-м году я делал доклад на вторых сестерских чтениях. Учериумова по его приглашению. Вот, я считаю, это время открыто. Время открытия этих комет. Эти кометы раньше, кстати, в Гаише пропущены, просто не замечены. На самом деле, явление чрезвычайно важное. Значит, сейчас умеем считать и сколько комет падает, и куда падает. Давайте так. Вы считаете, что материалы этой комет, они тоже будут на Луне? Да. Просто... Не просто будут. Обязательно. Мы знаем, что они там есть. Замечательно. Спасибо большое. И мы знаем, когда они падают, и сколько падают, и куда они падают. Но не знаем, что они принесли. Знаем. Так, знаем. Это уже интересно. Ссылку, пожалуйста. Ссылку. Могу книжки дать. Мы можем остаться, и я вам покажу. Замечательно. Спасибо. Мне очень понравилось. О, что я не знаю. Я не знаю, есть еще. Кто еще хотел бы... Кто еще... ...относительно только Луны. И тех исследований, которые проводили, должны планироваться на Луне. Российской космонавтории, кто-нибудь еще хотел бы по этому вопросу? Тогда я себе позволю отрествовать вопрос. Вы замечательно сказали о том, что в этих полярных областях будет большое количество, предполагается, собрать материала, на основе которого вы предполагаете решить. А. Был ли перенос биологического материала в космосе? Да. То есть проверить все-таки идею панспирния. Ну, вот смотрите, тут тоже, как вы правильно сказали, все дело в определении. Вот я хочу сказать, то, что вот уже были данные, что там есть действительно предбиологический... Вы знаете, что я физик, но я упрощаюсь. Да, да, хорошо. То есть я хочу сказать, что речь идет даже не о теореме существования, а о детальном исследовании того, что там есть. Я думаю, что мы уже можем претендовать на детальное исследование, а не просто на то, что там это есть. Асарис Рех Сужетовский привез, пожалуйста. Извините, он привез пока только лишь определенное количество химических соединений. Да. Но там сколько-нибудь пока еще остатков, даже микрофасилия, о которых говорил Розенов, вообще-то говоря, там пока не шло. Ну, по крайней мере, из тех публикаций, которые... Слишком мало, конечно. Слишком маленько. Да, да, безусловно. Безусловно. Кроме того, астероиды, которые летают, они никак, что они будут попадать... Это те же самые группы астероидов, которые должны попадать на Луну, в том числе и на Землю. Если кто-то мне скажет, что это именно одновременно будет отсюда и оттуда, из одного района, я буду крайне благодарен. Разрешайте мне так вот биологию с вами разговаривать? Значит, на самом деле, все-таки немножко более интересны кометы, потому что комета – это периферия протопланетного облака, которая, по сути дела, может сохранить химию того протозвездного вещества, из которого образовалась Солнечная система. Поэтому, конечно, вот этот реприжератор, естественный, который является комет, я бы в большей степени рассчитывал на кометы как вкладчиков вот этого, так сказать, интересного предорганического вещества, которое может быть храниться на лунных полюсах. Или остатков биологических каких-то объектов, которые по ряду исследователей предполагают, что должны там тоже находиться. И второй вопрос. Да, то есть мы здесь согласны. Да, абсолютно. Потому что я именно поэтому и считаю, что именно это исследование. И второй вопрос, который может быть даже не столь из этих полярных областей, а может быть просто с поверхности Луны. А вот та пыль, так называемая, про которую часто говорят, космическая пыль, и которая может нести в себе остатки тех же самых предбиологических, или может быть даже и мертвых биологических объектов, или то, что Мария Валерьевна сказала, может быть это те самые вирусы, которые засоряют нашу Землю, и мы страдаем соответствующим образом. Могли бы быть они для сравнения, но быть взяты не из полярных областей, для того, чтобы ну хотя бы был бы какой-то сравнительный анализ. Потому что чисто вот, ну как я понимаю, взять этот образец, что-то там получить, но это уже мало. Нужно еще образцы сравнения. Образец сравнения от Луны. Я в этой области не профессионал. Я ядерщик, и я занимаюсь космонавтикой, поэтому я здесь вот как раз... Петь хитрый, тут же говорят, как только задаешься положительный вопрос. Это признание. Я хочу сказать, что я думаю, я думаю, первое, что, наверное, все-таки американские астронавты, побывавшие на экваториальной луне, подчелкиваю, наверное, все-таки никакую гадость на Землю не принесли. Здорово. Я именно это, на следующий вопрос хотел и вам задать. Я еще вас, так сказать, немножко, еще более такой, как бы, интересный сюжет расскажу. Понимаете, есть великая тайна Солнечной системы, которую вот астрономы знают и вот отдел, который занимается Луной, знает. Дело в том, что ось полярной Луны по отношению к перпендикуляру плоскости эклиптики отклонена всего на полтора градуса. Поэтому солнечное излучение идет практически по касательной полярных районах. Там есть постоянно затененные кратеры, куда не попадает солнечное излучение, ультрафиолетовое излучение. И во время солнечных протонных событий там практически нету дополнительной радиации. Поэтому очень может быть, хотя я это не могу гарантировать, что лунный экватор, он, ну, скажем так, в большей степени стерилен, чем лунные полюса. Поэтому очень может быть, что то, что те там 400 килограмм, которые американцы привезли, вот этого лунного реголита, может быть, там вот эти вот микроорганизмы, которые нам показали, может быть, они там не найдутся. А вот в полярных районах, где более спокойная радиационная ситуация, можно надеяться их найти. По всякому случаю, надо сделать эту походу. Понятно. И еще тогда, вот я чуть-чуть все-таки свой вопрос, оказывается, он немножко на другую тему. А вот те предыдущие экспедиции американцев, советские лунные миссии, они не могли ли вот загрязнить уже поверхность Луны настолько, что вот этими следами органических соединений, которые могли бы даже там дать свои какие-то реакции катализатора? Американцы с посадочного аппарата Surveyor отвинтили деталь, когда они там побывали, привезли ее обратно на Землю. И они там нашли микроорганизмы, которые, вероятно, результат, что сборщик этого аппарата чекнул, когда он его собирал. И он там побывал на Луне, простоял там в соответствующие свои 12 лет и потом приехал обратно. Но согласитесь, пожалуйста, что если мы, например, увидим, что вот то, что вы сейчас говорили, хиральность другая. Я абсолютно, я пойму о том, что, ну слава богу, ну вот наши эксперименты по хиральности, опять же, моим люминесцентным исследованиям, в рамках которого я даже потом получил, ну они правильные. Кстати говоря, вот чтобы насчет хиральности я просто скажу слово. Вот все, наверное, кушают препарат ибупрофен. Правда? Ну, хорошо, но многие кушали. Мы посохнем аспирином. Да, ну, кушали. Так вот, известно, что он как раз хиральный. И, в честности, там какая-то модификация, я уже забыл, она продавалась очень дорогой, в чисто хиральной форме. Когда мы написали отчет еще в РФКИ по исследованию, в честности, этого препарата, одно из таких очень интересных замечаний, уже по итогам отчета из Московского университета, было такое, а вы понимаете, что если этот препарат попадает в организм человека, через пару минут в нем возникают обе две формы, левая и правая? Ну, я этого не знал. И поэтому вот вопросы этой хиральности у меня немножко так вот своеобразное отношение. То есть, в этом смысле, я думаю, что вот те профессионалы, которые сегодня утром выступали, они, получив вот это вещество с лунной вечной мерзлоты, я думаю, что они вполне будут иметь весь инструментарий для того, чтобы определить, насколько это похоже или не похоже на аналогичные формы жизни, которые принадлежат земной биосфере. Мне очень приятно ваша уверенность, что профессионалы, которым попадет в руки этот образцы, будут иметь весь необходимый инструментарий. Вот у меня, к сожалению, большое сомнение, что будут иметь этот инструментарий. Я еще хочу сказать очень важную фразу, извините, это буквально 30 секунд. Одна из причин, по которой я попросился в дискуссию выступить, заключается в том, что это вот ваше совещание, конференция посвящена Михаилу Яковлевичу Марову. Я хочу сказать, что Маров был членом нашей вот этой экспертной группы Совета РАН по космосу. Он принимал непосредственное участие в формулировании вот этой вот программы Федеральной космической 26-36 год. И он, в частности, вот в той миссии, о которой я сказал, по доставке полярного вещества, он конкретно предлагал, что обязательно надо бурить. Мы там будем бурить. Мы там будем бурить на глубину как минимум 1 метр. И в этом смысле Михаил Яковлевич принес значительный вклад в ту программу, которая сейчас от имени Академии ушла в Роскосмос для обсудения. Я это должен был сказать, потому что это важно. Да, это действительно очень важно. Это большое спасибо вам за соответствующее и вот это сообщение, и участие в дискуссии. Но, надеюсь, я не слишком сильно задел. Нет, 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 все очень было интересно. Единственное, что вы происхождение жизни не объяснили. А найдите мне хоть одного человека, который найдет происхождение жизни. Я знаю, я знаю, я знаю. Да, да, это правильно. Поймите правильно, что возникновением жизни мы лучше будем заниматься естественным путем. Нет, нет, Сулной тоже надо слетать туда. Нет, ну я немножко в другом смысле. Спасибо большое за вопрос. Большое спасибо. Конец. Значит, космическая эмиссия Каиа-Гуса-2 японская доставила 5 граммов вещества на Землю. Американская космическая эмиссия Осирис доставила 250 граммов вещества, которое 70% будет законсервировано для будущих поколений, как решили американцы. И 30% от этого количества, значит, запущено или будет запущено в исследования по всему миру, у ученых по всему миру. Будем надеяться, что российская космическая эмиссия доставит несколько килограммов вещества из полярной области. А вот дадите 20 миллиардов на Ангару 5. Вот если лететь на Ангаре 5, то это килограммы. Если нам не будет Ангаре 5, то это, извините, 100-150 граммов опять. То есть тут просто сразу же это все превращается в деньги. Ну, у меня предглашение финансы не обсуждать, а то здесь мы... Ну, это ничего. Здесь это мое право, как председателя, с тем, чтобы не обсуждать финансовые вопросы. Иначе мы это совсем уйдем в другую сторону. Вы хотели сказать что-то по поводу... Вы хотели сказать что-то по поводу галактических... Нет, 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 я хотел сказать относительно кометной воды. Делал Михаил Икович доклад. Доклад. Фиане. Назывался доклад «Малые тела Солнечной системы». И в конце доклада, вот как раз он уже флешку унимает, кабель, ноутбук свой. Я специально ему, чтобы наедине задать вопрос, а не принародный, специально подошел, чтобы один на один. И говорю, Михаил Икович, ну вот вы все знаете про малые тела Солнечной системы, и про кометы астероиды, понимаете, там и все-все. Скажите, пожалуйста, какой процент кометной воды на нашей планете? А он, видимо, этот вопрос ни от кого не слышал, и сам, видимо, не задумывался. Причем потому, что он сразу вот так остановился и стоит. Но подумал, вот что значит великий ученый, подумал и моментально ответил. Видимо, полностью. Вот, я вам доложил. Это было лет 15 назад в Фиане, доклад делал на конференции. Хорошо, спасибо большое. А второй, по той же самой, делал здесь доклад. Александр Васильевич, Александр, помолите. А у него доклад был по Марсу. Тоже поиски странной воды на Марсе. Я ему говорю. Александр Васильевич, ну вот вы все рассказали о воде на Марсе. Леонид Васильевич. Леонид Васильевич, я говорю, вот а как вы думаете, вот, ну, какой процент кометной-то воды? Он говорит, а почему вы про Марс спрашиваете? А спросили бы про Землю. Так я говорю, Марс меня не интересует, меня Земля интересует. А, ну вот я, говорит, знаю ответ. Он берет стакан. Это все здесь было. Вот. И говорит, если вы возьмете воду из океана, из... Ну, из любого источника, из морей, озер, любого... Да вот, говорит, водопроводную воду, знаете, специалисты, ученые на всей нашей планете считают, что две трети воды в вашем стакане, это вода кометная, не меньше. Вот вам ответ профессионала. Не менее двух трети. Но Михаил Иванович Мажев сказал мне совершенно точно. Вот когда подумал и говорит, полный. Хорошо, спасибо. Да, ну вы тогда подключите, пожалуйста. Да, просто... Так. Геннадий Петрович, да, вам слово тогда. Микрофон включите. Я могу, я могу включить демонстрацию экрана? Нет. Нет. Нет? Нет. Задавайте вопрос. У меня не вопрос, у меня выступление. Нет никаких этих выступлений. У нас все выступления закончились. У нас сейчас идет дискуссия. Живая. Вопрос... Выступление было отклонено Оргкомитетом. Ох, вон как. Да. То есть даже в дискуссии нельзя выступить. В дискуссиях, пожалуйста, задавайте вопросы, что-то говорите в этих... Никаких презентаций. Все, понял. Ага, спасибо. Тогда вас можно отключить. Спасибо. Отключите, пожалуйста. Так, еще какие-то... Да, пожалуйста. Дарья Вилинина из Института фундаментальных проблем биологии. Я просто, когда говорили про Луну и про лунные миссии, вдруг вспомнила. Я думаю, что... Ну, как бы вы об этом знаете, просто хотела напомнить. Как раз к вопросу о загрязнении Луны нашими экспедициями. В 2019 году уже израильская экспедиция к Луне потерпела крушение. И, как выяснилось, там оказался груз в виде тихоходок. На Луне? Да. Очень жаль. Но мы принесли на Луну тихоходок... Тихоход? Тихоходки! А? Тихоходки это... Макроорганизмы, которые совершенно фантастически устойчивы к радиации. Там какие-то совершенно фантастические дозы. Я не вернусь в полно. Нет, так как это все разбилось, то сделали некоторые оценки, что, скорее всего, они все-таки не могут там бегать, потому что, плюс ко всему, возможно, там они не нашли себе никакого источника, где могли бы. Да. Ну, типа, из новостей. Ну. Нет, имеется в виду, что в этой, в Грузе, были тихоходки. Мессия разбилась. Да. Да, но просто неизвестно, что... Да, вот, да, то есть... Да нет, просто суть в том, что даже если они погибли, все равно какие-то остатки молекул могли там остаться, в том числе, ну, какие-то... И Тайлен, да? Да, и мы это можем найти... Алина Реденко? Да. И мы, к сожалению, можем это найти нечаянно. Я хочу сказать, что десятки миссий разбились. Еще десятки миссий успешно сели. Там до сих пор стоят вот эти большие аппараты Аполлоновские, которые туда доставили космонавтов. Они все загрязнены земной формой жизни. К сожалению, мы Луну уже загрязнили. И там эти существа или другие существа, они там уже есть. Ну, это был просто небольшой комментарий, так сказать, того, по всему остальному. Я не совсем с вами согласен, потому что если взять килограмм тихоходов или несколько остаточных бактерий на поверхности, это все-таки разные источники. А соответствующее количество загрязнений все-таки зависит от количества привезенного массы загрязнителя. Согласитесь? Но я пытался сказать, что те тонны земного вещества, автоматические станции, которые там уже побывали, безусловно, они совершили попытку загрязнить Луну. И есть специальная комиссия при Каспаре, которая вот в этом отношении за Марсом следит. И там есть специальная... А это про Луну. И все равно насчет Марса. Вот наш сегодняшний докладчик, Алексей Юрьевич, несколько лет назад ослышал, как он сказал, я теперь на вопрос, есть ли жизнь на Марсе, уверенно отвечаю, уже да. Пока не нашли. Ну, уже да. Это тоже. Так, спасибо. Так, одну секундочку. Да, давайте, пожалуйста, вы. Сейчас, давайте вот из зала, и потом я дам Елизавете. Храму. Это вот насчет всех вот этих моментов в жизни. Представьте, пожалуйста, дорогой Бог. Поддомки говорите мне, там все хорошо. В общем, я студент биофака МБУ. В общем, мысль в том, что, ну, во-первых, тихоходки не переживают все эти ужасные условия в активном состоянии, они все переходят в анабиоз. То есть... Так, помнишь? Не сюда. Сами громче, сами громче говорите. В общем, смысл в том, что тихоходки переживают все эти ужасные условия в, скажем так, в анабиозе. Короче, они спят. То есть, даже если они выжили на Луне при падении, они, скорее всего, не переживут ударов, то они сейчас находятся в очень неактивном состоянии и даже не размножаются. То есть, ничего они там толком не засорят. Это, ну, как бы такой момент. Кроме того, тихоходки выдерживают в таком состоянии далеко не все вот эти ужасные условия. Они, по сути, ну, из таких вот, что они выдерживают, это замораживание и какой-то уровень ариации. Причем, среди живых организмов это не самый высокий уровень ариации, которого можно выдержать. Поэтому, если честно, я сомневаюсь, что они могли выжить на Луне. Загрязнят. Ну, это же капля в море. А бактерии, которые живут в организмах, тоже вряд ли выживают в каких-то суровых условиях, потому что... А студенты мнения некоторых говорят о том, что среди них может, если большое количество, несколько наиболее умных, устойчивых, они остаться живыми, уйдут в глотт и дадут следующую лунную пауру. Ученые? Некоторые, да. Да. Семьные бактерии отнесены в море. Вы запустите? И дальше будем посмотрим. Хорошо. Хорошо. Еще один такой комментарий. Тут как бы испугались того, что лунные бактерии могут кого-то там бить, заразить и подобное. И честно, ну, мне это кажется очень странным, потому что, ну, смотрите, паразиты, они тоже эволюционируют. Они приспосабливаются к своему хозяину. То есть, ну, не знаю, вирус табачной мозаики неожиданно человека не заражает и не начинает покрывать его пятнами. А организмы с луны, скорее всего, человека отрадеясь не видели. И не видели ничего, что здесь вообще живет. То есть, это очень странно было бы, если вдруг такой организм начал кого-то заражать. Ну, то есть, например, ну, вот у меня как бы исследование, скажем так, бактерий из Баренса о море. Меня спрашивают всегда, вот люди, заразят ли они кого-то. Они даже на чашке петра ели вырастают. Наверное, чашка петра ели в хороших московских условиях, в московском питании, а их надо в суровых условиях держать, чтобы они не раздражались. А все могут встречать, там с ножа, это гораздо чуть-чуть, чем короче. Ну, пусть размножаются. Нет, но там же высвобождаются те замороженные бактерии, или, точнее, эти споры, которые находятся, или даже в мамонтах, или в той воде. Там известно данные по сибирской язве, что размороженные вот эти могильники, которых, ну, в древности, они могут старые еще штаммы сибирской язвы вызвать соответствующие. Но она же давно и давно нас поражает. Подождите, если сжечь труп коровы зараженной, то она сгорит. Нет, корова сгорит. Язва тоже сгорит. Хорошо. Мне кажется, мы немножко это обсудили. Давайте теперь, да, давайте дадим вопрос Елизавете Храмовой. Дайте, пожалуйста. Елизавета Храмова. Лиза Храмова. Да. Да. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Значит, у меня тут несколько слов было в первую очередь по поводу выступления Алексея Юрьевича, но Алексея Юрьевича уже нет, да? Нет, нет уже, он уже ушел. Очень жаль. До дискуссии. Да, очень жаль, потому что мне придется сказать, без него это важно. Значит, некоторая очень серьезная, на мой взгляд, ошибка была допущена. И она важна. Дело в том, что Алексей Юрьевич все время утверждает, что ранее 4 миллиардов лет на земле воды быть не могло на основании того, что осадочных пород возраста более 4 миллиарда лет не существует. Так вот, дело в том, что осадочные породы, конечно, могут возникнуть только при наличии воды, в довольно больших количествах. Но их отсутствие не является достаточным аргументом для того, чтобы сказать, что воды не было. То есть, вода это необходимый фактор существования осадочных пород, но недостаточный. Я хочу, ну, может быть, просто аудитория не знает, а эта ошибка повторяется. Лиза, в данном случае, одну секундочку. Лиза, я вот, например, с вами совершенно согласен, но готов я сказать про Алексея Юрьевича. Алексей Юрьевич, когда говорит, что на земле не было воды, он всегда означает, что не было воды в смысле получения геологически значимых объемов осадочных пород. Какое-то количество воды, у нас была уже тоже небольшая дискуссия с Львом Матвеевичем, какое количество воды находится на Венере. Просто так сказать, говорится, что на Венере нет воды, это тоже не совсем правильно. Там есть вода, но ее количество совсем незначительное с точки зрения относительного содержания. Валерий Николаевич, дайте я договорю, как раз дело... Спасибо. Можно? Да, Валерий Николаевич, дело как раз в том, что могло быть воды очень много. А я хочу напомнить, что если говорить об океанической коре, океаническая кора живет очень короткий период времени. Самый долго живущий на данный момент участок океанической коры примерно 150 миллионов лет. Это самый долгоживущий. Океаническая кора не сохраняется. Поэтому, если водой была покрыта земля на этот момент, мы просто не имеем свидетельств осадочных пород, а воды могло быть очень много. В результате, значит, а это очень важный момент, значит, более того, для того, чтобы осадочные породы образовались, нужно не просто народившаяся кора континентальная, а уже очень прочная континентальная пора. На молодой земле при другой пластичности коры, кора могла быть, воды могло быть полно, но осадочных пород не осталось. Поэтому на основании этого никак нельзя говорить, что у нас не было зазоров 200-300 миллионов лет, про которые говорил Алексей Юрьевич, как это реально очень значимый для эволюции период. У нас вполне могло быть 200-300 миллионов лет зазора на образование жизни. Это, ну, я просто не могла тут не сказать, потому что это очень важный момент. Это важный действительно момент. Хорошо. Теперь, значит, ну, теперь момент, который тоже очень, о чем очень любит говорить Алексей Юрьевич, в первую очередь, когда речь идет об изучении происхождения жизни, что не надо давать определение. Нет, я согласна с тем, что если зациклиться на том, что пока не дали определение ничего не делать, то ничего сделано не будет. Это естественно. Но при развитии той же физики мы понимаем, что точность определения любого явления зависит от степени понимания этого явления. И вот то, что у нас пока нет адекватного определения жизни, показывает только нашу, глубину нашего непонимания этого процесса. Это важный момент. И, наверное, в тот момент, когда кто-то сможет предложить адекватную модель происхождения, будет создано и более или менее внятное определение того, что такое жизнь. И еще один момент я хочу поддержать Владимира Нухимовича. Да, это другое мировоззрение. Значит, дело в том, что если мы говорим о том, что жизнь произошла или на Земле, или где-то в космосе, эти взаимопротиворечия друг другу парадигмы, на самом деле нет. Это не взаимопротиворечия, они противоречат другой парадигме. Тому, что при определенных условиях, которых мы пока не знаем, происхождение жизни – это повторяющееся явление. Между прочим, наука может изучать только повторяющиеся явления, а не единичные факты. Поэтому, скорее всего, надо искать тот механизм происхождения, который может повторяться. Ваше возражение, кстати, было совершенно замечательным. То, что жизнь не может сейчас зародиться на Земле, конечно, совершенно не может. Тут у нас и другие условия, и развитая биота. То есть, даже если что-то зародится, мы этого не заметим. Но на молодой Земле, почему, это уже вопрос в первую очередь к вам, есть ли у вас обстоятельные возражения против того, что астрокатализм противоречит другому процессу, который мог бы происходить на молодой Земле? То есть, почему не могли идти параллельно эти процессы? Один процесс разве исключает другой? Они могли конкурировать, кстати. Что тоже было бы замечательно. Вот это вопрос к вам, и я тогда... Отлично. Так, ради бога, только не уходите, пожалуйста. Я бы хотел обратиться к аудитории. Вот на первый вопрос относительно существования воды, осадочных пород и первых тёмных совершенно миллионов, 500 первых миллионов лет на поверхности Земли. Кто-нибудь хотел бы высказаться? Ответы из зала... Повторяйте, пожалуйста. Скажите, образование Луны и был магматический океан. Повторяйте с самого начала. Повторяйте, пожалуйста. Да, да. Это очень важно. Вот 4,6 миллиардов лет назад, когда образовался... Да, Бринбов-Мазель-Мазель-Мазель. Видела? Да, да, да. Видите? Лерия, вы видели, слышала, кого... Был магматический океан, это связано с образованием Луны. Вот. Глубина примерно была 100 километров на Земле. Луна была расплавлена, судя по тем данным, которые есть в геофизике, примерно до 300 километров. Вот Луна была. Когда она образовалась. Ну, не важно. А вот что важно, что важно сказать, что вообще говоря, за счёт теплопроводности слой, вот тот, который сегодня ещё может сохранять тепло, это где-то до глубины, на Земле, по крайней мере, это где-то на глубины порядка 300-400 километров. Прошу прощения. То, что вы сейчас данные говорите, это результат некоторых умственных моделей. Зачем? Это есть результат, это обсуждение соответствующих специалистов. Итак, это результат умственных рассуждений, или это какие-то твёрдо установленные научные факты? Это модели. Отлично. Никаких фактов. На глубине 300 километров, что вы говорите, это модели. Спасибо. Так, вы хотели бы что-то сказать? Кто ещё хотел бы сказать? Есть конференция ежегодная в октябре. Но она, веки, посвящена всегда именно запуску первого искусственного спутника Земли в 57-м году 4 октября. И там, вот в этой конференции нынешней, вот в том, что он год был доклад, посвящённый как раз этому взрыву Луны-25. Вот там доклад полностью посвящённый. Балтарстан, кратер образовался, потому что он врезался прямо поверхности. И целый доклад был посвящён этому образованию, этому импакту за счёт поделива Луны-25. Спасибо. Как вам? Его бы тоже привозили. Ага, спасибо. Ну, здесь можно не отвечать, на мой взгляд. Так, Владимир Нухимирович. Насколько мне известно, я опять-таки к вопросу о специалистах, так я не специалист, но поскольку это касалось вот того предыдущего нашего совещания и эволюции жизни на Земле, я убедился в том, что есть по крайней мере три или четыре концепции возникновения Луны, и все они достаточно убедительны и непротиворечивы, и поддерживают их очень грамотные и серьёзные люди, в том числе бывший директор Геохия, академик, высказывал одну точку зрения, Маров другую и так далее. Поэтому говорить сейчас о расплавленном, расплавной поверхности Земли, пожалуй, трудно. Аргументы, которые высказывала Лиза, мне кажется убедительным и стоит принять в рассмотрение, потому что и даже сам Алексей Юрьевич несколько раз упоминал окатыши, которые тоже нуждаются в том, что была вода. То есть галька, окатанная галь. Но не на тех же масштабах? Нет, не на тех же масштабах. Нет, масштабах времени – да, но они действительно могли не нуждаться в покрывающем всю Землю океане. Вот как вы сказали, что какое-то количество воды он допускает. Вот эти камешки, его любимые, а тоже конек, это просто большое количество воды, это уже геологические объемы воды и соответствующие вот эти материалы, которые получаются. Хорошо. Теперь тогда к вопросу о определении жизни. Это несколько раз здесь упоминалось. Так вот, я хочу просить тех, кто просит определение жизни, дать мне сначала определение термина, который все у нас от рождения знают и помнят. Что такое материя? Кто может сказать, что такое материя? Дать определение. Нет, нет, нет. Подождите, на минутку. Вот если... Лично я считаю, что жизнь есть неотъемлемые свойства материи. И если есть материя, будет и жизнь. А вот что такое материя, я не берусь и жизнь не могу определить. Так, но... Нет, нет, нет. Нет, нет. Я считаю Макаренко. Извините, это не от себя? Это Николай Григорьевич Макаренко прислал. Он говорит, я правильно понял, что парадигма жизни не может быть определена в каком-то одном научном или философском контексте. И это невозможность одной из свойств жизни. А по сути это является симбиотической абстракцией. Вот как хотите. То есть, что неопределяемость – это одна из свойств жизни. Давайте ваш последний комментарий вот по поводу жизни, если это жизнь или Луна. Хорошо. Любое ваше комментарие. Очень короткий комментарий. Жизнь не может быть неотъемлемой формой материи, потому что мы живем во Вселенной, которая образовалась из сингулярности и был определенный период, когда она была нежизнеспособна. Согласитесь, что Вселенная была, материя была, инфляция была, а жизнь была. Все-таки тяжелые элементы должны были образоваться. Литий-берейлий-бор не могли быть основой. Так, Лиза, вы хотели бы что-нибудь еще прокомментировать? Я хотела от вас теперь ответ услышать на последний тот вопрос, который был. Почему одно противоречит другому? То есть, мне интересно, ваша концепция астрокатализа, я, возможно, как не химик, не все там понимаю, но я не понимаю, почему она противоречит, почему она исключает возникновение жизни на Земле. То есть, у вас... Хорошо, это поскольку вопрос ко мне, я прошу аудиторию тогда дать мне возможность ответить, хотя это не совсем, на мой взгляд, правильно, брать это на себя. Значит, Лиза, в ответ на ваш первый вопрос, вы утверждаете, что воды в первые миллионы лет могло быть много. В принципе, я с вами абсолютно готов согласиться, если вы скажете о том, что температура этой воды или температура поверхности была выше, ну, примерно, 150 градусов Цельсия. Пусть она будет вот такой, не слишком горячей, вот, но пусть она будет вот такой температуры, и количество воды будет вполне достаточно. И вот, если я правильно понял вас, вы не были на моем докладе, а я как раз показывал один из модельных графиков, которые рассматривают эволюцию атмосферы Земли, ну, по крайней мере, в первые, вот, миллиард лет. Из них первые примерно 100 миллионов лет в атмосфере Земли неизбежно должно было присутствовать водород и гелий. Водород и гелий имеют колоссальный коэффициент теплопроводности в сравнении с другими газами, и тем самым они могли обеспечить очень хороший теплоотвод от поверхности Земли, от твердой поверхности. Поэтому твердая поверхность, она была обязательно твердой, потому что коэффициент теплопроводности отвода тепла был вполне достаточный. Это легко обеспечивает водородом и гелий. Когда Земля потеряла, и это уже водород и гелий, это уже, конечно, зависит от тех кучи модельных предположений, которые были задействованы авторами этих работ, еще какие-то миллионы лет. Но, опять же, хорошей модели нет, и я не могу сказать. Они, эти авторы, при этом утверждают, что вода появилась в течение чуть ли не первых 50 миллионов лет. Но это, опять же, геологическое количество воды. Что касается вашего третьего вопроса, связанного с тем... Так, вы еще напомните его суть, чтобы я поточнее ответил. Почему астрокатализм противоречит возникновению другому процессу, какому-то другому химическому процессу? Все, я понял, я понял, как я смогу ответить. В данном случае концепция астрокатализа, она совершенно не противоречит тому, что возникновению визни на поверхности Земли. Противоречит законы элементарной физики, которые воплощены в инженерных программах, расчетах химических технологий. Потому что для того, чтобы синтезировать определенное количество вещества, я должен потребить определенное количество массы, энергии, и еще выбросить куда-то в отходы большое количество соответствующих отходов. И если эти отходы... А это те же самые вещества, которые не прореагировали. И если это те же самые вещества, как я указывал, синельная кислота, формальдегид или метанол, который обычно часто используют, да вместе с формамидом и всеми прочими веществами, то в этих таких средах ни одно существо, даже рибонуклеиновые кислоты существовать не могут. Это все стабилизируется в более-менее в той форме, в которой выглядят наши биологические препараты в анатомическом театре. Поэтому нужно всегда рассчитывать, помимо тех идей, что происходит с превращениями молекул, нужно смотреть, в каких технологических условиях, в каких условиях может быть произведено это, и возможно ли это произведено соответствующее вещество. Увы, ни один человек мне за достаточно уже 25 лет не смог представить ошибки в этих элементарных расчетах. То есть, если я правильно понимаю, конкретный этот вариант технологический невозможен, но никакого закона, который бы запретил поиск других вариантов, такого закона не существует. Нет, кроме фундаментальных законов сохранения. Должен выполняться закон сохранения энергии, импульса. Ну да, это... фундаментальные законы сохранения. Они не противоречат. Они не противоречат поиску других вариантов. По крайней мере, ставят достаточно такие рамки для их поиска. Спасибо огромное. Спасибо. А можно я... Я правильно видела? Михаил Александрович, вы к нам присоединились? Может быть, вы по этому... Вы хотите по этому поводу сказать? Насчет того, вот вы как биолог, где видите... Нет определений и насчет того, где ищем. То есть, есть ли вариант найти, когда только Земля этого достаточно, или же ищем дальше? Если можно, выводите? Да, мы ее же... Я пригласила, он идет. Так. Можно? Лиза, тогда включи... Мне надо брать микрофон. Нет, говорите... Мне надо отключить звук, да? Да. Да. Мне кажется, что совершенно необязательно искать колыбель жизни где-то за пределами Земли, что как минимум поиск внеземной колыбели жизни увеличивает наше незнание. Условия на Земле мы заведомо знаем лучше, чем где бы то ни было в космосе. То есть, некоторое бегство от проблемы не видится. И возражение Валерия насчет ядовитости формальдегида и синильной кислоты. Ну, во-первых, синильная кислота ядовита только для тех, кто дышит кислородом. Для архейских микробов она проблемы не представляла. Что касается же формальдегида, то тут дело в его концентрации. Формальдегид действительно химически активен. Он реагирует с аминогруппами, в том числе в составе белков и нуклеиновых кислот. Но вот он реагирует далеко не только с ними, как минимум. Он реагирует с той же синильной кислотой. Он реагирует с растворенным в воде сернистым газом, давая гидроксиметан, сульфанат. И все эти реакции, конкурируя с реакциями формальдегида с белками и нуклеиновыми кислотами, вполне могут понижать его концентрацию до такой, при котором метилотрофные микробы способны им питаться и расти на формальдегиде в качестве источника углерода и энергии. То есть возражение Валерия заслуживает рассмотрения, но я бы сказал, что это не полный запрет на возникновение жизни на Земле, а необходимость считать, сколько там этого формальдегида было, какие у него были источники истоки, какие были мощности этих источников и какие получались равновесные концентрации. Вот так. Абсолютно правильно. Абсолютно я с вами согласен. За исключением того, что вы уже начали говорить о том, что существует определенное количество микробов, которые уже начинают кушать и преобразовывать в формальдегид. А также для них не страшна то же самое семейная кислота. Да. Но при этом их еще нету, этих микробов на начальной стадии. Да. Поэтому нужно перейти от вот этих достаточно, я немножко действительно образно сказал, мы имеем дело и с тем, и с другими, по крайней мере, но лаборатория. Но мы понимаем, что это высокоактивные вещества и дальше не все, что там, ну, во-первых, достаточно сложно их долго сохранять в земных условиях, не совсем понятно, в каких там было. И во-вторых, сохранять формальдегид? Сохранять, в том числе формальдегид. Но вот как раз работа про гидроксиметансульфанат, она претендует на решение этого вопроса. Гидроксиметансульфанат гораздо более стабилен и может медленно высвобождать формальдегид при соответствующих условиях. Замечательно. Замечательно. Но это означает, что вся поверхность земли должна быть заполнена этим соединением. Ну, почему же вся он... А тогда уже нужно включать некоторые процессы от обмена на поверхности земли и кучи других этих предположений. А если естественно процессы обмена на поверхности земли неизбежны, что формальдегид будет окисляться в муравьинную кислоту. Правильно. Формальдегид будет реагировать цианидом, давая гликоль не прием. Да, да, да. У него множество реакций. Действительно. Да, но тогда вот нужно представить именно технологическую схему, как это все будет происходить на поверхности и в каких объемах. Так что формальдегид хватало для синтезов нужных молекул, но не было достаточно много, чтобы он был ядовитым, да? Ну, не то, чтобы ядовитым, а здесь я как раз снимаю этот пункт относительно ядовитости, о том, чтобы, ну, вот как Земля обращалась с такими высокоактивными соединениями на поверхности, на своей поверхности в ранние моменты времени, на ранних этапах. если они были высокоактивные, то значит для них должен быть постоянно действующий источник, и значит были какие-то не очень большие равновесные концентрации. Только так мы можем видеть высокоактивное вещество, но посмотрите на какой-нибудь озон в современной атмосфере, он высокоактивный, и он существует в маленькой равновесной концентрации. Но его же нет такого огромного количества, которого для производства 10-19 грамм вещества биологического или хотя бы для нас. А зачем для производства 10-19 грамм биологического вещества нужен формальдегид? Скорее всего формальдегид работал на самых ранних этапах, когда биологического вещества было намного порядков меньше, а 10-19 грамм это уже освоение автотрофии, освоение и восстановление СО2 своими силами. Почему вы так считаете? Потому что да, нам в случае опять же нужно наращивать вот эту всю технологическую цепочку, начиная с каких-то больших объемов и заканчивая вот этим, тем, что мы имеем на выходе. А если вот мы начинаем раскручивать обратные какие-то циклы для их потребления, скорее всего даже этого количества осталось достаточно мало биологического вещества на поверхности а большая часть скажем углерода находится в керогене, в карбонатах и всех прочих то, о чем вы сказали. Керогены, карбонаты несомненно ушло очень много, но одновременно в составе биомассы вряд ли было когда-то сильно больше вещества чем сейчас. Большая часть биомассы на поверхности земли это деревья. Деревья появились когда? Это бактерии это если включать глубинную биосферу. По крайней мере у Завардина я ему доверяю если включать асадки то да, бактерии действительно, но те бактерии которые сейчас образуют глубинную биосферу их что в протерозое было в 100 раз больше? Какие основания так считать? Каких? Ну мы просто этого не знаем это уже начинается наш некоторый домосль. Да, к сожалению с незнанием приходится много сталкивается Хорошо А насчет определения жизни тут по-моему мешает разница подходов что меня насчет определения жизни которые я не могу привести чаще всего пеняли математики и философы которые привыкли к строгим определениям любых предметов с которыми они работают но в естественных науках строгие определения в лучшем случае они возникают по итогам долгого обсуждения а не в начале этого обсуждения чтобы его начать вот просили дать определение материи но я тут уж физику лезть не буду но у геологов с определением что такое горная порода и что такое минерал свои сложности у биологов с определением что такое биологический вид свои сложности и по крайней мере в биологии почти ничего толком строго на все случаи жизни определить нельзя потому что биология она вообще про разнообразие и поэтому биологи вынуждены пользоваться рабочими определениями удобными для решения данного конкретного вопроса ну вот могу напомнить например то определение жизни которое используется в астробиологической программе НАСА именно для наших задач для поиска возможной внеземной жизни что жизнь это химическая система способная к дарвиновской эволюции химическая то есть состоящая из атомов молекул и реакции между ними способная к дарвиновской эволюции это значит четыре необходимых и достаточных условия размножение наследственность изменчивость и отбор вот при этом какие-нибудь области математической биологии системной биологии их это определение не устроит потому что для их задач какие-нибудь программы в среде эволюционного программирования в компьютере тоже можно приравнять к живым организмам хотя они конечно не химические и под это определение НАСА не попадают поэтому если кто-то хочет от нас определение жизни надо спрашивать у него а вам зачем вам таки купить или продать вам для какой задачи да если если дарвиновская эволюция протекает настолько медленно что мы этого не дождемся если там миллионы лет одно поколение то да такое определение для нас мало полезно но тут да не за того с точки зрения этого определения рабочая пчела не живая потому что рабочая пчела бесплодна нет размножения нет и способности к дарвиновской эволюции с точки зрения этого определения любое отдельно взятое животное кроме некоторых дермофродитов не живое потому что поодиночке оно не сможет размножиться то есть с применением этого определения к отдельным организмам тоже есть вопросы значит если я уже попытаюсь смешаться уже дело заканчивается я могу продолжить по поводу определения жизни не надо ну хорошо одна минута то есть рабочее определение жизни определяется тем какую задачу мы пытаемся решить то есть если мы говорим про поиски жизни в каких-то в неземных телах то химическая система способная к дарвиновской эволюции с этого можно начинать можно еще к этому присоединить признаки жизни ну помните из математики чем признаки от определения отличаются вот и из признаков которые можно наблюдать не наблюдая много поколений живой системы и можно даже отчасти наблюдать на трупах бывших когда-то живыми я бы сказал что это облегчение изотопного состава ряда элементов в случае земной жизни это углерод серо железо и отчасти азот и хиральная частота я могу обосновать почему это будет работать и для жизни на какой-то другой химической основе облегченный изотопный состав следует из кинетики биохимических реакций очень многие биохимические реакции катализируются ферментами которые эффективные катализаторы поэтому скорость этих реакций по факту контролируется диффузией для многостадийного биохимического пути например цикла кальвина фиксацию углекислого газа скорость его определяется в основном диффузией промежуточных молекул от одного фермента до другого и те молекулы которые состоят из легких изотопов диффундируют немножко быстрее поэтому на каждой стадии получается некоторое облегчение изотопного состава это такой отдаленный аналог газодиффузионного каскада обогащения урана при этом будут ли эти ферменты или чем-нибудь кремниевым неважно главное чтобы они были эффективными чтобы скорость реакции определялась диффузией и про хиральную частоту это следует из того как жизнь складывает трехмерные структуры тех же ферментов и других биомолекул жизнь складывает линейные полимерные цепочки в трехмерные клубки и для однозначного сворачивания линейные цепочки в трехмерный клубок чтобы у белка или у любой другой такой полимерной молекулы был стабильный трехмерный холдинг нужна хиральная частота если мы берем белок с одной определенной аминокислотной последовательностью мы начинаем случайно менять аминокислоты левохиральные на право хиральные в разных местах цепочки мы получим миллион разных холдингов вероятно ни одного стабильного опять же это не привязано конкретно к углероду и воде как к химической основе нашей жизни и должно работать и для каких-то более альтернативных вариантов поэтому хиральная частота и облегченный затопный состав мне кажется это полезные признаки для поиска внеземной жизни спасибо пока не ушли секундочку я сейчас выключаюсь спасибо огромное за интересную лекцию по фотосинтезу которую я слышала через интернет и в связи с этим хочу сказать там был вопрос к вам по поводу того почему хлорофиллы зеленые у меня вчера был доклад на эту тему в ютубе это будет выложено вам может оказаться любопытно я попыталась дать ответ на этот конкретный вопрос спасибо буду признателен за ссылку хорошо но это уже ваше общение большое спасибо мне будет очень приятно если вы рассмотрите технологическую систему в рамках которой от какой-то системы дойдете до самого верха Сергей Старченко а где его нет да пожалуйста можно говорить так все я включу меня слышно да вас слышно здрасте Сергей Старченко из Измиран я тут в принципе очень сильно восхищен вот этим определением пояс Снегурочки по-моему да так сказал я даже не знаю сама это Мария Валерьевна это придумала определение или нет но я очень впечатлен этим определением единственное что хотелось бы дополнить потому что она когда перечисляла какие-то источники энергии вот она вышла рад видеть вот когда вы перечисляли там всякие разные источники энергии да вы в принципе забыли самое главное потому что те которые вы перечислили они все-таки ну такие хиловатые скажем прямо а самый главный источник энергии который мы непосредственно ощущаем с вами вот когда опускаемся в глубокую шахту там вот мы почти до километра если опустимся то уже будет 60 градусов на минуточку то есть это по сути дела у нас первичная планета была горячая вот и еще с тех пор вот она остывает и вот вот это вот как раз главный источник энергии и он очень очень-очень мощный ну и в принципе получается что вот на любом вот этом нынче ледовом как скажется мире у нас получается что изначально когда он был горячий когда еще ледяная корка не образовалась там всякие были мощные процессы и туда в этот океан закачалась куча всяких вот всяких веществ которые здесь бурно обсуждаются и это был уже какой-то такой ну этот самый источник для жизни что называется вот ну и потом когда это все закрылось все это там спокойненько то есть вот как вы сказали причем даже более спокойно чем в атмосфере в принципе может жизнь развиваться и может быть даже вот эти вот люди нас или не люди как их там называть они нас контролируют вот то есть это вот одно из замечаний а ну то еще кстати есть гравитационная масса дифференциация которая наверное второй источник энергии то есть по сути дела это вот жизнь это открытая система которая подводится энергии из них вот и получается что это самое что в принципе же можно и дальше продолжить а почему бы нет вот если смотрят про жизнь на в атмосфере Венера а почему бы не рассмотреть жизнь в атмосфере там Юпитера Сатурна на какой-то определенной глубине там вполне могут быть такие жизненные температуры ну правда сильные ветра но может это наоборот будет радиация ну нет почему в этом самом на Сатурне и на этом самом на Юпитере радиация меньше чем у нас прошу прощения но радиация на Юпитере такая что там даже когда аппараты запускали к ним они разрушались от нее откуда от самого Юпитера эта радиация находится эта радиация находится в ближнем космосе относительно Юпитера что находится на глубине было измерение то там если я правильно помню каких-то таких значимых величин на глубинах порядка уже за сотни километров туда спустился американский спутник там такого уже не было это интересно да ну вот получается что это можно постулировать какой-то пояс я не знаю газоватки или там чего я не знаю ну и потом в конце концов в пещерах вот когда кубурили эту кольскую сверхглубокую стважину там на любых там глубинах там буквально там даже на 10 километров находились какие-то следы живых веществ то есть соответственно значит не обязательно даже это меня слышно да но Юпитер это газ какие пещеры нет я говорю это уже следующий то есть один вариант газ но там уже по сути дела там вот где будет интересующая нас температура там уже в принципе уже будет что-то близкое к жидкости на самом деле эту идею выдвигал еще Карл Саган относительно жизни на Венере и она некоторое время обсуждалась назад ну просто дальше интерес к этому вопросу стих нет а это жизнь на Юпитере это на Юпитере на Сатурне например да ну я говорю о том что это было но интерес стих ну хорошо ладно спасибо я честно придумал да не ну хорошо умный голову думает одинаково спасибо за замечание спасибо ну вот все спасибо да Николай Николаевич я наверное буду просечь Владимира Наумовича ну Крикимовича по изменению для Василия но я уже забираю вот ну я собственно тоже практически заканчивать собираюсь я первое что хотел бы сказать я хотел бы так это мой стакан нравится я хотел бы собравшихся поздравить с днем весеннего равноденства который многие помнят со школьных времен что это 21 число так вот мы живем с вами в веке после того как вводилось вводился в високосный год когда его не надо было бы вводить и мы живем в начале этого века и живем в високосный год поэтому сегодня рано утром настало весеннее равноденство с чем я всех присутствующих и поздравил во вторых я хотел бы напомнить что возможны публикации в астрономическом весенке и возможны публикации в том числе развернутых статей в том числе статей достаточно большого объема на английском языке международном журнале астрономического общества астрономиком на степени Transactions там в вестнике традиционно короткие заметки а в Transactions что угодно далее наша конференция записывалась те кто не хочет чтобы их доклад появился в записи должны об этом сообщить организатор и после этого мы будем выкладывать все остальное да ну вот я просил бы сделать рассылку с запросом кто просит не помещать да и тогда доклад будет исключен и благодарю всех и поздравляю с завершением совещания которое мне лично показалось исключительно интересным и содержательным и вот Владимир Анахимович наверное об этом скажет всего лишь несколько слов я постараюсь если мне это удастся мне кажется что это прежде всего достойное продолжение той конференции которой тут неоднократно упоминалось которая была 7 лет назад все таки она была по-моему эта публикация пошла в 16 году она была раньше книжка вышла в 16 по-моему значит она видимо в 15 была да а книжка 17 значит была 16 но я ошибаюсь я помню что книжка на год позже книжка кстати есть и надеюсь многие ее видели а у нас не сохранилась может даже сохранилась если кто-то уж очень хочет смотрите она гораздо по общей тематике даже полнее она была 5 дней по-моему и во всяком случае очень много крупных и серьезных докладов но эта конференция ничем не хуже она была плотная плотная и охватила может быть самые главные аспекты вопрос о том откуда взялась жизнь мы окончательно все таки не решили как говорится зайдите завтра я вам все скажу но сегодня ответить пока не могу но во всяком случае как там говорится но но крепко крепко этот вопрос побили достойно его побили пойму члене но не дому не дому значит что мне что мне еще сказать хорошего да день сегодня весеннего равноденствия на всякий случай я поглядел что там на солнце дело в том что многие не знают что дни весеннего и осеннего равноденствия обычно сопровождаются либо бурями либо возмущениями серьезными ну это связано с тем что солнце в этот момент смотрит как раз на землю да в экватор да а не что в экватор оно смотрит в период равноденствия период равноденствия то есть магнитный экватор совпадает с эклектикой короче говоря ничего сейчас бурь не было все хорошо радуйтесь жизни радуйтесь и веселитесь жизни ну и что я могу сказать до следующей встречи которые может быть будет через те же 7 лет а может быть вот в 31 в 32 году они запустят к Луне этот самый объект и мы снова собираемся я бы я бы попросил их это сделать пораньше потому что у меня да это было бы здорово я попросил сделать это пораньше боюсь они меня не послушают деньги нужны на другое спасибо всем совещание закрывается